здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую на кукинге сегодня мы приготовим шаурму если вы сидите дома остались какие-то продукты там например какая-нибудь курица сосиски например лук помидор огурец лаваш майонез чесночок немножечко буквально то можно это все не есть по отдельности а сделать шавуху я буду делать две шаурмы первый вариант это у нас бюджетная шаурма второй вариант шаурма элитная не боюсь этого слова значит есть некоторые ингредиенты смотрите у нас значит вот у нас помидоры огурцы я так понял что это обычный помидор огурцы для нашей обычной шаурмы вот есть некие помидоры поменьше какие-то такие черри образные что-то хер пойми что непонятно маленькие помидоры стоит дороже жесть жесть вот огурцы тоже это будем все использовать там мыть туда-сюда ингредиенты для соусов кефир нахер не буду использовать кстати говоря не люблю и еще и потом еще опердеть все купю все на свете не надо значит что у нас есть кетчуп томатный майонез сахар чеснок перец ну короче нихуя нет в целом на лан чем придумаем чем придумаем дальше капустка обычная капустка полкачана ну это тоже ты тоже верно давай давай значит капустка лучок есть смотрите у нас обычный белый лук есть лук красный ялтинский предположительно до этого также сосисочки морковка морковка ребят корейская морковка корейская тоже пойдет огурцы маринованные тоже будем использовать и несколько куриных бедер вот куриные бедра я думаю это то с чего мы сейчас начнем а почему а потому что надо их приготовить сначала на сейчас я только завяжу вот это вот что-то мне сзади все супер скрываем высину и едем без жарко стало сразу так куриные бедра ну естественно это мы будем обжаривать на сковородочке вот она у нас уже здесь есть куриные бедрышки вот такие вот у нас сладенькие хорошенькие честно вот я не тот человек который любит куриные бедра люблю куриную грудку бедра в них еще вот и вот знаете такой ублюдский вот этот какой то что и что это вообще такое сейчас я сейчас я нащупать эту штуку хрящ да вот вот здесь вот этот вот хрящ и когда приносит куриное бедро типа смотри какая вкуснятина с этим хрящом ебаным я думаю ну те впадлу что ли его вырезать блять это же ну несъедобно совершенно просто огромный какой-то хрящ они нормально полностью кидай блять сочнее будет просто отвратительно поэтому сразу же сейчас я эти хрящи все по удаляю я люблю работать с мясом ребят поэтому делаем значит смотрите вначале раскрою бедро все остальное типа все супер норм ничего не нужно только этот ссаный хрящ я не знаю зачем он есть в курицы зачем курицы он нужен но тем не менее это наша боль без понятия каким образом его удалять правильно буду вот таким вот образом вот так вот вот так вот и аккуратненько надеюсь палец не порежу все давайте даже лучше нам дает твою мать пиздец он неудобно так онлайн я понимаю почему но честно говоря если я был бы поваром я бы придумал методику по которой можно было удалить этот хрящ без проблем все нафиг его это стоит проделать с каждой курочкой вообще на самом деле по идее мне столько не нужно мы же я же не буду ребят 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 тут работа идет между прочим потише пожалуйста это андрюх ты опять говорил да это ты опять говорил да вот сейчас а я не знаю кто говорил сейчас не ты ну ну давайте ребят значит хрящики блин а муж как нить просто аккуратненько знаете это немного перевод продукта но в принципе не нилан похуй буду нормально удалять их нормально буду удалять чтобы мясо почти не уходило никуда конечно ну вот вообще почти ноль мяса почти ноль мяса ушло все короче чуть я думаю что бедра еще можно будет порезать на какие-то кусочки более-менее одинаковые как кубиками пожарить я также полагаю что вряд ли очень вряд ли мне понадобятся все бедрышки потому что время мало следующая карта скоро будет давайте надо накормить альберта как следует поехали три сколько 4 3 4 буквально сейчас придумаем а 1 2 3 ну типа это насколько на на 2 шаурмы плюс-минус до курица она же такая еще она на сковородке сжиматься будет тоже можно понять так да блять я бы забрел скорее всего какой-нибудь прям нож который просто сразу бы вырезал этот хрящ да ёб твою мать блять я щас хрящами кидаться буду вас здесь работа идет это хрящ это хрящ давай чем чем чем-нибудь другим покормлю тебя блять ты серьезно хочешь хрящ ну поехали уже ладно у меня нет больше ключей не опасно так ладно короче я думаю что три бедра мы оставим вот она у нас дос трес квадро бедро немножечко сделаем так соль сахар перец все сюда там с курицей бам сковородку разогреваем 8 поставил 8 масло обязательно можно побольше хотя там как бы бедро она такой жирный мне надо главное чтобы не пригорело вот что я хочу далее как резать будем вдоль поперек вдоль поперек не знаю мне кажется как будто бы прикольнее было бы порезать вдоль до или поперек или похер вообще всем абсолютно на то что я сейчас делаю ну да как вариант так ладно андрей удаляет хрящи но я ничего не слушаю все еще в квартире а еще в общем ладжи смотрели не с манами один кусманчик вот пускай будет второй кусманчик третий кусманчик четвертый кусманчик такой размер выбрал 1 2 3 4 вот это вот месиво этого один ну давайте ну давайте как-то вот так вот наверное пускай будет как-то вот так потом все равно это будет пошинковано пускай она пожарится вместе так сказать пожениться там все вот это вот как говорят да вместе пожениться кстати жирные всякие штуки тоже не люблю на самом деле часто вырезаю потом измельчим anyway сейчас просто чтобы лучше прожарилась понимаете на 1 2 3 заебись ну не заебись на нормально так тут то же самое 1 2 надо было с раньше посолить ладно похуй сейчас придумаем камбэк ним камбэк ним главное не как ай-джи камбэкнуть себе блять на ладошки так я не знаю у меня здесь соль с чесноком но проблема в том что там больше чеснока чем соли поэтому я сейчас еще ебану сюда сначала просто соль хуяк 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 ну вот сколько то столько я ребят на глаз я такой человек здесь три нахуй тоже соль ну говно без чеснока что получается не без чеснока тоже нельзя а есть гранулированный чеснок отдельно блять всем очень сильно плохо ребят ладно поехали мне не надо не надо не надо давайте тут больше чеснока получается чем соли я так чисто накидывая его я просто даже не знаю где что лежит понимаешь никитос чеснок ладно я нормально наебашил я мне больше не нужно у это гранулированный спасибо большое следующий поизаем так и перец разумеется вот так вот вот так вот чуть-чуть сюда еще далее нужно ощутить все ощутить рукой перемешать пахнет перцем только блять перцем ладно потому что он открыт скорее всего вряд ли же я переборщил что-то правильно конечно нет а а а заебись так все кладем на сковородку там сейчас 8 она будет хуярить прям очень крепко я думаю что я сейчас сходу прям 7 сделаю потому что я по-любому забуду и все сгорит нахуй поэтому я сразу делаю поменьше брызгаться сука будет еще ладно похуй я давайте я сделаю нет не буду красиво делать просто 1 одной рукой одной рукой вот так вот хоп мне не брызгается ну и хуй на нее тогда тогда вот так вот 1 2 3 1 2 3 дощечки сразу ребят площадь соприкосновения площадь соприкосновения бедра с сковородкой это то что мы ищем чтобы все касалось все касалось всего здесь понимаете как когда мы с альбертом спим вот так вот вот так вот все там семерочка в целом она не сгорит поэтому что-то переворачивать вертеть это нахуй не надо пока что это оставляем здесь далее что я хочу сделать я хотел бы чайник есть у нас водички налить кипятка мне в какой-нибудь стакан какой-нибудь стакан что-нибудь такое в большой стакан спать спасибо большое это у нас пока что готовится можно в целом накинуться на овощи типа почистить но я вот что хочу сделать смотрите у нас есть лук я так понял обычный белый лук будем вязать в дешевую шавуху типа бюджетный вариант но я не хочу его просто класть он слишком будет яркий а шпари его а шпари в кипятке и это у нас ялтинский ну он типа такой сладкий пиздатенький пойдет и так похуй а вот чеснок кстати был я получается ошибся одна ошибка я ошибся окей но дальше чё дальше шинковать все а еще сосиски надо будет пожарить но они тоже там быстро все делается поэтому пока помою руки и буду шинковать чем-нибудь так тут у меня уже тут у меня уже обосрана доска дна поэтому на второй буду делать значит что происходит вот это вот а еще зелень есть да все помыто нихуя себе просто как шикарно сделано спасибо большое так какой-то стакан стакан к этой лети кастрюли что-то это что такое сюда не надо она похуй вот здесь будем делать вот так лук как правильно резать лук чтобы не плакать я хер его знает поэтому будем как есть делать что-то там вроде мы разрезаем вот так вот шипит все-то сука может и много разрезаем вот так сейчас поближе 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 надо поближе надо поближе здесь потому что skills moments пошел ну так вот не дорезаем до конца вот так вот до конца не дорезая херачим полосочки такие вот так вот блять но тут я кстати хер знает на всех видосах как будто бы вот этот последний момент его уже не снимают и поехали шинкуем квадратики будут скорее всего самому блять интересно да не знаю судя по тому как я готовлю минут 40 минут 40 но я не знаю давай тут я уже ребят не знаю эти моменты обычно не показывают видосах как делать поэтому похер так ну вот они идеальные квадратики ребят готовы чекайте чекайте это есть идеальные квадратики на месте что-то она сучара шипит громко очень возможно пора и перевернуть не ни хера видишь не хотела на давайте она почилит пускай на другой стороне там дави доведу можно было еще подержать в целом но я говорю я типа лучше не дожарить чем пережарить понимаете о чем я опошлять не буду эту тему пожалуй так оставим хоп-хоп все бережно перевернул чтобы везде примерно у нас был одинаковый цвет там вот это вот все туда-сюда потом конечно все на похер порежется поэтому по большому не важно не уручу то неважно дальше лук ребята как я и говорил это нихуя не шутка я буду ошпаривать его вроде хватает емкость идеальный размер так ну чё лук сука ты охерел поехали это точно кипяток блин это не кипяток нихуя на самом деле это нихуя не кипяток ну просто лук покайфует значит здесь в ванной теплой заебись да ребят это кипяток ну ебать вы видите покайфует лук заебись нормально отдохнет немножечко то чё блять в земле лежал там похуй так помидорки тоже давайте сначала чё у нас дешманская шаурма тогда будет начале ну тогда что тогда можно и сосисы сразу бахнуть наверное да раз два три вот сюда вот курицы закинуть правильно говорю но в целом так себе честно говоря лучше и отдельную нам конечно сковородку ни хуя нет полотенца блять какие-то сковородку нас есть еще одна о я нашел все спасибо 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 так давайте по этому поводу тогда реально сейчас начнем чуть-чуть маслица значит сосисочки просто как-нибудь обжарить вообще похер как опять же они все равно будут все порезаны хотя можно полосками можно полосками их пожарить нормальная тема так сколько штуки 45 наверное да что такое может все кстати дорогого все похер при отравлении не дожарю ничего не слышу хорошо помогает банановый сок не путать с банановым молоком закажите заранее пару упаковок я серьезно отравление сырой курицы очень болезненно да и сраные сосиски они делают какую-то пленку вот это вот которую невозможно просто вообще невозможно про прорвать если что кстати по ходу дела начнется дота то мы перейдем на доту а я буду просто в окне пока у нас такая активность сами понимаете мы сегодня мы сегодня здесь за дотой в общем-то бам-бам-бам травление курицы но ты так тоже дал конечно я сам есть блять не буду так раз два три четыре пять сосисы просто пополам бахаю ну по так тому пополам по которому умею я подошу не эксперт блять ни в чем судя по всему вот такой пополам примерно ребят это если что технически пополам большинство сосиски разрезано значит это пополам также для вкуса немного поваляем в жиже которая осталась от бедра не ошибка опять что-то журчит курица наши посмотрим что с другой стороны да в целом но уже покрасивее чуть да давайте попереворачиваю марки сука альберт андрополис сука привет это снова я охранник корабля смотрю ты шавуху делаешь красава уважаемо правильно говоришь лучше не дожарить чем пережарить как говорится горячее сырым не бывает ладно удачи тебе антидот скоро вернусь да не в этом смысле чел спасибо большое не дожарить чем пережарить не в смысле блять готовность а в смысле того чтобы не до вот это вот не золотой цвет лучше чем перри черный понял это же база а так пускай на херачится вообще не пускай жарится конечно мы ничего не собираемся никого травить тут и не так много так дальше на масле тоже минут на самом деле сосиски на масле как будто бы нихуя не надо давайте лучше просто вот это вот так вот катану здесь да чуть-чуть масло его слишком мало чтобы его там что-то переворачивать сковородку не доворачивать просто вот так вот сосисками разговор короткий в целом удачи хорошей игры вам там тоже пускай они лежат что-то при жаре ваются just like this just like this солить перчить соответственно не надо по логике вещей не так уже соленые перченые там все по вкусу тут можно поменьше поставить шестерочку пускай доходят пускай доводится лук кайфанул тем временем немного полежал что из него случилось ну ну чуть-чуть чуть-чуть ошпарился ну хуйня полная конечно ладно да блять пускай он лежит здесь еще насрать вторую луковицу я использовать конечно же не буду помидоры огурцы один помидор один огурец плюс минус хватит а мы ты кстати овощи уже кайф так раз два три четыре сейчас работаем чтобы не сгорело ничего на хер 1 2 соломочкой хочу хочу огурец соломочка сделать что получится посмотрим так в целом ведь тонкой соломкой такой будет тонкой тонкой которую хотя нет так у меня получается ладно сейчас доделаю сейчас доделаю потом сначала с последним куском знаем что делать блин надо больше огурцов богу огурцов теперь просто чтобы не подгорело нихуя не готова абсолютно нихуя вот она журчит урчит но по факту ничего абсолютно не готова так граждане куски разные курицы поэтому лучше этот порезать и вернуть домой туда маленькими кусками буду доделать я не понимаю почему она не готовится пошел драк ну переходите началов я вот тут просто буду делать иногда на меня там запускайте если надо и говори мне тогда что меня снимают не снимают пока она мне понял принял короче маленькие куски вот так вот как мне в принципе технически уже близко к готовности как будто бы курица но мне все равно опять же вот в этом плане я пережариваю привет анджон на связи я умен на всякий случай можешь налить в сковородку водички и потушить кулачку после того как пожаришь это петербург это мне нравится это первых не пережаришь я так думал их точно приготовишь мясцо секундочку дредуля я не рафлю и помою овощи еще раз они про кипяток также говорили максим альберт андромеда я забыл сказать ты чего за лакшери шавуху с жареными сосисками делаешь для правдоподобной бить шавухи с сосисками ты должен был их микроволновайку засунь чтобы их разворотила к едрине матери факт а так ты тут шеф-повар ты и делай а я так на подпозде тупо факт не на вообще микроволновку можно было но я решил давай уже делаем как это самое ну типа блять дешманские сосиски это не значит что на из продуктов хуйню делать правильно говорю это значит что типа у нас ограничения сосиски чё с ними делаю но сковородка масло как бы есть у людей правильно понимаю у кого есть сковородка масло плюс чат здрасте дорогие друзья вот у нас начинается а вопрос быстро став у она слышно андрея то тоже или нет дряду нужно на камере показывает чтоб добавить свой фирменный соус в шивуху а там спасибо так и что ж ребят мы возвращаемся анализировать пики или анализировать сидеть коричневые сосиски которые андрей пережаривает очевидно если будет сухо дрочь мы будем короче немного и андрюшу критиковать чем он не слышит аврора против heroic heroic опять рейтит shadow демона все пом все три игры которые они играли против без костом был shadow dem они только в одной в одной игре было snap fire на пятерки shadow demon один из лучших саппортов который закрывает и он не на это и кучу our плюс solar все это можно снять одной ультой и зафокусить какого-то какой-то таргет супер приятно саппорт который типа и сэйвит и хилит блять и дизейблит и снимает много чего силов типов достает это же приятно очень рейдят также марса прошлый раз у нас на второй пик уходила бристалбек доту в окно зачем дота это главное событие блин раз мы собрались доты праздник доты мы из-за доты здесь сидим блин вы чего если бы не int мы бы вообще не приехали андрюха не стоял бы сейчас в колпаке не готовил хрючево какое-то все благодаря доте а вы доту в окно ну ну чего вы а лумпи вспомните какой праздник доты согласен так наоборот сегодняшний день запомнил запомнился благодаря лумпи естественно в этой игре вообще в этой в этом матче я буду полностью опять глорить за и heroic надеюсь сколько достанется какой-нибудь интересный герой с кофе лда интересный герой какой у него пул вообще ты же профессионал но ты говно полная то есть кофе будет играть на шадов демни скорее всего это не интересный герой поэтому в этой карте слишком много с иванет ну типа волосы и вода нужны омник типа прикольный не всегда линию выигрывает зачастую проигрывает блять а что у андрея за бьюшка нахуй в курице откуда вода взялась он курицу не выжимал что ли пиздец джужева а я согласился ладно я нигде не расписывался что это буду пробовать но это это под зачем он варит курицу а не жарит ее андрей это суп в лаваше правильно а может он возьмет знаешь иногда делают берут соус точнее вот эту водичку с курицей потом добавляют в соус ну образом не не только курица да может морепродукт какие-то эти поэтому при это придает соусу это знаешь как это называется безотходное производство да 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 все там ну то есть ты уже не знаешь закончилось можно деду похлёбку дать он в принципе видел и хуже блюда появляется титан и морф титана кстати мы практически не видим нам вот лёха на нет поехал был был бы много титана многое за мной забил вообще да не был был зомби я помню был зомби от торонто токио да и не единственный наверное типы на не те которые играют через зомби он доску после курицы не мыл даже для мужики короче альберт сказал я пойду пробовать эту шаву удачи альберт хорошо я покушал плотненько перед я вау кинга снуфчик здорово next здорово блин сколько ников знакомых орион здоров всем здорово мужики блин ломбардос тоже все все тут вы сначала прям смотрите твоему желудку да мой желудок видел и хуже вон еще и павлик ничего себе дека а хироик он ловашом лицо вытер я надеюсь что он не в него заворачивать будет а здорово ларисе так у нас детей блин детей вот очень хорошо смотрится титан но они же взяли дека после титана нет но и да а с ангаром и гель еще лавашек можно поджарить после закрутки чтобы так сказать зафиксировать форму шавермы кей кабам не слушай критиков готовка еды это искусство так же как написание картины главное как ты чувствуешь и видишь остальное для модернистов да но не опасно верно кого по хуй после чего ты срать будешь сразу же ты всегда одинаково все верно спасибо андон дрон так набор или даро наоборот дк же это хорошо против элдер титана уже снимать белого броня а у дк зеленая разве ну да вот эта пассивка это зеленая броня проебали для максон натуре девятка на крепкая ммэра было бы глупо да если бы у него была белая броня пикать дк тогда да это проёб ну значит они вопрос забрали чтобы в морфа его не пикнули оставался аппарат блин если бы это была бы команда бейт сейчас бы аппарат в мид просто от даниила как выкатился бы ебать через аганим и драгослов на бейт на интернете уже звучит смешно вот и смеешься а даня еще вернется обязательно как только вылезет он вернется когда будет призовой в миллионов четыреста да 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 и заберет и просто в такой заказ вернется когда выберется с моего рейтинга обязательно вернется а он с тобой да да на моем рейтинге примерно такой же ммр ребят пишите с какого города чем занимаетесь сейчас кто-то на работах то что дороски 20 елдан не пизди что-то из житомира я не верю тебе тебе не верь ммр не важен согласен полностью реклама реклама только что было на вебке андреях ничего ся там с краснодара чувачков шо это кубанцы кубанцы тут банцы блять ладно все я не буду так больше делать этот какой-то войс странный дурацкий андрюша что-то трусит в раковину блять невероятно это что это лук спасибо на выборе вкусненько есть красава андрей варвар чисто ему похуй так последний бан у нас от команды героик в целом вот если так вакууме посмотреть не пик герой больше нравится есть инициация в виде марса есть два подсейва жестких но и шадоу демона можно использовать не только как подсейв и даши дэмит да не это точно кинг джанглес а это точно с кофе вот на нем кинг джанглес на умни найти умни найти и просто концепция то есть идет марс первый с даггером прыгает дает арену и ну пошло поехало а вот что делать в авроре как типа подцепить как начать файт только секс марки но это пока пока сомнительная ерунда со 100 100 на автор титана тоже сомнительная то есть нужен им какой-то герой который будет инициатором еще у кирок прикрепляет это все штурм спиритом супер мне у них пик нравится и он пошел спереда с позицию марсу марс продлит все в это время так как гранится да да от вектора будет херачить потом не точнее в декабре кто будет херачить а шторм под репелом будет кататься по файту все круто как такер привет короче пик снизу хорошо ну вот сверху хоп является тони медовый тони наверно да да это медовый тони ларинов вот в прошлых играх мне не нравилось как он играл в прошлых играх это были игры верхней сетки не помню против кого фрора играла но конкретно игра ларинов а мне не понравился здесь он может да и он будет выполнять функцию того кто будет первым прыгать давать прокажешь за трястись да я вот думаю мне просто герой с кофе не нравится если бы это был таск какой-нибудь там тени но его героя бы затрясся и поболела здесь что shadow демон но ты совсем не мог но это швягород для докеров не тушу не его темка против него не хочу болеть и хочешь против скушил да да а вот такое это первая мапка да я вижу да ну надо посмотреть как они чувствуют буду все как альберт а то как задрот сидишь прощился если седу как альберт у меня у него будет видно хуй нельзя его до судить передаем слово андрею до выглядим будто гудок с аликом как заказали шавуху в дода и теперь смотрит как ее готовит на кухне алик там тебе на десерт еще будет вода с луком приятного аппетита так ребят ну чё самое время делать заворачивать шаурму бюджетную значит что мы делаем во первых кичин с естественно один к одному мази кетчуп вот так вот супер что может быть лучше кичин с значит бам-бам-бам-бам-бам вот он тот самый тот самый ничего не добавлять мне кажется не надо не пе хотя можно перец по вкусу наверно добавить но это как будто бы чисто по желанию брена может реально ебану чуть-чуть перчику я думаю что чуть-чуть для вкуса бахну мужикам же делаем правильно правильно сейчас чуть-чуть чуть-чуть буквально поперчить оп достаточно так вот она кичин с готов что мы делаем сначала какую-нибудь капустку я не буду сначала хотя можно соусом ебануть сначала но нет лучше наверное чтобы не намокала это залепка мы чё-то сейчас не ням-ням-ням не мокрая постелим снизу типа капусты типа капустки хуяк хуяк капустка есть дальше блин помидорки мокрые давайте огурцы сначала огурцы бам-бам-бам еблась еблась готова огурцы есть дальше помидорчики помидорчики аккуратненько наверх конечно чтобы ничего не упадало готова помидорки на месте лучок секунд до начала сражения аж паренный много вероятно не будем ну вот так вот достаточно будет да бам-бам-бам готова дальше сосисочки сосисочки здесь их стоит порезать бум-бум-бум-бум-бум вот они мои малюточки битва начинается горячие это напросилась так ну предположим четыре штуки на одну алик привет тебе из города армавир кстати у нас во дворе со всех машин сняли это ты признавайся поменяйте пожалуйста размер окон андрея 90 размен и 10 доты так есть пробитие и дальше сверху естественно единственный неповторимый киченец готово это можно выключить уже курица сто процентов готова теперь я херово знает что с этим делать будем импровизировать так тут семерочку поставил пускай нагревается сейчас тут 0 но пожалуйста давай быстрее 0 там же процесс идет овать все 0 и на всякий случай еще убрали так точно 0 так нахера я это в центре сделал тоже немножко непонятно но хотел от нашу не бать ебать и не сверну что какую-то штуку поехали начать смотрите начинаем отсюда бам 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 вот так вот вот так вот бам бам блять но это какой-то жирнич будет а не шурма нихрена ошибка была допущена так сейчас секундочку похер что вот здесь мы сейчас видим потому что в конечном итоге будет лучше сейчас пускай она подлиннее будет лучше вот такая вот вот так вот вот так вот супер супер да девочка да да теперь опять же бортик сделал бортик сделал помидор обратно раз два три четыре блять как ладно нормально ну так вот вот она пошла родимая отдыхай хорошие мы отдыхай все она пока отдыхает здесь переходим на доту потом на шабуха будет как будет готова мы покажем ее опять так ребят мы возвращаемся здравствуйте андрюшку немного выключим он уже ставит запекаться или что это я не знаю что за принцип у него обработки температурной наверное это жарко все таки что мы видим line морфинг плюс титан не сказать что это какой-то сильный line просто просто герой терпит и потенциала как такового нет да в медиа аналог просто высушил ларинова по креста то вроде как поле менее равны но по ресурсам ларинов очень сильно позади если кто-то из саппортов сейчас выйдет заберет еще ларинов рону воды то стоять ему будет крайне тяжело аналог вообще монстр ему похуй вообще увидите не блять там лумпи не лумпи нас не играл сегодня ведь не похуй что там ларинов лумпи все равно всех от пизде мне красавчик он хорошо сильно играет мне очень нравится не верил я конечно первой встречи здесь получше выгоняет омник отсюда да не особо неудобная линия как бы два милишника уминает плюс dragon knight их в обмирана просто расстреливать выбивает ресурсы но понятное дело с драгонатом тебе посложнее вот у меня это расстреливать нет никакой сложности плюс мы видим что кью подфармливает номерами вау ошибался да убили потенциал вот тебе показали мужики убили с кофе лда так чат а кто очень внимательно смотрел там курица до конца прожарилась скажите пожалуйста съедобная ли вещь или все-таки это как суп кто-то после этой шаухи про дариста вообще нет почему так много нет теперь много да нет с запасом то есть она доходит медиум вэл медиум вэл курица или скрою кукурочка медиум рар окей не вискуй я чуть-чуть ну вообще это будет подставах он меня заразил еще отравил потом курица это пиздец что 3 бля гонорея пятая минута началась ночь можно попробовать выйти куда-то под мид как раз таки это и пробует сделать и патма мы видим что она в лесу дайр бегает ставит вард и начинают фармить крипов плюс будет готов проконтролить верхний урон и кстати умом поворовать эти большие кемпы для мидер придет а там вот это 30 голды стоит на которые впадлу ман утратить с кофе тоже смещается на своем что демоне стакнет двойку и тоже выйдет на нижнюю рону при этом мы видим концентрация 6 героев 2 мидера и четыре саппорта сконцентрируется вокруг рун шестая руна ларинов заранее выдвигается в бот и ему везет он лутает себе аркан рону шторм хотел бы конечно такое взять и кого-то генчнуть опять же марфа ему сложно гангать на топе что-то придумывать ой ускорение хорошо способ не хочет лишние ресурсы по здоровью терять до этого титана лучше остановить сразу мне кажется если можно куда-то сыграть лучше сыграть под топ что первый потоп шторму наверно потому что марфа да тяжеловато убить плюс он стоит с титаном которого есть стом и на бот наверно стоит прийти когда уже удавала будь 6 лэвл будет арена копье видим что с кофе много нас такого двойки тоже можно кстати за контестить претеста кина на тени тоже опция мунутся в бот именно я думал алик привык есть из корыто и без рук а он такой разборчивый тут сидит я в ахуэндрюха старался вообще на мужики бьем из корыто без рук смотри макси перебил чё там супер важная информация была про не я крыта я вроде все сказал что хотел начал фармить стаки шторм он понимает что если он сейчас их не зафармит то аврора могут прийти буквально с двух слов все это забрать стаки зафармли на аналог 7 level есть ресурсы нужно законтролить обязательно 8 урона ларинов заю зал аркан руна и бежит никуда он не бежит он фармит начал фармить тоже джангл видимо там тоже на стакана в это время забирают джапса но аналог приехал приятного хороший ганг от аналога и выход на верхнем контроль верхней руны там уже ждет ее кью кстати как мы видели номера не бегает по рису не стесняется фармить и больших крипов тем самым у него самый большой на творце и саппортов выход по очнику очень мало урона как-то а нет ну ладно очень бедно выглядит кунка среди всех коров ему явно фарм не хватало да у него ну у него линия такая не очень хорошая была мирана она какая бы хорошая не было он все-таки больше отходил куда-то там в кустики его одного оставляли его парк отца были плотно номера на поначалу может харассе за счет того что она единственный ренджевик на этой линии а потом мирана просто его покинула минутам с пятой минуты мира не было на топе она просто в лесу стрелами добивала крипов и он остался один и за счет этого он просил наверно так сильно андрюх сможет шаурму в корыто положить я без рук привык есть просто скрыто он не слышно вернее видимо нет надеюсь там не не будет лаваш как сосиски сгорели каши с такой двоечку в это время хектор уже 4 лв пассивочки имеет огромный сплэш и может вполне по себе покинуть топ идти фармить джангл но у хектора свои есть шаблоны да и мы он показывал нам в предыдущих играх что такое корс топ-1 над ворсом неважно стоит твоя команда или нет я заметил вроде как он постоянно стоит возле т1 и фармин просто два компа line потом два других компа line ну да и вообще не двигается маршрут статичный он такой понял менее затратный впад двигаться такое чисто чел на зарплате сидит но зону комфорта создался борту должно быть как бы готова к тому чтобы прийти к нему и подсейвить необычный выбор артефакта у нас гектор антонио аратригес берет на dragon knight и армалет когда последний раз увидели армалет щит билл щипануть ноздрями своими каменными щит успел взять варенов варенов и не убить с коммитились четыре героя в мид то я не парюсь газировки вычаров серьезно думаете что у меня за дело про корыто я реально ебалом хряч ловил куриный сырой курица на моя пенель немного андрик от андрею нужно немного импульс как инскилл они как инскилл всем удачи тетей к счет надеюсь line в туалент не будет лом спасибо мужикам четвертый десяток сидят смотрит как молодежь гремлинов по экрану гоняет а я вообще смотрю как мужики смотрит как молодежь еще и кидаю пиздец пиздец ты сам же самый проиграл известный дуб подумай думаете для тут ебать кукуруза зарика газ куда денежный какой-то поток найден дк но ты хорошо иметь что-то у демна что может стакать два компа много раз мне кажется особо не по и балла была менее довольная чем у этого дк от того когда хрючево полетела внутрь здесь тоже кстати зеркально но более скромно но как бы более так медленно да подожди вот еще молодые подходят снизу с какой скоростью тк зафармилась какой скоростью кунка это last игра нет после этой игры нас ожидает матч team spirit против extreme game это хороший очень хороший самый крепкий наверное на матч за за день будет наши погибли не против сеньки ухами компании сеньки вчера нам показывал вчера это было да да вчера нам показывал нет дожди поза вчера нам показывал сеньки сларка четверку так что может быть что-то необычным увидим хорошая ульта шатур демонов и статую гречу скидывает но команда не может никак помочь его начинает видеть дать еще живой живой мужик или чего от силы аналогу урона прям хочу люди будут умирать у него у этих у героиков или нет хотя на них очень хорошо подрались герои на не говоря шату демона смогли споржить щит на тени и убить его и это все без подключения вектор антонио радриса ничего не слышали вы успокойтесь хватит искать эту лазейку я залагал просто микрофон что-то шипел интересно битва бомжей ну мужики интернешн вы чё длю запекает сейчас лаваш у меня друг на 5 под к птс 5 компов стакана шитая но это можно сделать за дар как за шеде так и за нового клоуна баррид лаваш надеюсь в том в том соку который с курицы выделился это были слезы курицы потому что на баху и было на менгу делал по 7 стайков компов культом стакать пашка до было лет 50 назад или недавно это важно потому что тайминги поменялись 7 стаков да 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 27 ты делал стаков на инге когда я уже блять прокашляюсь до конца я заебался или ты имеешь ввиду 7 стаков подряд типа на одном месте для как тоже не сложно я полгода в доту играю уже калибровка полтора к сейчас уже 6к так 6 к это же примерно сколько 3000 блять вчера было сколько там сейчас блять 15000 ммр примерно в доте бля вечер кайф смотрю любимого стримера пиво в руке сиська жены в другой поста лежим смотрим а нас вчера иногда попердывает пахнет пиздец салатом каким-то но ничего мне похуй я челю ведь мой любимый стример играет в мою любимую игру для новичка 6 скорее да я не думаю что новичок просто он линейджер который вернулся в доту кто играет это аврора против героиков не самые сильные коллективы интернешнл я понимаю но аврора это представители южной южной азии до героик это микс из игроков европы и южной америке оба региона не очень сильные сейчас передаем слово андре у него что есть что-то сказать вам не рассказать а показать сейчас будем собирать другую шавуху значит баба богатую богатую шавуху значит сколько нам нужно примерно это самое бам-бам-бам чик-чик хуй его знает честно говоря давайте вот такую соберу как-то вот как-то так вот так вот так вот так вот это поплотнейшая ухо надеюсь не будет разваливаться трескаться и так далее и так вот у нас есть ага вот сюда будем наваливать во первых соус естественно пускай сейчас мы ручками быстренько его сделаем чуть-чуть мазика что-то какая-то сметана у нас здесь есть масло не надо немножко киченеза заебись похуй не лишняя чуть-чуть масла добавляем сметанки дальше значит конечно же нашу соль с чесночком соль с чесночком ага соль с чесночком где-то гранулированный чеснок еще был отлично доп чеснок который нихуя не открывается нормально четко чистой пряности блять кайф на кухне нужно работать быстро ребят чесночок захуячил перехуячил немного сейчас балансируем вкус если что сметанкой забалансируем вот у нас получился соусик сейчас что-то хуйня какая-то редкостная но сейчас секундочку попробуем да блять пойдет плохо так все то же самое только за исключением некоторых вещей во первых вниз хорошие какие-то ломтики множество хуйни да дальше вот это вот чуть-чуть огуречков навалил огуречков чуть-чуть и маринованных тоже огуречная шаурма будет и как бы как это блять называется забыл вот это вот хуйня ну вы поняли так навалил помидорки отсюда разгребаем доброго времени суток ребята доброго максимилиан годок будет ли на ваших стримах перепрохождение замечательной игры детройт become human или вам нравится быть со у них и находиться энту санта в the world маятник фукоин да микс на рекорде горнила циркумфлекс кэрик хатта тогай здесь я заебись морковочка чуть-чуть ребят чуть-чуть морковки корейской это никогда не лишнее вообще бахнул морковки корейской чик 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 сюда сюда готова дальше зелень не порезал быстренько возвращаемся к этому моменту чуть-чуть зелени обязательно обязательно как-нибудь вот так вот типа да такой взял ее сжал много не надо чуть-чуть чуть-чуть зеленушки заебись наш великолепный соус ничего не забыл что-то забыл не нихуя не забыл нормально пойдет так наш соус фантастический не хватило его них рена ладно это будет секретная шаурма ребят с одной стороны соус с другой киченес такие решения принимаются прекрасно и конечно же мясо вот она кто-то говорил андер кухне нихуя побольше мяса у нас там мужчина работают все таки правильно дело серьезно калорий много тратится миска захуячено нормально да еще чуть-чуть ну вот еще чуть-чуть ну еще чуть-чуть нам не жалко блять так есть сковородка разогрета дальше мы делаем все то же самое чук чук немножечко ее подбил по размерчику закрыл и пошел чик это такая жирненькая будет жирненькая шаурма плотненькая квадратик я называю квадратик отлично все на сковородку скоро приду к мужикам и угощу их своей шаурмой боже спасибо андрей спасибо андрей спасибо спасибо ты нахуя биф велик там лаваш завернул блять и жаришь его на печке тем временем у нас хироик то ведут 6000 аналогами это мега килл бегает по карте по трипл всех уничтожает никто восстановить не может ларинов как я и говорил вчера это играл не самым лучшим образом и сегодня тоже выпал из игры 8 8700 летворс для мидера очень мало я что ломинов сдает позиции оба здесь марсианин он же когда пришел в эту команду он прям выдавал невероятный форма у нас до в качестве стендина он был на одном из турниров когда не смог кто-то из авроры поехать потерять так морфа около базы ну ладно тайминг пока маловатый для респауна все таки двадцать первая минута ну могут потерять еще это от армянтор уже забран да тормянтор не могут взять гектор кстати не стесняется марк до армалет бкб сэнжи яша и да и далос full dps а дпс этом очень много раньше репел давал силы а сейчас дает ли репела силы базовый бонус к силу 20 удается силу дает а это факт альберт до восхищаясь твоей смелостью попробовать шавуху андрея перед первыми выходными за весь каст это не просто смело это пиздец как смело да кстати там в донате спрашивали меня по поводу детройта я его два раз проходил уж в это будет третий раз норм шава получилось что вы соус так хуета чувак пишет чате ну ничего страшного улица есть овощи есть чудо ебались но соус ну к соусу можно при доебаться как бы хотя бы один минус найти в этой шалухи сухомянку еще хуже было бы ну кичуне с плюс сметанный соус но что-то сомнительно прям так атака ларинов немножко косплей на лун пипа на ужин кида может быть это не ларинов лун беды мужики не доиграл еще немного натуре не можно нов и сет такой же блять и геймплей не поменялся дт на шторм я олег сейчас будешь есть кислинку от маринада моркови и огурцов чесночный соус состоящий на 80 процентов из чеснока и кичунеза приятного ебать приятного аппетита я что этот пиздец у меня аж кашель вылетел назад но я чуть-чуть с краю так поем я так плотненько пообедал что наверно шалуху не хочу сейчас попозже обязательно попробую господин режиссер а у нас есть дропы дропы говорят шакалит блять не у нас здесь норм все а вот там на трансляции дропов ноль чай ну мы чат обновите страницу я не знаю горят ноль дропов там там тара-та-та-та-та-та-та-та а можно вот воды какой-нибудь вкусной можно шаверма на самом деле кайф я бы с огромным удовольствием порвал бы ей себе фуфло в туалете кушаем брать можно можно тоже кока-кола и ведро андрюх а тут одна богатая 1 да это нищая по ним добра давай с нищей начнем чтобы перейти более богатой у меня нищая шавуха развалилась с одной стороны и полностью промокла с другой чисто лука выебал нет можно почему я просто шеф который ждет шутками а такое кулинарное произведение только из корыто без рук и есть а можно план можно план смотри какое какая текстура ты показывал кадр нет как там делают блогеры короче фокусе что мы переключите камеру ебать-то подлей смотрите какая текстура вы видите все размеренно немножко такая не сиротская сразу скажу может на ясно примерно человек 5 пробуем фуратная овощи уебал час соус еще с момента как принесли вот только сейчас я проглотил потребовалось примерно раз 50 проживать вот это не так было москве ну листы капусты которые нашинкованы примерно как вот наш квашеная капуста такие огромные меньше крошек попробуем теле это выгода ты сервис у вас ресторанчик вот это богатая шаверма да с курицей это богатая чай соус хочу туда попасть заебись чесночок вот это нормально богатую шаверму можно рекомендовать будет она неплохая он не просто богатый называется сосисками в общем только будет даже овощи лучше порезаны богатый единственное хватает богатый шаверме это как будто поджарить лаваш как будто вот с этим моментом не не особо напрягались на длише доту в окно для вот курица я не знаю говорили типа будет доходить чеснока я вообще его не чувствую это брат вот это нормально вкусненько колбаса хуйня ну бля колбаса химия ничего не вообще нет нет блять где развернуться я эту начал поджаривать но она за секунду сгорел нахуй я в другой приложил спасибо приятного аппетита супер у меня реально чат у меня готовили к чему-то жесткому с курицей заебись ну дешевая шаверма с колбасой полная хуйня а вот вторая ничего причем я въебал пиццу ну не 4 и 8 я бы сказал я въебал пиццу еще шашу хавы не то чтобы доблюсь просто сосиски в честь я не пробовал перемене тоже тут прям нормально короче если андрюха когда-то в кулинарию уедет рекомендую шарму с курицей дальше остальное не пиздец в соусе какая-то мешанина курица положил как народу солдат у тебя ребята этими ртами работают у них рот устанет это все жевать на хуй слава богу хоть не в бумагу завернуть ебаный в рот думал будет повар и влев получился судья дред на хуй неплохая шагер здорово дядька рад тебя видеть хорош пиздеть на андрюху он старается как для себя делает на прозов войске с душой вы на хлебники только плаки-плаки так и плаки-плаки мы же сказали охуенно желтым я ем сужу учен нахуй вкусно блять когда вкусно тогда вкусно а уж андрюш я дропу знаешь почему не потому что это невкусно даже видишь и не наебывает если они пробовал пельмень блять я его не пробовал тут вкусно пошла пиццу съел спасибо спасибо альберт ябран я это улит сюда сосиска хуйна полная спасибо спасибо а может это на контрасте вы наш он дал нам сосиску шавуху сосиской хуйню полным и на контрасте чтобы был голодный я бы это это проглотил бы тут видишь не наебать судью я судя в том в этом моменте получается я так чисто вбросил так-то хуй я нашел точно точно мнение тоже ванного пиздеть не будешь о что за день сегодня такой вот реально праздник дота сейчас ощущается до норм шавуха вышла только чутка не получилось в выборе мяса приготовление мяса нарезки овощей приготовленных соус выборе лаваша укладки ингредиентов промазки соуса заворачивание шавухи и финальном прогревании а так все очень даже на уровне не а курица реально короче она не сухая и она прожаренная короче но не то что да у нее там есть степень прожарки как у говядины когда готова я чё за г.г. они написали г.г. просто ебать тильтасьон текстура из гаррис мода соус из чеснока шеф стоит сбоку ждет что победки со стола до грызть чумной барак во всей красе осталось кишечный гриб схватить позвать антоху и откинуться всем селом антох приходи мы шаурму сделали если что готовим антох если смотришь залетай слушайте ну чё закончилась одна активно закончилась игра сейчас на следующая какая-то что у нас будет никитос чем где я саню кстати говоря ребят у нас если что в телегах не так понял или в телеге очень древние космосе на все наши среди нас розыгрыш во первых происходит ежедневный розыгрыш в котором можно принять счастье и выиграть какой-то кусок одного миллиона рублей фрибетов вот а кроме этого еще там остались билеты на поп стом они также разыгрываются больше уже билетов нет в человечестве в помине а там остались поэтому регайтесь в телеге значение подписываться наши телеги и улетайте билетики а у нас говорят что сейчас активность ребят значит как называется бихолт бэлл а можно понажимать понажимать надо мышку я могу тебе мышку дать либо понажимать сам не я не хочу нажимать ничего я буду нажимать только это очень далеко ребят еще короче когда билеты все разыграются мы еще разыграем шоуху да она будет на поп стомпе вот именно это которую готовил андрей то есть не какие-то другие люди мы ее завакуумируем естественно да чтобы она доехала мы разыграем вот там где как раз кусал андрей и нищую и богатую вот обе мы соединим в одну скотч просто снимите короче и можно будет дохавать и вкусить вот этот delicious да и еще мы у нее возьмем интервью в одном из перерывах ты думаешь она самостоятельная будет она уже может да начать снилсом за все хуйня дико извиняюсь за кашель можно играть бихолт батла бихолт батл появился да а в щелчки мы не будем хочешь пойдем но она прикольного как будто бы еще давай давайте только надо шаву нести наверное либо просто кусками курицы хуярить уже будем ну да надо убрать ее я просто очень наелся и отдохавал бы серьезно и ты не можешь встать и по этому поводу блять и алтарь и подписаться не можете сказать я не обижусь там тут просто это комплимент для повара был спасибо да большое так чё поехали давай так нас банки валяются почему блин очки я правда не помню сколько был он был начал несём эту хуету быстро спасибо мужики за здопонимание нет вас будет слышно всех час не дышим а что это мы разминаем что а что это море я просто поставлю там альберт вставала нет что-то развалились то по очереди себя быстренько белые начинают белый начинать всегда но это кстати это аматорский мув красава в 4д ебанул мне жена из соседней комнаты аромат шавухи услышала мисс кузи а булки можно отрывать я и булку не оторвал оторвал одну я вижу одно оторвал одну можно главное чтобы хотя бы одна булка оставалась пиздец стену быть ноготь 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 так ты ебать ему помог сейчас так что там двигаем больно баланс 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 на кукол 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 еще одна черная нужно давай хорош сука нахуй это по твоему удар вот это удар соль сейчас блять соль будет давай бля эту как-то не зацепить же что это все в одинаковых условиях все в одинаковых условиях мимо сука садись вас оберта короче вот это вот закрепка блять она засейвилась 4 очка 4 очка у меня 4 очка у меня 4 очка 4 очка ваще надо изначально играли партия один играет сначала ходит а потом 2 ходит а потом меняемся чтобы 20 раз не перед двигаться но как я сижу 2 я не понял ну типа мы с тобой сыграли ты сходил белыми а потом да и за да хорошим а что делать как что-то делаешь чё а ты хочешь бить и все понял я думаю как обратно щелчок сделать самый душевный посидел тогда носом сопли повтягивал в окно харкнул тут почапкал там рыгнул чисто наш слон спасибо со звоном похоронная была его здравствуйте мальчики накормите алексея воздухом пожалуйста мне совсем не нравится его внешний вид кажется мальчик умирает они он в порядке вот риски а подождите а у нас сейчас потом следующая катка спирита экстрим будет последняя встреча ой кайфер все на все двойную можно да пожалуйста дать максим не промах нахуй я смотрю алткаст по этим причинам машна в домино машна со словами машна с колесом здоровый пельмень андрея проникновение в холодильник гудка сончик на рот алика у меня 5 кружок макроме и скрепок ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк Продерженный диван, забив в химках Спасибо большое за донат Ну примерно такие вот у нас были Спасибо Четыре у меня вроде как, да? Давай Парни, я предлагаю Чтобы у каждого был один купон На скип наказания с заменой его На песню в караоке Алику серф Ты меня любишь, Максику с его усиками Зеленоглазое такси А я предусмотрю свою А тебе, конечно же, привет Андрей или Леха, мне без тебя так плохо Братья и сестры, кто согласен Плюс анити Спасибо Спасибо Тебе понравилось, да? Да это разъем Ты в порядке, а? Я не могу, блядь Да Это пиздец какой-то На Ёбаный рот Блин Дед, живи, блядь Ну да Съездил в Москву, блядь Блядь Пизда 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 В смысле? Ну там рука Ты сам руку так держал Ты сам? Нет, 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 нет Друг она вылетела Да он сам руку держал так После игры в ЧП Масатор Масатор Не спешите меня Вздохну нахуй А что это за прыжок был? Да, вы давайте Потому что это Ху-мя здесь Неправильно Ну да, там Это Бугор Ты сделал? Да Если бы не стоп 120-летний Осуждаю Сайф Шесть очков Спасибо У тебя сколько, Макс? Ноль В смысле? Мы же продолжаем, нет? Кого нет? Ти очки Ага, да Сейчас В смысле, да Когда мы выиграли, все обнулилось Я в прошлый раз выиграл Разве? Да Тогда у меня сколько? У меня два тогда было Ну сейчас у тебя сколько? Ты два? Два, я выиграл Два, один раз выиграл, да Сколько у тебя сейчас? Два А у меня шесть Ну сейчас я две игры доиграю Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой И вот сейчас И вот сейчас Check this out, guys Some real gangsta shit, man Не попадешь, естественно. Андрюш, это удобная самая, ебаешь по этим? Неплохо. Четыре. Че по таравтам? А вот у меня, а мышку дайте, пожалуйста. Спасибо. Окей. Давай. Я, да? Ну, белый, белый, белый. Сука. Привет вам от легенды центрального коридора хорошего стрима парни. На похуй ебнул в тильте, блядь, я видел. Спасибо большое. Легенда центрального коридора. Спасибо. Ты дотронулся. Нет, тронулся. Ты хочешь меня байтить, типа? Да, нет, нет, нет. Оу, шет, ман. Шесть. Шесть. Так, я иду играть. Шесть. А у меня, я у тебя проиграл, да, в итоге? Да. То есть, у меня тоже шесть. Шесть-шесть. А у тебя, Макс? Ноль. Спортсов. Быстрая. Не семь. Не, 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 не. Я неправильно считал, потому что я не знал, что обнулилось. На верочку. А почему они не выкидывались? Я человек, который идеально рассчитывает силу. Пух, и все, нахуй, летело. Где-то еще белое улетело. Нет, вот, он достал две. Давай. Я взял сразу. Смотри, две нахуй идут. А, не, подожди. Раз, два, два. Поехали. Че, я? Ты чего, блядь? Все, все, все. КЛХФ. Что это было? Блядь, блядь, Андрей, ты че за руина? Я пытаюсь. Парни, смотрю вас с кайфом какой-то день, чурка, сегодня. Сурка. Осуждаю, я думаю, услышалось. Есть. Восемь? Восемь. Альберт, у моего дела такой же кашель был, когда был на даче у него. Но через два понедельника, к сожалению, дача стала моей. Да. Давай, идем. Шуточки, все. Нет, это мокрый кашель, ребят. Это... Мокрота, мокрота. Что-то типа на... Сухой кашель, это плохо. Мокренький такой, это прям хорошо. Отхождение. Нет, кашель в целом нехорошо. Да. Поехали. А, я... Ты белыми, давай, бахай. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Блять, ну зачем я целился прям в эту? Это полная херня. Ты понял, да, мой мув? Как делать надо. Ээээ. Нет! Нань! Андрей. Здорово. Блять. Здорово, Алик. Здорово. Здорово, кудок. Здорово. После прошлого кашля. Возможно, с Аликом последний раз здороваюсь. Спасибо. Вам, мужики, за стрим. Сейчас будет конкурс для вас троих. Каждый по очереди говорит спасибо. У кого будет самое пиздатое спасибо, тот не хуй. Поехали. Тот не хуй. Самое пиздатое спасибо, но тут надо постараться, выражаем. Спасибо. Сцена, если тяжело перебить. Попробуем, Макс? Спасибо. 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 Две улики? О, шит. Ты куда, блин? Да, шит. Останови. Шит, мэн. Дафак это? Ээээ, стойте, стойте. Да чего вы так научились играть? Все в одинаково. Штут, штут, верни. Ну вообще, согласно правилам, ты можешь поставить ее куда хочешь. Согласно правилам, которые я только что придумал. Ну ладно, где она тут стояла? По-честному. Штут. Нормально. Что это, блядь? Ты выбил свои, правильно понимаю? Да. Да. Одна булка стоит там? Есть. Булка стоит. Альберт, подожди, подожди, при чем начнешь? Вот здесь пальчиком проведи. Чек. Что, ладно, там дота пошла? Да. Мне победу записывайте. Записывайте мне победу. Победу. Я второе получается, да? У тебя сколько, четыре получилось? Я в третьем месте здесь, да? Мужики, ни одного пиздатого спасибо не было. Чего? Три хуя без негатива. Но за этот донат тоже можно поблагодарить и реабилитироваться. А у тебя тоже хуевые донаты. Вообще-то, честно говоря, ничего интересного. Да, гусь, обычно смешно было, сейчас так себе было. Но спасибо. На хуя без негатива дальше щащил Баева. Спасибо. Спасибо. О, в этот раз, в этот раз. Что тут ему находит в команде? Аврора. В этот раз, в этот раз. Так, а может балкон открыть там, чтобы на хуй спазняк был? Так, вот так. А он открыт, наверное, нет? А, он открыт и все равно вот так? Да, и все равно жарящий. А ты против вентилятора? Мне пофиг на него. Давай, Павел. Человек против вентилятора. Извините. А, ты так, типа? Да. Да, не, не дует. Нормально. Давай поставим, знаешь, двоечку. Поставим лайтовую. Вообще, в теории, смотри, вот отсюда идет воздух. А если мы туда поставим вентилятор, и воздух будет согнаться. Еще сильнее тянуть сюда. Из жопы моего. Ой, сухачку. Извините. Ну, что, мы попробуем? Чисто в теории. Там розетки есть? Да, сейчас найдем. Ага, тут одна занята. Да, забей хуй, Макс. Короче, мы создали циркуляцию. Оно вот так вот сейчас будет, блядь. Я вот сюда. Я как на канале вот это вот включаете, знаете. Вы искали что-то посмотреть по телевизору? А? Да похуй. Это далеко уже, наверное, мы не дотянемся. Сейчас канал вот этот там почистим, почистим вам сейчас. Алло, Галина, как там тепло пошло? Вот пошло у вас, да? Чувствуете, темечка, темечка напряглась? Вообще не знаю, как работает. Вот когда у меня была аллергия, один из советов был, когда ты живешь в квартире без кондиционера, это взять простыню, намочить ее мокрой водой и за место шторы накинуть. Слышал такое, да, это прям когда малой был. И прохладный воздух, и при этом вся пыльца собирается. Но как это работает? Сработает ли в такую жару у нас душную? Так, Earth Spirit. Мокрой водой, ну, блядь, вы поняли, что я имел в виду, холодной водой. Холодная вода, все, отебиться. Холодный, холодный. Earth Spirit у нас FP для героек, герой для аналога. Две игры сегодня с ним выиграли. Настолько имба, что стоит его пикать, да? А ну-ка. Зазырить надо кое-что. Так, Верка в банах, да, Нага тоже в банах. Блин, выпустите хоть раз рыбу посмотреть. 100% на ней кто-то хуёво играет. Он не знает еще в банах с таких героев. Бабка-бабка мне не нравится, не знаю. Я впадлю. Добрый день. Беспокоит вас Зигмунд. Я провел небольшой анализ крупных блюд от Андрюлика. Мне кажется, что здесь присутствует определенная связь. Поскольку вы уже не первый день вместе и явно был интим, хотел поинтересоваться, верны ли мои догадки. Присутствует ли корреляция комплексов и размера блюда? У тебя ошибочное мнение, брат. Привет, Андрюша. Хуй будешь. Привет, Алик. Хуй будешь. Привет, нет. Привет, гудочек. Шоу, мы с сосисками будешь. Попробовал уже, попробовал. Не понравилось. Так, тусик тимбер. Тусик тимбер, кстати, прикольно. А можно немножко потише? Спасибо. Ну вы громкий, пиздец. Кто дерзкий? Вы, блядь, что там орете нахуй? Насказ здесь, блядь. Мы работаем, блядь. Тут это самое, блядь. И вы тоже нахуй работаете тут, блядь. Ого. Блядь. Короче, тимбер очень хорошо выходит и против бабушки, и против форспирита. Это прям вообще уникальный перс будет. Вопрос. Какая позиция? Ну, тимбер плюс закрывает еще героев. Флекс. Ой, ну еще один силовичок. Странно. Почему? Ну ладно, 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 ладно. Пусть набирает силовичков против тимбера. Ну, тут такие чисто бумба-лумб, жировик тим на топе. Здесь такое больше на исполнение. Может быть, какой-нибудь процентажный хил мы возьмем наверх, типа феникса. Или... Еще какой-то герой был, который очень хорошо работает с толстыми героями. Под фейти-диктом Оракла можно выйти с арены? Нет. А под репелом да. Да? Да, да. Шарипел дает бэкбэн. Блядь. Все по пизде? По полной. Ну, не все, не полностью, но по пизде. Так. Спасибо. Нам Керри нужен, да? Все верно с мокрой шторой. Ничего лучшее сварение влаги для охлаждения не придумали. Хандии работают ровно так же. Вся Турция так в шторах. Влажный хуй тоже можно подвесить к окну. Спасибо. Так, ну что, давайте Керри какого-то показываете, или вы все-таки САПа доберете? Земля точно мид. Ну, у них ничего сверхъестественного не получится. Вряд ли это Марс Керри будет или Бабка. Поэтому это все по классике. Вот, Феникс, презентажный хил хорошо заходится. Это прочитано Максон. Ты же сюда его хотел, правильно? Да, да, да. А может, мы вообще вентилятор выключим? И чисто этот будет сейчас воздух с улицы? Или та хуйня? Ты боишься, что продует? Ну, я думаю, да, что он-то что-то так дует. Давай попробуем единичку и посмотрим, что будет еще. Или прям вообще... Давай попробуем вообще вырубить у нас на сквозняк. Может быть, сейчас воздух с улицы зайдет холодный. Я могу его просто труть туда, чтобы он вот так вот воздух тягал. Давай вообще попробуем. Вот минут 10 посидеть без... Спектра появляется! Что для Абро? Кого? 23 Севедж будет играть на спектре. Приваги! Так, это же мы можем пососать очень быстро. Мы очень-очень быстро можем пососать против верхнего пика. А куда? Тупо Боров? А, реально тупо Боров, инспекторы. Ну да. Наш слон. Неженки вентилятора боятся? Да не, ага, если мы не боимся, мы просто уже прошли некоторое дерьмо. Я боюсь. Ты боишься? Да, я боюсь вентиляторов. Короче, просто не хочется усугублять. Мы и так себе тут косые больные. И будет еще жестче. Максон переживает, потому что он неделю назад заболел, но у него иммунитет от какой-то там заразы выработался. Но повторно лутонуть всегда можно. Нет. Никуда ничего не наливалось. Что у нас осталось сверху? Получается, что? Корр, да, 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 да. Очевидно, корр сверху не хватает. А снизу нам не хватает либо мидера, либо это ларинов на Timbersole. Ларинов, скорее всего, Timbersole. Ну вот я тоже думаю, что медовый Timbersole тут неплохо. И просто тройка нужна сейчас. Да, просто он что-то настроит осталось. Он стоит против Air Spirit. Кирита комфортный мы вообще. Из троек в бот. Очевидно, что-нибудь с БКБ, с ранним БКБ против таких героев. Что-то... Бля, я вообще не приходит на умничею. Там много всего забанено из такого, что вот играет сейчас на Инте. Enigma — это ауры. Ну, кунки какие-то. Ну, кунка, но сюда вообще непонятно, как заходит. Да эх, ни хуя себе, что за пики тут. Бля, это прикольно. Через какой этот... Darkseer, спектра, значит, да. Апсюдуйте, что Darkseer, маленький на пике. Ну, Lime Darkseer с таском будет. Фениксу не очень приятно на такой линии стоять. Потому что они не бьют с руки, они могут просто с щитами выжечь. Кстати, Биз, да, был. Тролль. Тролль. Нихуя тут керри. Чего себе тут керри. Что спектра, что тролль. Ну, тролль еще хоть ладно, но спектры так давно не было вообще. Ну... Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Что, Максон, тебе не нравится вообще? Да, у меня и с той стороны экспериментальные, и с этой стороны экспериментальные. Вот как сверху идея. У нас жирные герои, сзади нас Феникс, который нас хилит. А снизу, вроде как, против этого всего есть Timber Soul. Что очень нравится, но сомнительная спектра на Коре и Darkseer, которого мы не видим совсем в этой мете. Поверим немножко в роли. Феникс разбивать нечем. Это, да... Есть такая проблемка. Еще в теории спектра может разбивать яйцо. Может, но... Ты всегда, ну, какую-то манту должен держать, или БКБ. Да. Мне особо приятно выходить. Вот яйцо арена, качественный очень. Сетап. И если не ошибаюсь, то ли херой так играли, то ли... Вот недавно буквально был... Несколько подряд были Марс, Феникс и МК. Даже не херой были, правильно? Нет. Это кто-то из верхней сетки так играл. Мы героиков вообще до этого не смотрели. То есть, до сегодня, по-моему. Кто-то из верхней сетки так играл. Минус Аврора. Вполне возможно. Вполне возможно. Мне кажется, они могут сравняться. Смотря на игру героев, героики были, ну, неплохи в сегодняшних матчах. 19-й Феникс. Мне кажется, просто Тимбер может сейчас набрать такую форму дикую и просто трахнуть. Вбай! Вбай! Андрушка, выберешь на Творсы? Так, да, 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 да. Приготовьтесь к битве. Ебаните в миду друг против друга. И на хуй спасибо. Нас не хватит, мне кажется, этих компьютеров. У нас был второй ноутбук, но он погиб. Так, это я не то выбрал, да? Можешь дабл ее нажать просто английскую? Да, да, да. Нет, нет, нет. А, ты Кривстат ищешь? Общая ценность. Так, ебаня, так это есть общая ценность. Все, у меня уже мозг поплыл. Мозг поплыл, а столько кольчуги еще делать. Ебаня, конечно. Это можно прямо на очень большого человека. Но она будет плотная, типа вот такая вот. Она будет плотная, да, но в целом, типа, можно и на очень большого человека. Можно, да. Так, смог вылазка. Заходит у нас Аврора. Кого-то могут засетапить. В теории, если ворота от Тусика, то можно и как бы прижаться. Но это птица, которая по-любому скилл держит себя. Да, да. И все? И все? Три одну по рунам? Это уже плюс, потому что... А, подожди, так у них одна руна, да? Да, это одна руна у них. Одна руна. Это плохо. Короче, эти муом они заставили Феникса немножко потерпеть. На линии без птиц. Максимум, что они добились с этого выхода. Вообще, гангать кого-то со спектрой ДСом, ну, типа, что... Так, ну, что у нас? В Дарксир откуда-то 4 клипчика уже. Ну, тут даже не надо быть супергением, чтобы переиграть землю на Тимбире. Поэтому, я думаю, все будет окей. О, вот это интересный мув они делают. Они два щита положили себе. Ну, ну, да. Скратали шардами и сейчас добью рот всех хрипов. Не динай! В миде у нас... Атака лютейшая. Ой, очень неприятно. Бля, если садить ветку и спиливать, как думаешь, будет жестче или нет? Садить ветку спиливать, да нет, это я не думаю. Ну, это пиздец на Waste and Worse, я согласен. Ну, это, так, понял, фантазия такая наречи какого-нибудь. Но пока прикольно. Андрюх, ты видел, да, что они на боте делают ДС? Пока не видел, отходил. Короче, они... В два щита и шарды закрывали крипов и убивали их. Да. А, это оттуда четыре этих самых четыре крипа. Да, и они, вон, до сих пор это делают на боте. Если обратишь внимание на карте, вот. Ну да. Блочат два щита, короче, кидают вот эту штуку. Не получилась руина. Хорош, ладонь. Проткнула. И таким образом качает. Ну блин, ну зачем туда... А, во-во, нормально реагнулось. 12. Ну там типа тоже чел 12 крипов имеет. Как будто бы разница не то, чтобы много, сильно. Да, но, видимо, они думали, что ДС будет трудно. ДС будут ебать. Грена. Ну, как-то рановато, братишка, ты скушил. Ну, это на самом деле фри и, ну, во-первых, тренировка для тролля под тавра надобивать крипов. Сможет ли он добить всех? Крипстимулятор? Вроде как. Да, крипстимулятор. Вроде как 15-16 он добил, молодец. И при этом сейчас получит третий левел, и в принципе Дарксир может один этим заниматься, оставить его одного. Все равно тролль не пойдет из-под тавра пытаться закерять Дарксира, потому что лучше гарантированно забрать 4 килов, чем авантюрный мог делать на кил. Убит. потому что я по-коцанной стою. Скорее всего его это бесит, он пошел драться с ними. Сэрик делает ТП хорошее. Нормально, нормально. Воле есть, ласка, брат. В итоге они сейчас стакнули снизу два вейва и будут два вейва пробовать убивать. Ну ладно. На боте самое интересное практически сейчас. Покажите, что там происходит. Они опять этим занимаются. Но это прикольно на самом деле. Класс. Вот такого доти не хватает каких-то супер спонсанных. Мидер будет недоволен, но можно сделать то же самое в миде, если варьет таск просто в соло зажмет со вторым щитом. Нет. Ну есть, третий. Да, вот крипы загляд. Надо динать. Ай, динать. Ай, динать. Молодец. Они покоцаны. Им еще надо, короче, вот, если сейчас ДС тусиком восстановится по ресурсам по мани и эти счет просядут под тавером и не успеют отрегениться феникс, их можно дайвить уже в два щита, быстро разобрать пачку крипов и все. Под какой-нибудь глиф условный. Можно разбирать. Спектра особо тоже не отрегенивается. Нетворс у него где он вообще аумпас по центу 1600. Бля, как все кисло. Гектор на на редкость просто хорошо фармив. блин, ему еще никто не мешает. Не особо сложно с Квинн Блейдом. А вот и дайв. Как раз о чем я говорил. У Гектора а где у него шмотки? Это ПТ? Это ПТ. Ляп. Это ПТ. Переключил, переключил. Молодец. Хорошая печенька. А вот теперь Кью на развороте. А вот и Скофилд. Хорош. Нужно теперь дать Гектору пару танго, чтобы он восстановился полностью. Ну, то, что делали Аврора это очень сильно читалось. Даже для такого, блядь, чела, как я, там, блядь, со своими вонючими ПТСами. Очевидно. Вы должны были понимать и взвешивать все риски, когда на вас сто процентов назовет телепорт. Но они, в принципе, не сдаются. Сейчас можно даже троить, потому что хороший надпорс имеет у нас тролль. Лучший на карте. Не, вообще прикольно то, что они задоджили в итоге сильную линию с троллем, там не стоял что-то ДС, не пытались ничего делать. Поднакачался немного. Они, и не вы не могли бы троля убить. Ну, там был риск на первом левеле, когда есть и птички у Феникса, и замедление тролля, а у тебя только щит и как бы никакого эскрипа нет. Ну и подточек вы не убиваете. Япса нашли. там приходит уолить спину. Воля заходит спину. Пиво! Гектор зажался. У него на нем стаки, на нем стаки висят. Убили. Пробило волю. они все горят. Как же он хуёво. Ну, пятерочку отдали, ничего страшного. Можешь ли догнать? То, что аналог пришел, он догонит. должно бывать. Еще замедлением. Неприятно, Дорси Рунер второй раз. Недавно он делал телепорт, значит, у него кулдаун. Можно как-то здесь сейчас остаться на боте Earth Spirit у него 6-й левел и забрать руна. А, Миде вот как раз таки отдать экспу полностью Фениксу. Будет ли он оставаться, скофет заколит ли заколит, заколит остаться, все, Earth Spirit остается здесь. Но почему боится, у него есть ультимейт, просто залетает туда, в листах ультимейт. спектре сложновато как-то потихонечку крадется, потому что перетянули экшеном сюда все. Бояться рисковать. Интересно, какой билдос будет. Будет это урна, вот это торчит или что это вообще. Думаю, что активное что-то надо придумать. Так, виздом у нас героик точно свою забирают. Все нормально, штатно. Обе команды получили экспириенс. А, блин, ты с чакрамом играешь? хотя на миди, да, только играет, по идее. Все так играют сейчас со вторым чакрамом. Ну да, это же сам самым топом. Типа вот это вот берет отскок вроде. Не-не-не, все абсолютно, все абсолютно играют с чакрамом. И за то, что бруста больше? Да, и за то, что бёрст вот этот, бёрст комба больше. Вот оно пошло, пошло. А тут 5-й левел, тут 5-й левел, там еще застапили второго типа. Ой, прилетел вообще, ну он пытается жить, на нем висит щиток, Оли поебаный, дожаривают у нас япса, догорает. Ну это вот тоже, он что-то нажимает какие-то кнопки, хотя он, смотрите, он без ботинка сейчас, не попали по нему. Все задоджил, все задоджил, все задоджил, телекорта нету 45 секунд. Ну он впадал урну нажимать даже последнюю, хотя как будто бы она уже отрегенила бы его. Он наступил на вижн, его видели. Сейчас у него еще один кортик будет. Его не видели, это не их вижн. Тупо Боров, живи. Живи. Мана нет, мана нет. Суки, танки, блядь, какая духота. Но они столько времени, укуры летают, еще палят всю эту контору. Они столько времени потратили. Он решил, что хватило, хватило, выждал паузу. Так в это время Гектора убили где-то. Да. В районе мира. Боже, Гектор такой, ну бля, нормально, короче, там что-то делают, я пошел кач. Держите его, мужики. Сумбурная дота. Приходит имберн. Пиздата залетел, брат, ноль скиллов попал. Ларинов отыгрывает. Бля, это лумпи, точно. Ну, это стопроцентно лупи. У него такой же сет на тине был в первой, такой же геймплей, и вот здесь видно. Как же хуёво, если твой никнеймпер растет в какой-то мем, хуиню? мем, что типа любой хуёвый круг будет ассоциироваться с твоим никнеймом. Типа, ну, блядь, ты как лумпи играешь. Это очень долго придется показывать что-то. Но это как, знаешь, вот раньше был рофл. Тимека и Яфис. Хорошие? Это что-то... Да-да-да, то же самое. ты прям заткнулся. Блядь, не смогут, не смогут. И яичка. Бабушка еще продлевают ступень. Скуфилд. Но это все. Это вытирание. Это можно ливать. Это можно ливать реально уже. Они как будто бы вот, знаете, у них в начале ставка была просто на это. То, что спектра под арксиры выходят, они не... Спектра не очень быстро фармят, но под десек что-то перетянулись, быстренько убили, там-там, там-сям, вась-вась, туда-сюда. На деле просто два раза жестко пизды получили и как бы все, как будто бы. Вот эта вот аналитика вот таких вот вещей выглядит как в 2007-м пикали. Так, мужики, короче, я беру из-за жаса порта, у нас есть нага, берем котла, короче, кидается сетка, задувается кони, заряд полный соло-сампшена и нормально. Ну да, надеюсь, примерно такой анализ. Так, берем спектру, тимбером, вообще невероятная и жесть какая-то. Ну я считаю, что вот они взяли тимбера, это очень хорошо против трех, точнее двух силовиков, потому что треки появился. Но добор спектры и дарксира, но можно было взять что-то более, более уверенное в нынешнем мете. Все-таки, если мы сравниваем коров с из-за дамирана, виндранер и противовес спектру, но спектра, извините, меня это не кор. Не просто так, ее не пикают. И вы видели феникса и потом не взяли никакого ответа на нее. Вроде бы феникс был не закрывающим во второй стаде. и после феникса появилась спектра. Он был четвертый. Да, после феникса появилась спектра и после феникса появился дарксир. И не один из этих героев, но спектра может иногда побить яйцо и все, дарксир вообще яйцо не трогает. Подожди, УДС нет аспекта, где у него атак спид растет от хп, по-моему, да? Ну, что-то есть какое-то там, какая-то ерунда есть, где у него там атак спид огромный. У него интеллект, что-то там, короче... У него, короче, врожденка, там, статы сравниваются между собой, там, среднее значение как-то высчитывается. Интеллект не может быть ниже другого стата, что-то такое. Да. или всех остальных и, соответственно, ты там собираешь все там в силу и у тебя все статы прыгают. Вот. Что-то такое. Сейвача фк, по-моему? А, нет. Такую, нормально. Ну, кстати, несмотря на все это дерьмо, что произошло, не так много отстают Аврора. Что-то Андрюха, реально ты же мог вот сюда куда-то лечь, чтобы удобно прямо развалиться. Там вообще улучшится, как будто в этом месте. Это кол из чата. Да, это хороший кол. Это хороший кол, чат. Аналог не может выехать из Пайта, бабушка просто раскидывает уже свою грязюку стоит яичко, но определенно очень далеко это получилось. Япс выходит ядиками. Всего лишь забрали одного человека за вот эти вот все. Ну, это было файт 4 в 5. Киеван даже не двигался, не рыпался. Он не будет больше ходить, у него непонятно, что было. Он разоглался, он где-то не стоп. У него вот здесь стаки готовы, ему осталось бф только на бфчик. Бфчик нужен, да. Еще стаков у Авроры там много. Ну, и когда я вижу спектру с урной всегда вспоминаю игрока с ником Бэтмен, который на спектре в свое время там на хай ММР залез, по-моему, в топ-10. То, что там билд вроде через зерно был. Да, типа того. Ворна, диффуза, что такое. Вейл. Привычно видеть у Фианикса сейчас какой-то утилити там по типу Хексик, Яульчик, что-нибудь такое. Он Шиву делает. Интересинг. Так, Тролямба летит, что, готов топор? Видимо, готов топор. Да. Боевая ярость. Но он вообще не просил. Молнии, ёб твою мать, я не топор. Это реально Молнии. Но он вроде не просит помогать, но не помогает все равно. На всякий случай. Так у мужика я сам поем, и у него понял, такие, да блядь, брат, давай поможем, короче, он начинает от чиповать у него. Он собрал молнии, чтобы, ну, молнии, во-первых, дешевле БФ два раза примерно, да? Ну, если так прям грубо очень посчитать. Под Дэдмер типа суток? Не, он собрал это, чтобы быстрее начать собирать второй слот, а второй слот у него это Аганим, чтобы снимать щиты Дарксира. Интересно, снимается ли? Наверное, нет. Хотя, Аганим Тимберсова. Вряд ли бы он снимался одними топориками, которые кдшится там 5 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? А как? Ты видел, где он его прибил, где он заставился? Просто где-то там чуть выше ступеней. Так, давай быстренько курну, а то Макс не хочет, чтобы мы калияну курили, да? Да, не, иди, иди курни. Я вот, я попросил одной группе риф вот этого, потом можете курить, там уже конец дня все равно. Орущий рыбок, кстати, давно не было тоже. Орущий рыбок, да, вообще не популярный артефакт. Его же фиксонули в какой-то момент, когда все абсолютно собирали орущую рыбу. Да, его даже фиксонули два раза подряд. Но против пика херой, как будто орущая рыба прям кайф. Ну да, все в магии, по сути. Можно орущую рыбу и сверху кому-то собрать пайп. Вот, как раз таки он и делает. Ну, на ДС-ки, по сути, у тебя реально нет аутов, какие собирать. Кстати, если мы говорим про тупо герои аура, то ДС, кстати говоря, реально неплох. Но тогда, один из лучших таких любителей аур. Да, он еще стянуть может, кроме того. Но это герой, которому не нужен даггер, прям, не необходим. Он без даггера может войти в файт спокойно на Сурже. И аура ему приятна, причем все ауры абсолютно. Оранс в руке ему не важен, поэтому, допустим, он Фейзи не рассматривает никогда на ДС. Зеленые ботинки тоже калм ДС. И получается, ты можешь играть в Сири реально же сделать. Нападение на аналога, аналога, чуть ли не стерли. Он запутался в кнопках и умирает. Отключаясь, лама, хорошая арена. Спектра ушла, Тибер спасли, задоджил вроде, просто все разъехались, взяли господина этого самого аналога. Давай ламу тоже проблемки. Ну, это по мне так ошибка. Давай ламу чуть-чуть поздновато он прыгнул. Как будто вот можно было пристеблить оттаска чуть пораньше. И возможно, поставив арену, никто бы, ну, еще не зашел в файт и не дал урон по по Р-спириту. Что-то Р пишет. Так, и что, Гектор Антонио Родригес нажал кнопочку, его прячут, пытаются выживать как-то. Скуфил, что? Тепа аут. Давай, Гектор, удачи. А это что за такие мувы от Скуфилы, ты видел? Он поставил ветку и в ней типа ТП сделал. Да, но не знаю зачем, может быть, ну, как бы, не сложнее, наверное, выделить таргет. Не знаю. Там что-то показалось на секундочку, что Спектра типа не смогла ударить его из-за этого. В целом, конечно, в этой ситуации не то чтобы надо, просто интересно, как это работает. Спектра в итоге большая. 7300 на нормальном торсе. Ну, мне кажется, уже если Спектра выросла, то тяжело очень будет как-то выиграть. Это же просто в определенный момент она будет нажимать хаунд, показывать всех врагов, прыгать там туда-сюда. Читайте чат, почитайте чат. Если они не видят трансляцию, что нам надо сделать? Как мы ответим? Да, ну, часы лохи, конечно. А, все, мы в эфире? Да, 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 ребят, снова привет всем, мы, мы, мы снова здесь. Вот. Будем надеяться, что починится. Будем надеяться, что починится, конечно. Никто не вечер. А Гектор здесь один, а Гектор хочет разменять себя? А давай, говорит. Давай, давай, давай. А у него Егис, команда бежит, команда бежит-то, очень рядом все мужики. А вот успеет ли команда? Успевают, наверное. Там еще в спину заходит, марс от Винуша арена. Прибил, работает следующим клиентом уже. ой, 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 что-то просто реально жопой. Развернулись и поперли на Гектор Антонио Родригеса. Что было за последние пять минут? Ну, небольшие микрофайты, каких-то критических моментов не происходило. Ну, немного стопнули спектру, отсрочили Родианск примерно на минуту. Большой Мел Харукос, Владимир. Мел, спасибо. Спасибо, Мел. Спасибо за рейд. Здорово, мужики. А, у вас начались лаги, когда я ушел. Простите, чат, больше не буду уходить. Не, на самом деле, когда я пришел, уже лаги были. Ну, вот сейчас, конечно, с таким темпом тролля спектра уже не успевает. Да. 10 тысяч против 15 уже как будто критично. Огромный лотус берет себе арт-спирит. Да, как будто бы под спектру вот не помешал бы инициатор какой-то плотный, который в одного героя такой бам, что-то нажимает, спектра тогда релокейт свой вот этот вот манта туда-сюда, понимаете, да? А тут вот как бы таких нет. Таких вот тут как бы нет. Если я не ошибаюсь, то Феникс тебя слушает и заколился, что он сам соберет пайп в этой игре вместо Марса. Ну это умом, мне кажется, это умом. И агрессии делает бабка, то есть два саппорта берут на себя две ауры. Конечно, лучше своей головой думать, но тоже неплохо. Да, так и есть. А Марсик берет что, правильно? А, ну сначала Дизоль, теперь переставил все-таки Хекс. Это что-то Дизоль на Марсе, по-моему, странно очень выглядит. А вот Хекс, да, Хекс нормально, уважаемо. Так, спектра, спектра манта, манта торчит. Ну это, короче, это, хотя нет, конечно, тупо Боров разъебал, боже, на спектре здесь определенно. А тут через Радик гражданин играет. Ну вот с другой стороны, тупо Боров бы тоже посмотрел на все это и подумал, что нету какого-то инициатора нормального, чтобы под кого-то лететь. Реально, тут под кого будешь, под Тимбера, под Дарксира, да, вот в этом-то и проблема. Нет инициацию Авроры, у них как будто бы проблемка с драфтом есть определенного рода. Ну это проблемка для обычной спектры. Все-таки тупо Боров играл, мне кажется, в любой абсолютной ситуации, даже с дабл кэри, трипл кэри. Да. И всегда старался. Я вот с ним чуть попадался он прям до последнего. Так и было. А у тебя на рейтинге есть у Поборов? Да, он иногда попадается. Сколько у него там примерно? Значит, что-то между мной и тобой он, наверное, 8 тысяч там с копейками. Гектор плотненько въедается в Т2. Так, и что он там в Линкен-сферу хочет? А зачем у Линкен-сферы здесь? А вот, чтобы не получать ульт-шадоу-демона? А, чтобы на него не нажимало спектра, возможно. Но там же принцип как у Чарджа, да? А кто Линкен-сферд? Спектра. Ой, не спектра, тролль. Тролль, тролль, тролль. Чтобы на него не нажимало спектра, так ему же насрать вроде должно быть. Да, мне кажется, я так смотрю на все сплыли, мне кажется, ему на все сплыли насрать, не знаю, почему он делает. Прилетел сейвич, сейвич, немножко улетел. Ну, ой. Хорошее яйцо. Да, оцепенение. Я бы сукабелла. Ну, отдали уже много сплов, как будто. вы поняли, что случилось? Какой жопой оцепенение наложилось? Он кинул топор, удар, вот рукой, перешел в милишную форму, и из-за этого прокнула тычка, типа, да? Милишного формата, хотя Рен-Джи кидал. Не-не-не, там ему дали Глэпнер же. Кому Глэпнер кинул. Там Глэпнер был. Да? Да, у него есть Глэпнер просто. Там Глэпнер от кого-то прилетел. Блин, ну у меня, ладно, от него и прилетел. У меня тоже история была интересная. Ну, кстати, Андрюх, ты прав. Такая механика есть у тролля, если что. БКБ у нас на таске, а нифига себе, Даггер БКБ, это... Ой, я гонил. Там еще ему капнет сейчас со стола. Вот что-то... Хорошая инициация, Клэрнова прыгнула под спелл. Спитражева, Дарксир стянул. Вот тут стягивать не под что, по-моему. Скульфилда взяли. Чем-то прижать вот эту вот всю вакуумированную историю. да, да. Тут надо реально, тут надо прижать чем-то, это правда. Какой-то герой нужен под это дело, потому что непонятно, как они вообще будут файты выигрывать. Они вроде там что-то стягивают всех, да, мансуют, живут, а против тебя арена, сайленсы, станы, яйцо, тролль тоже классный мужик. У меня аналогия с шавухой, когда ты ее готовишь. Если ты соберешь все это в лаваш и не прижмешь, когда ты жаришь, то все развалится, когда ты возьмешь. Конечно. Это, блядь, это хорошо, марш. Тоже всех стянуть, надо прижать чем-то. Надо прижать, это правда, прижать и зажарить. Можно что-то придумать, прижать именно из артефактов. А кому? Вот даже если тот самый артефакт, чтобы прижать вот этот вот глейбнир, а кому его сделать? Ну да, да, да. Нет бурста, короче, вот вакуум. Даже не то, чтобы прижать, просто чем-то залить туда. Ну вообще, типа, в теории с шивой можно прижать и силовым дайгером. На самом деле, в теории, есть вот этот вот тимбер с хексом. Он будет хексом прижимать одного, туда будет лететь спектра, и они имеют килл потенциал. Но это далеко, это не близко. Но с другой стороны, они тоже никуда не торопятся, как будто бы. Ну, в общем, не знаю, спектра в принципе найс. Вот давайте так, мне кажется, спектра в среднем очень сильный керри, ее проблема в том, что она не выкачивается, здесь она вроде подкачалась, третий нетворс, нормально пойдет, четвертый, я имею в виду, третий. Лайнер говна, она сама по себе, вот это моя слабость. Да. Я прям сильно бейбиситить надо, чтобы другие линии еще не проигрались, а в нынешних реалиях это не всегда удается. Потратился ультимейт, чтобы дать чувачку своему уйти, или зачем? Ну, может быть, вижен дать, так-то, может быть, заметил одного героя, дал ультимейт, увидели еще нескольких, и начали отступать. Есть логика дать иногда ульту спектры, чтобы сбить даггер какому-нибудь, ну, герою с даггером, инициатором, типа Марс, например. Даже не тпшиться именно на эту иллюзию, а просто ставить иллюзию. Опа, Рошан прям в тайминг, да, 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 а тут смачок. Но не все в смачке. Спектры уже появился ультимейт, она сможет вернуться. Начинается у нас. Дакси должен тпшиться на шрайм, дэшит, но он должен только нажимать. Жмем, жмем. А он говорит, такой мужики, посмотрите, может, там никого нет, но я прилучу. Победа для Авроры, победа, победа. Или, яйцо дропнулось, это очень хорошее яйцо. Но очень много спектр. Ай, старт, спектр. Сборвал, а это Егис еще забирает. Сборвал, Егис еще забирает. Какая жесть происходит, подобрал, Марса убили. Пизда. Шару демонов взяли. Ну все, Тимбер куловый, он еще с Аегисом. Это пизда. Ектор Антогио Родригес нажимает ульту. Вы, это спектражи там, или кого это нет? Он Дарксир. Это победа для Авроры. Это победа. Блин, насколько мало деможи делает тролль, он месил там полчаса героя. Я думаю, это спектраж что ли, там почти отвалилось. А это Дарксир был, который в два раза как бы слабее, мне кажется, по ХП. Это прям удивительно. Блин, там хила очень много от Феникса было, это правда, в чат. Он старался. Ну вот, все, что я увидел, это яйцо, оно вроде как хорошее, оно не дает зайти вражеским героям, но два потраченных БКБ, чтобы добить Рошана, и потом ты просто не можешь драться, потому что у тебя нет БКБ. И как, если вы тратите яйцо плюс два БКБ, и у вас подходит Тимберсоу и ворует Рошана? Что за бред? Я не понял, там же деревьев даже нет, он далеко находится. Он просто пешком зашел и перекликал их. Без БКБ он зашел пешком и перекликал. Да, ну ладно, это я в частности больше был, что он там как Лумпи играл, но... Так получается в этом моменте он анти Лумпи, потому что он реально тащит сильно очень. Ну Лумпи тоже в одной катке хорошо сыграл на БОИТСПИРИТИ. Здесь как будто бы тоже надо одну, чтобы честно было. Можно Данка за спойлер забанить? Ну куда? Ну не годится. Чемпионы этого интернешнала займут первое место. Сори за спойлер. И что смотреть теперь? И на хера смотри, да. И что они теперь боятся? Эту кастрюлю? Теперь да. А что, эту кастрюлю два раза им никак не взять? Ну можно, если он прям... Гектору нужны еще слоты, чтобы вытащить эту игру в соло. Так, Гектор на банали держит. Стеночки. Стеночка хорошая, но тролли он не сделал. Ну бред, бред, ну Гектор, ну ты понимаешь, что ты не хочешь бегать кастрюлю, не хочешь. Она вот куда-то поехал, непонятно куда, надо развернуться. Вот он по Болгарке вводит, блядь. Тебе говорил, отец в мастерскую не заходи без тапочек. Спектра там уже бегает по всем. Сериал Бист 2 из 5 есть, что это такое? Пошла какая-то, это самое, сериал пошел. Кач Арканы. Ну вот, кстати, у Тимбер Хек в следующем. Ну, кстати, да, там правильно пишет, на билдак у Кейвана Линка БКБ Аганим. Да. Ноль урона от этих предметов. Ну и он, ну у него плюс 54 демона. Я уверен, что Линка это вообще вот юзлис предметов. Не знаю, зачем он юзлис. Ты смотришь на пик справа и такой, что? Ладно бы там какой-то точечный спелл был, который тебе прям сильно останавливал или мешал твоей команде. Но ведь такого нет. Ну это, короче, это какая-то гениальная Линка против Спектры. Мне кажется так. Или может быть гениальная Линка против ульты Шадоу Демона. Или Дезрапшин, что-то я не знаю. О, поймали. Поймали Шадоу Демона? А, нет, поймали, таска, он нажимает БКБ и просто выходит. Таска БКБ уже ничего себе. Такие большие все. По-моему, изначально поймали Шадоу Демона, прыгнул туда Таск, завязал Снообол, а потом БКБ просто вышел. Апсервер молодец, мне кажется, немножко колесиком приблизил. Апсервер переключился как будто на игру Скофилда. А, нет, игру этого Феникса. Согласны? Апсервер Феникс приближены камеры походу играет? И мы это видим, типа? Это какой-то пиздец. Не, не, с обычной камеры почему приближена? Не, она приближена. Ты что, Максон? Она ебать, как близко. Это как какой-то пенсионерский телефончик такой, знаете, зачем он под ней никакой реальной с приближенными камерами? Ну да, ты не понял этого еще? Те Феникс, ебать, полэкрана нахуй. А, ну да. Ебать. А нахуя он так играет? Что теперь делать? Придется так смотреть. А сервер, он может переключиться обратно? Ты посмотри, как он туда-сюда делает. Что-то да. Может ему нравится просто герой с этот рочером. Да, 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 наверное. Это обычная камера, вы привыкли уже? Серьезно? Нет, это не обычная камера. Слишком близко. Нас тролят, нас тролят, сто процентов. Это была какая-то приближенная. Знаете, что я попробую сделать? А что, если мы включим кого-то другого чисто для сравнения? Да не может быть так низко. Нет, там сто процентов приблизилось с одного момента. Вот это что я нажимаю? Вот это глазами игрока? Нет, давай глазами сервером. Ладно, давай сервером. Вот, спасибо. Это отдалилось. И шо? И шо? Ну, он реально походу играет с приближенной камеры. это отдаленная камера, это не настоящая. Это настоящая. Это не настоящая. Это отдаленная. Точно? Точно. Но и то не настоящая была. Ну и то, как будто приближенная. вот около стандарта. Так это, мне кажется, это дефолтная. Нет, это точно дефолтная камера. Это дефолтная камера. У нас просто глаз привык к приближенной, и теперь нам дефолтная кажется отдаленной. вот смотри, я ставлю глазами игрока. Вот это глазами игрока? Ладно, вот это приближенная. Это дефолтная. Вот, я ставлю, допустим, Марс. Вот обычная камера. Нет, у него приближенная. Так как? Да ну, посмотри, какого размера. Это приближенная сто процентов ну ладно давай вот этого посмотрим это будет у нормальная ну бля нет 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 они всех нормальные таки уже на телевизоре просто смотрим не ребят ну мы их блин мы уже седьмой день смотрим только сейчас вопрос возникает все играет на приближенных камерах на интернете я что-то сомневаюсь а может у них чит-код какой-то который работает только с приближенной камер может птицу поймали на юлы на панч сел грачик а а зачем наглость такая выпивающая была то есть получается break news героики приехали играть за интернешнл с чит-кодами да да придут четыре баночки колы и все из них по разуму наполнена одна пустая во второй чуть-чуть в третий побольше в четвертой половины там тесты были для оптимистов и кто знает чья где вы просто три пенсионера которые открыли dota на ноутбуке и смотрите на телевизоре и в чем он не прав вообще хотел доебаться да не не дать ты просто факт написал в принципе общедоступны это не аналог а налог налог . ru вот этот вот прокли налоговая наша выкупила типа в бразилии чтобы он просто рекламе 70 процентов а уровень победу блин вообще честно я после парочки выходов от со спектрой под нижний товар вот эти вот я думал что у них уже похорона как будто утащи потому что спектра она прям очень сильно уязвима каким-то хотя она нет она камбек это тоже для знаете о чем сейчас подумал весь а как вот команда уже расшифровывается вот этой аббревиатура так опять у нас тяжко была какая-то земелька бегает марсик стоит варенье кровать за шагула и нажать поехал феникса в закатку гектар прожимает ультимейт видать сразу гектара контроль от контроля ты живешь гейтеру мать вот это я оцениваю этот панч на 10 из 10 у нас ждал мне блять в хай граунда это тяжело сделать это прям идеальный уранжин дымить ну понятно делаем повезло им повезло но это было охуенно мальчики камбэкаю блять да мальчики уже выиграли как бы я бы хотел отметить игрушка того демона он умудряется давать правильным правильно третий спелл в арену и прятать там своих тиммейтов и рога может быть они сами колют на эти кликом где они находятся и он туда просвечивают и прячь либо он как-то по чуке это сам делает макса мышка у тебя да через мы с моим просто за мертвая папка или кто это блин поход об сервере расслабились уже ну просто у нас туман войны видишь мы не видим ничего на карте короче все вам заключить не туман войны сделано серёга в чате пишет что у g это омский газмяс по заветам сани а где выключается туман войны вы знаете хуй знаю я просто задумался есть до расшифровка или они никогда не говорили что это блин у них как будто бы сейчас приближенный тире камер я не знаю где туман ваги ганчевард какой-то пиздец реально все огромными стали либо это реально дефолтная камера но из-за того что у нас большой телевизор вот так вот идем вот что нормально либо вот так спасибо попробую потыкать их 1 2 3 чтобы туман войны вернуть оптимус гэнг после гейминг а что если это отрочество гриши до берега по цифрам подошел земель а 0 дэмэдж на липак то стяжка стенка тролля что-то там мурлы лежит немного о 23 сэвэш там уже накидывается на суппорта в бэклайн уже убивает еще отпусти на этом на маржо гри вышел там дэмэдж появился на тролли появился дэмэдж если что на спектра часа егисом они отступают от роли там бабушка сиран уж накидывает еще есть хекс на тимбери можно и было бы и развернуться в принципе не хотят выкупилась еще бабулечка а в кого на поле глядь улей улюху ли блять еще зайдет а чё зачем они байбекаются рошан нет ничего нет зачем байбеки то аршан как будто только что его забрали секунду назад 1 аршан ток что спектра забрала таймер не только что не только что он давно соединить король таймер 7 минут написано он только короче у него эта иконка минуту точно висит уже да да предыдущий его происходит трах и державская их раскатили и теперь на лоха поедут чего просто тролле подошел сдох почему они байбекаются когда нет объектив никаких чё происходит будет гектора душу забрал кто-то будет играют какие-то я раньше вот в доте был такой баг еще в доте 1 вроде как или во второй уже не помню там что ты смотришь смотришь иногда когда реплей ломается когда трансляция ромается просто рандомные действия героя начинают совершать идут по тавр дохнут просто дайте вы понимаешь а это реплей сломался уже теперь смотрю есть такой вот это вот как будто бы драка она очень была похожа на это с определенного момента что байбеки какие-то зачем на рошане просто шоу происходит что такое не нужно чтобы вы покликали убрали туман войны а какие кнопки но по-моему эвки f1 f2 f3 попробуй кликнуть f1 f2 f1 вот это чё все да это нет это это не вся карта хотя может быть и так ну вот смотри f2 f3 f4 f1 короче f1 ванна стал 4 нихуя не 1 1 сумкились выкинули феникса за хексере убили без боя феникс печальные истории какие-то блин а вот и спектра короче мужички были уверены в том что делают оказывается либо это не да не да и не доигрыш не доигрыш и героиков ну смотрите мы можем глянуть графики который был вначале же героик или сильно нас чат сломался кстати а по шансам кстати было всего лишь 55 на 45 моменте где они вели то есть это ну дота плюс считала что у аврора всегда был фик лучше по идее dota плюс очень уважает спектру ну да потому что и легко уронности не сейчас чатывают там вообще все выключено спасибо а вот сейчас работает помахайте с маленьком чате чтобы мы поняли что все работает дача от помощите нам он сломался опять сломался о есть 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 и машет машет смотри наш тем временем игра продолжается 32 тысячи преимущества забранная сколько две стороны забрали вроде да да не даже смотрите снизу барак стоит я вижу точно и в 32000 каждого туда разносторонняя спектра просто таких муках играл в эту игру сколько ошибок вы вспомните те файты больше 33000 сейчас у них фан вы помните эти файты в боте арена распилить по четверым бац бац тут тут и на телепортере андрюха колли что это все это гг аврора проебали было было а время спять не повернешь для хочется просто сказать как же они сука за мои 2000 дерутся это пиздец просто если бы я их ставил но это в баллах было на тимбере мне кажется в основном выехали вот если бы не было бы тимбера если бы не было бы ларинов а который там что-то хамил бегал прыгал дамажил что-то делал то изи поражение был конечно потому что darksir не герой это поддержка это суппорт спектра она тоже можно сказать в начале суппорта сейчас уже против нее тяжело она там вроде еще аганим кстати пыталась сделать какой-то момент макса ты мышкой играешь и нет нет ни грачу это не моя мучка вот моя мышка вишь сверху там можно на спектру как-то там ладно неважно уже так выкнул выпал туда сюда гейминг арена не попадает по япсу копье там взрывши грузить урода яичка стоит гектар потратил бкб блять сверху тролль прыгает не туда сейвач отрезал пол команды просто гектор вылез ловит батон моментальное исчезновение человечка блять карты gg да просто 1 1 вот так просто вот так вот просто вот так вот и случилось что ж а нам предлагают с вами уважаемые мои коллеги поиграть в ничто иное как домино опа до 50 ну да давайте поехали поехали сдаешь макс да сдаю только не туда мину а вот она она разбросана по столу везде так надо пересчитать 28 уже нам да фух так ладно раз третья карта я поплету еще кольчук потом немного а то что то мы можем не успеть сейчас у меня реально начинает продолжение что можно не уж это может быть такое что на пузик и что-то болит немного пусть говорит покушать что ли не не знаю чего это от пиццы или от луком таблетку наверно но это точно не шурма это значит пицца ебучая вот это конечно в пиццу таблетку что ли не завернул никакого наверно уголь ну надо было конечно не повторяя ошибки сереге который после не она была вкусно похуй да это пицца гайз я же говорил я одну и ту же пиццу заказу три дня я у нее вид там у не некоторого бекона не очень презентабельный кажется это в нем проблема покакать надо если животик болит надо покакать а вот позывные короче не те понял варь короче не такой чтобы пойти грязь навести он просто типа как как резь какая-то блять это просто в край это уберем чапаева отодвинем я пока нам он сует шахматы плюс нарды по бы еще и карты просто сверху блять мякиш блюдца с водой и лепим так до 50 мы не пересчитали количество давай смотри 4 по 5 раздадим будет 15 и останется 13 вот я взялся 5 13 должно остаться 3333 да у кого что-то есть маленькая на нету тем малютки там все что тактика может быть такая но может быть может быть тактика а может быть сдача неразмешанная какую хуйню я выдернул но у него 66 этот андрей ближайшая я чувствую там 66 что-то видите что где не выдержал выдернул какую хуйню можно выдернуть когда две шестерки сказал что он чувствует они это самое так вот краплено 1 запомнить что это такое покажи всем когда когда не буду андрей чё но он поставит его на поставит мы все посмотрим надкусанная вижу краплено 64 там надкусу тут на такой цена у вас по 1 до и в тебя попало это бы уже выкинул бы почему я только что сходил перед того вот это позиция т.д. андрей сходил да да андрей получил тут это когда у меня 0 5 13 13 и для 9 9 13 у нас 9 13 а у меня 13 андрея 9 играем до полку быстро размешиваю чтобы если вдруг попадется краплены давай давай там пам 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 блять к вот что 44 а почему ты первых но один потому что у меня же на покажи покажи и покажи покажи и покажи и и чего это такое но уже 4 ну и что она то должна показывать почему вот 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 спасибо а а Тебе просто выкинуло и, блядь. Попадешь. Попал, попал. Лол. Лул. Мегалула. Давай я, Макс, я как ты сейчас тоже. Попадаешь? Да. Хорошие игры, Макс. Блядь. Раз, два, три, четыре, пять. Набирай. Здесь. У тебя есть двойка? Не скажу тебе. У тебя одна карта? Да. У тебя есть выход? Ну какая разница, если у тебя есть двойка, у тебя есть выход, блядь. Да. Есть двойка, да? Да. Пизда, тут одна двойка, да? Тут одна двойка на все. Ну 50 набери сразу и все, и поедем. Не почувствовал? Вот это, смотри, к тебе приехало. Лакирок. Серьезно? 15. Серьезно? На хуй, блядь, он мог столько набрать оттуда дерьма, это пиздец. Какая же уебанская игра, господи Иисусе. Поверни, сколько там было вообще? Пиздец, там хорошо было. Ну ладно. Там еще 30 где-то плюс-минус. У тебя сколько, Андрюх? 5, 11. 11? Так, у Андрея плюс 11, Максону 15. Я не знаю, если высчитывать в среднем, сколько должен был получить Макс. Там ОВГ ебанута. Он мог за карту улететь просто. Должен был ебануть примерно 30, скорее всего, в среднем. 30-40 он должен был сейчас получать. Разложил обуз. Ты мне выдал сразу, да, типа? Ну да, я. Типа так, там-там-там, чокомот. Говорил кисель. Есть у кого что-то? Если нет 0,1, давайте повышать. 0,2 есть у кого-то? Есть у кого-то 0,2? Давайте просто 1, 2. У меня есть 0,2. Покажи. Класс. И вот так вот. Да-да. А? Там что-то обзываться хотели, наверное. Не обзывайтесь. Мне не нравится вот этот раз. Почему? Потому что у меня нет ни пятерок, ни четверок. Бери давай. Попускает, кстати. Пузико точно не шаурма, брат. Ребят, мне нужно скинуть монолы скинуть. Ты про туалет или про что? Нет. Спасибо за каст. Отличный развлекательный контент и недушная дота. Незаслуженно низкий онлайн. Работяги, зовите своих бабушек и дедов к экранам. Спасибо. Приятные слова. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Что если я сделаю вот так? Дропаешь, да? Вот эту хуйню всю. Да-да-да. Да-да-да. Мне теперь уже это не нравится. Ну, поближе бери, поближе. Подожди. Не двигай. Вот эту? Вот эту? Подожди, малютка шепчет что-то. Вот эту вот. Что, она шептала? Гребит орал. 6-6-8. Возьми 6-6. Вот это. Да, сука, блядь. Фотографическая память. Я все заметил, запомнил. 4-2-4-5. Ну, почему? 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 Да, тройка-то ему нормально с рандомом. Там троек нет. Розыгрыш 10 билетов на Попстум Финлайн в Москве. Опа. Это опять мой ход? Не, не мой. Сейчас я думаю. Вон, Дрюша, одна, да? Выход есть у тебя? Да. Я понял. У него есть 6-й выход. У меня выход через единицу, скорее всего. Вряд ли 6, да? Да-да-да. Через единицу выход. Вот эту единицу. У тебя есть 6-ку закрыть как-то? Есть, есть, есть. Хорошо. А если я вот так сделаю? Ну, вот это нормально, нормально. Он сильно промахнулся, сказав, что у меня есть выход. Задержится, Андрюха, немного с нами. Если вот так. Опа-па-па-па-па-па. Шестерка там лежит где-то, 6-6. А знаешь, чем проблема 6-6? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это единственная 6-6, которая не уйдет. Да, она будет в руке просто гнить. Она у кого-то в руке останется гнить. Я сходил. Да, я вижу. Есть карточка, которую я выбил. А вон та твоя? Нет. Это базар? Это базар последний. Андрюш, ну 6-6 это уже погона, короче. И палет гусарский у тебя. Он с тобой точно? Либо он на базаре лежит, кстати. Вот здесь где-то я выйду. Убери отсюда ее. Что ты сбываешь его. Доминошки эстетическое просто удовольствие приносят сюда этот звук. Это на ощупь, я не знаю. Это величис. Ты не вышел, да, еще? Хорошо сыграно, Макс. Прочитал. Предположи, что за рука у меня здесь. У тебя? Да. Знаешь, что у тебя здесь? Я думаю, что у тебя... Сейчас скажу. Сейчас чисто мыслительный процесс. Какая карта здесь? У тебя, по-моему, 3-1. Говорят, что забыл. Начни вон, да. С домино очень много, типа, игр, но мы в самую унылую играем. Я даже не знал о том. Ну, надо погуглить, может быть, что-то есть реально. Ну, типа, это же... Ну, скорее всего, да. Какие-то вариации-то должны быть. Потому что мы вряд ли под одно это придумали и все. Мне кажется, вот с этим есть вариация, что ты, типа, кладешь, и может он в 4, ну, там, не знаю, в разные стороны идти. По-любому, есть тогда, когда ты набираешь не 5 доминошек, а все. О, блядь. Я не смотрел на нее специально. Ну, тут ничего не зарунило практически. Так. Давайте так. Пас. Чек. Это рыба. Я знаю. Молочаливая рыба. Скрываемся. Альберт? 4. 4. 30. А сколько у Андрея было? Ровно палтус? А там драфты не начались случайно еще, нет? Не начались еще. Блядь, ну ты сам рыбу въебал. Или это единственный ход был? Ты посмотри на свои. Что у тебя оказалось? У меня выход вот тут был. Ты мне его закрыл. Не, круто. У тебя 2-2. У Андрея 30 получилось. У тебя была фишка 2-2. У него была фишка 1-1. У меня 6-6, 5-5, 4-4 и 2-3. Что бы мне, блядь, сделать? Хм. Ну да. Короче, у Андрея 50. Он проиграл в домино. Начались драфты, говорит. Слава богу. Найс. Поехали. Пойдемте. Ой. А что пойдемте? Я здесь останусь. Ой. У меня домино. Вообще классная игра. Очень нравится. Очень нравится домино и кольчугу плести. Не ладно, кольчугу плести пиздец, чем домино, честно говоря. Так, ладно, все. Я сейчас эту сучару хотя бы в круг доплету. Альберт, помоги мне. Русские это делают здесь. Вот это, да? Да. Готово. Это получается я выиграл, да? У меня меньше всех было. В Чапаеве я был второй. Тут я, получается, выиграл. Здравствуйте. 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 Я к вам в гости, можно? Конечно. Да, проходите, пожалуйста. Вова. Альберт. Дюшес. Да ладно. Здорово, Макси. Макси Бон. Да. Так, что, куда можно падать? Можешь сюда падать? Если я тебя не смущаю, что я как тут рядом. Да не, пока. Как бедный родственник. Мне сказали вам профессиональные комментаторы, нужны, правильно? Меня зачем-то позвали. Я вообще ожидал 2-0, если честно. На предыдущей. На вот этой? Да. Я ожидаю толпу вопросов, кто это в части. Да, вон они, вопросы-вопросы, кто это. Кто я? Владимир Гексан, Вова Гексан. Комментатор Дотки. В основном Дотки. Сам на себя? Пока что да. А что-то еще? Какой-то другой дисциплины комментаторы? Ну, слушай, КС, да. И надеюсь по Дедлоку. Очень надеюсь. Я сейчас, если честно, параллельно с Антоном Дедлок ебашу. Только так. Это я. Да, мы нуждались, на самом деле, потому что... Да вы подустали. Ну, мы и подустали, и у нас не получается, ну, понял, вот это вот, комментировать, хайпить как-то. Особенно неинтересные матчи, которые были в начале, например. Зато получается плести кольчугу. Это замечательно, кстати, получается. Вот, спасибо большое. Поэтому, да, мы пригласили покомментировать, так сказать, какие-то вещи такие. Но сейчас в целом уже что у нас? У нас осталась сегодня-то, можно сказать, вот одна карта и две или три. Игра спиритов против экстрим-геймиков в целом достаточно интересная, по идее, должна быть. Китайцы могут подплавиться просто, они по ходу турнира всегда сдают. Деструктивный регион получается у мужичков. Нет только новой крови. Блин, я считаю, что нужно еще все-таки интервью взять небольшое. У нас здесь диван-тервью. Да, окей. А что ты делал до комментирования? Я был бизнес-аналитиком. Бизнес-аналитиком? Да. А сколько лет? А что это за… Мне 30-ка уже. 30-ка? Блин, ты очень молодо выглядишь для 30-ки. Что это бизнес-аналитик, это получается ты приходишь… Ну, давай я сразу себя перебью. Ну, ладно, давай твою версию. Моя версия – это то, что ты, соответственно, анализируешь некие, возможно, бизнес-планы. Почти. Так. Бизнес-процессы. Бизнес-процессы. Ну, это не бизнес-планы. Бизнес-процессы. То есть ты такой пришел, что-то у вас здесь как будто бы, блядь, не налажен мост общения вот этих долбоебов. Это плохо. Да, это я. А как, блядь, так… Подожди. А у тебя свой бизнес был какой-то? Нет. Я просто учился в универе. А как ты можешь быть бизнес-аналитиком, если бы, блядь, бизнеса своего не было… Ну, вообще, хороший вопрос. Но, на самом деле, бизнес-процессы-то, они есть стандартизированные, так сказать. Понимаешь? И, типа, вот, например, у вас плохо налажен процесс, там, я не знаю, вот от заказа товара до доставки. Вот прям проседает в этом моменте. И я смотрю, давайте вот посмотрим, как идет этот процесс. И я говорю, а вот так можно оптимизировать. И они такие, да ладно. Но, в основном, за счет софта. То есть, там, всякие… Смотри, тапочки с пумпанцами из Таджикистана на верблюдах – это вернюковый вообще путь? Ну, вообще, прикольная тема. Ля, брат. Бизнес-процессы, я понял. Да, это бизнес-процесс. Понятно. Я бы с тобой его наладил. И, то есть, ты после института, ты в бизнес-процессы пошел сразу, да? Ну, я по бакалавру, если честно, я вообще инженер-технолог в машиностроении. Но эту тему я дропнул. Так, я понял. Подожди, давай-то изначально. Вот ты школу закончил такой, значит, да? Да. Потом, соответственно, какой-то институт. Какой институт? Какое название? Политех. Политех. Политехнический. Питерский, да. Ага, ага. Отучился, закончил? Да, бакалавр, мага. Бакалавр. А бакалавр, это, по идее, это что-то такое, типа, овер-нормис. Закончил обычный, потом бакалавриат. Нет, сначала бакалавриат. Бакалавриат, это вот, знаешь, раньше было как специалитет пять лет. Так. А разделили на бакалавр четыре года и два года мага. А, я понял. Мага – это магистр, типа? Чтобы еще больше слов было. Сначала бакалавр, потом специалист, а потом магистр идет. Ну, если так, да, да, да. Я правильно понимаю, что бакалавр тогда, получается, замедляет, а магистр может в осту превращать? Ну, отцена хорошая, да, мне понравилась. Шикарная. Всем спасибо, ребят. Всем спасибо. Какой алебастер потом идет, там такого нет. Алибастер? Я что-то не слышал, кстати. Ну, и вот, маги, я, короче, отучился на бизнес-аналитика и пошел им работать. Два года, получается, такой. Да, да. То есть, блядь, это все, оказывается, система образования для меня так далеко была. То есть ты, получается, четыре года такой в одной специальности, бакалавриат закончил, а потом такой, да блядь, пизду, я вот два года сейчас еще поучусь на другое что-то и норм. И как будто бы полноценная, получается, работа. Два года отучился и такой, здорово, нахуй, я бизнес-аналитик, да, в компанию пришел такой, что-то у вас здесь процессики какие-то ебаненькие, сейчас я это самое настрою вам тут. Ну, я, конечно, не с ноги зашел, но зашел, да. Но я, на самом деле, на четвертом курсе уже начал просто к магистратуре готовиться. Типа начал уже там книжки читать, там что-то на курсы ходить. Я понял. И сколько проработал в итоге по специальности этой? Год. Год? Да, не вывез с офисной движухи. Так, а потом? Ну, и потом начал комментировать. Подожди, мы, по-моему, сейчас несколько лет проебали все. Так я уже комментирую сколько, года четыре или пять, наверное. А, и то есть это примерно, сейчас я посчитаю, тебе, получается, примерно было 26 лет, да? Когда начал комментировать. Двадцать пять, да, двадцать пять, да. Двадцать пять, да. Двадцать пять, в конце. Все, понял. А с чего начал? С дотки. Не, я понимаю, но вот именно ты такой, блядь, я хочу комментировать доту, да? Да, да. Вот ты вот сидишь, хочу комментировать доту. Там же тоже вот в чате, например, есть такие люди. Ну, есть, кстати, да. Из чего начать надо им? Ну, смотри, в Питере, я не знаю, Макс, ты знаешь, Ланы у нас проходят постоянно миксы? Нет, первый раз слышу. Фига себе. Я семейный человек, я время прощу. А, ты семейный человек. Ну, короче, миксы. Даже я с Новороссийска знаю, что в Питере, Ланы есть микс. Вот, да. Да? Конечно. Так туда кучу в прошлом. Блядь, они с первой доты работают. Да, 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 да. И ходил на миксы, ну, я на миксы ходил. И, типа, такой, говорю, Гогас, я покомментирую миксы. Начал их комментировать. В интернетах или просто там сидел за компанией? В ком-клубе прям, на ком-клубе кланы там. Да, да, да. Я понимаю, сзади там такой, он проходит с МИДа, делает флаг. Блядь, смотри, ты закнись, блядь. Ладно, это вырежем просто. Ладно, окей, окей. Комментировал, да? И потом, какой куда рост? Ну, а можно называть прям студии, да, там, вот это все, я не знаю. Ну, UCC, если помните. Вообще поебать, блядь. Помните UCC такие были? UCC помню. Это то, что сейчас фиссура. Ну, теперь, предположим, помню. Я знаю, как UCC. Ну, вот, типа, с ними начал работать. Там всякие китайские веселые турниры комментировал первое время. Ночные, вот это вот, с утра проснулся. Утренние, да, в 4 утра кайф вообще. А что, вот скажи, пожалуйста, вот момент такой, значит, вот, предположим, идет игра, тебе нужно ее откомментировать, да? Делать это нужно, значит, с энтузиазмом, естественно, естественно, как-то красочно, колоритно. А тебе прям очень сильно похуй на нее. Вот как ты себя заряжаешь? Это пиздец. И, честно, такое в последнее время чистенько. Я вот справляюсь с таким. А ты как заряжаешь себя? Ну, во-первых, я в перерыве тогда разминку просто делаю. Какую? Ну, комментаторскую разминку. Давай я сейчас... Дыхательная. Можешь мне? Надо стоять или сидеть? Да, стоять надо. Давай, я сейчас встану. Показать, может быть? Ну, показать в идеале. Ну, смотри. Так. Стрельникова знаешь, кто такая? Что? Стрельникова. Нет. Ну, это, короче, самая базовая дыхательная разминка. Так, давай. Ну, смотри, есть упражнение такое. Вы не роганете на меня? Не-не-не. Вот руки вот так вот держим. И ты, получается, вот такое движение делаешь по очереди. Вот так. И при этом ты дышишь. То есть ты вдыхаешь носом. И резко выдыхаешь ртом при подъеме. И вот так вот ты делаешь, типа, 10-12 раз. Поехали. Вот давай. Уже было? Допустим. Спасибо. И это, типа, у тебя, получается, прилив, короче. Чувствуешь, башка кружится? Ну, я не чувствую, что кружится, но я чувствую, что я немножечко, ну, как это сказать, форму обрел. Но это, возможно, связано с тем, что, блядь, приседал, и вот это вот все. Так вот, у тебя дыхание-то кислородом насыщает организм из-за глубокого вдоха и выдоха. Нихуя не глубокий вдох у меня был. У тебя не глубокий? Нет, ну, как он может быть глубокий, я такой резкий. А, ну, смотри, второй есть вариант. Когда ты первый вдох носом, выдох ртом, а на второй раз ты вдыхаешь ртом, выдыхаешь носом. То есть... Носом только. Нет, я так высморкнусь, скорее всего, она или поздно. Вот. Есть еще всякие речевые разминки. Но они уже не приводят. Хорошо, вот это ты делаешь разминку, чтобы немножечко форму, в тонус прийти, как бы там проснуться. Еще планочка всегда хорошо работает. Планочка? Да. Сколько надо постоять? Ну, я минуты полторы стою. Блядь, ну, давай чуть-чуть постоим. Ну, давай. Ой. Я на локтях, я на локтях. Хотя ты можешь не стоять. Да, что, нет? Но локти, они неудобно, наверное. Ну, я не так. Ну, давай. Чуть-чуть, чуть-чуть постоим. Заряжаемся. Да, да, да. Ты можешь не стоять, потому что ты как будто бы и так заряженный. А мне вот не помешает. Да я что, мне не впадло как бы. Все. Поддержать, знаешь, поддержать. Да. А как тяжелее, кстати? Вот так это или вот так? Блядь. Вот так потяжелее, мне кажется. А там без разницы, одно и то же. Да? Да. Так, и ты, значит, такой планочка, пошел, дыхание сделал. Да. И все, сел комментик или еще что-то? Ну, бывает энергозик еще. Я понял. Подожди, а напомни, напомни, ты комментируешь доту, а планочка нахуя? Ну, понимаешь, физически себя поддерживаешь? Ну, я поддерживаю себя физически, да. Ну. Ну, а нахуй я у меня планочка, когда я комментирую? Ну, типа, ты в тонус, чтобы прийти, чтобы проснуться? Вот я, например, сегодня проснулся в сколько? В два. Так, а ты там не опускаешь, что-то? Нет? Нет? Может, я его хером просто... Под рубашкой не видно, я просто... Все, я... Ладно, я готов. Все, чувствуешь прилив? Да, да, да. С тримами Алик и Эндрея. Мужики... Я чувствую прилив. Учился в жизни вместе с вами, следил за доту сцены вместе с вами. Пойдем. Спасибо. Ну, я прям уже чувствую, что я такой, типа, зарядился. Смотри, дядька, если тебе кайф, ты можешь там сесть, потому что тут ты упираешься... Тут вот эта залупа, да, вообще. Там деревянная хуйня, да. Давай, ты можешь туда прыгнуть, вот на комфортное место. Вообще, выбери любое место, брат, выбери любое. Какое тебе нравится? На комфортное место, садись просто. Дядька, Натонати, спасибо большое, очень приятные слова, что ты с нами столько лет. Вот еще, баба. Дай бог здоровья. Так, это водичку. Водичку? Да. Принесите водички. Да, холодной водички. Побольше водички, принесите нам, пожалуйста. Жидкость нужна. Так, а сколько у тебя ПТС? Ты играешь в доту? Ну, сейчас мало. Ну, сколько мне? Ну, мало сейчас понятия Вики. Пятера? Пятера-то нормально. Ну, нормально, для комментатора, мне кажется, нормально. Больше не надо знаний. Нахуя? Ты же вот, когда комментируешь, ты же не пытаешься анализировать действия, что нужно было сделать там или что-то такое. Ой, да я так делаю. Иногда бывает? Ну, иногда бывает, да. Ну, а в основном, типа, я прошу, чтобы меня ставили в пару с аналитиком. Ну, это умом, да. У нас таких нет, к сожалению. Мы хуёвый пиздец. Ближе всего к аналитикам у нас Макс, конечно. Ну, да. А кинь мне, Алик, водичкой. Спасибо. Только нежно. Давай я, или ты хочешь? Давай, давай. Кидай. Да, брат, давай. Нежно. Подожди, Андрей. Есть. Держи. Спасибо. Я уже был готов встать. Так, ну мы зарядились, получается, да? Да, я бы не смог комментатором работать. Я на вас смотрел и устал немного. Молодцы. Блядь. Ну, я чувствую, честно говоря, что довольно быстро зарядка уходит из меня. Довольно быстро. Есть такое, бывает. Ну, это знаешь, это приходит, так сказать... Вы видите чара снизу? Абадон? Давай, ладно, тройка Абадон. Тойка, я просил, брат услышал. Хотелось Абадона увидеть. А как они со спектрой перевернули вообще? Нафармились, просто подождали. Да, быстренько, легенько. Я просто посмотрел, ну, типа, 23 север, что он играл на спектре последние несколько дней. И, типа, там победы 70, по-моему, или 80 процентов. Но у него, типа, тиммейты, именно герои, были на тимфайт. То есть он качался, там тиммейты дерутся, он когда может состелить, нажимает ульт. А так, типа, тут... У них же там тимфайт-то что, был Дарксир? Дарксир был у них. Тусик. Ну, типа, а тимфайт кто дает? Дарксир и все. Центр... А, ну, это был, Тимбер, да? Тимбер мне давал тимфайт, потому что он фронтлейнер, и он играл против четырех силовиков или трех. Все, я зарядился, поехали. Ну, и на самом деле еще, знаешь, типа, от уровня команд зависит. Типа, вот Инт, когда комментируешь, ну, у тебя, как будто, знаешь, есть просто сама, как бы, мотивация, потому что это Инт. Тут, кстати, легкое для Аврора будет. У тебя есть такое, что Инт, мол, событие, прикольно. Ну, я комментировал уже Инт. У меня даже фраза в Доте есть. Не, я не к тому. Серьезно? Я к тому, что ты различаешь вообще, какие турниры, типа. Ну, прикольца. Я понял. Слушай, прикольно. Ну, было бы здорово, если бы ты вот сейчас показал хотя бы какое-то время, не обязательно всю игру. Да, я так и понял. Особенно ебаное начало, когда, ну, вообще нихуя не происходит. Чтобы ты просто показал, что делать, ну, и плюс, естественно, мы тоже будем, как бы, здесь, не АФК, естественно, хуйню из Москвы какой-то. Ну, там кто-то, блин, а кольчугу собирает, кто-то башенки строит. Нет, конечно. Хотя мы заниматься, конечно, не будем. Мне кальянчик обещали. Скорее, она вообще, знаете, вот еще, кстати, очень сильно помогает в комментировании. Кальян. Кальян. А ты серьезно? Так он же наоборот, по идее, расслабляет тебя, нет? Ну, понимаешь, тоже вот мы с преподом по речи, первое, чему учились. Преподаватель по речи. А ты занимался, да? Да, конечно. И что, полезная штука? Я тоже думаю, вот. Да, очень классно. То есть там вот эти упражнения, да? Ну, это я каждый день почти делаю, да? Бля, жестко. Блин, прикольно. И что он говорит? Расслабление – это вообще самое важное, чему нужно научиться. Расслабление. Именно расслабляться. Бля, спасибо, Зарей. Да, а ты можешь дать номер препода? Мне кажется, мы спаладили бы с ним. Че ты гудок скажешь? Легкая для Хера Икс Абаддона. Абаддон говно. Новая мета Инта. Ну вот у них есть умный найт, которого функция похилить и дать всякие эти бафы. И Абаддон тоже хилит. Ну, Абаддон ладно, тройка. Якобы он там, его функция, наверное, не хилит, а как-то бить. Но я не верю в Абаддона, который будет бить. В итоге из героев у них полноценно будет наносить урон что? Пак, это только с получением агонима, там артефактов прям жестких. ДК, который АФК фармит, и фея. Не с кем феи играть вообще, но только с паком ходить. И то, который хочет бегать и лутать чисто Экспу. Пизда. Да, то Аврора тут легко закрывает. И в лейте, а не играть против Войда. Он будет через хрон или через квадрат. Давай, давай, Альбертик. Мы сейчас тут, мы сейчас сделаем. Мы сейчас сделаем все как надо. Это Войд через хроносферу. Ну и все, 20-й левел, талантик, и погнали. Вот Макс, собственно, разгоняет сейчас прям как... Ну, с Максом мы работали на одном мероприятии в Казани. Не, я игру никогда не комментировал. Но ты в аналитике себя. Только аналитиком был, да. Отличный Войн в Казани, да. Там, правда, загвозочка одна. Флэшбейки, да, до сих пор? Ну, там загвозочка одна отлично. Я знаю, да, загвозочка. Кайфовая. Тоже жду решения. А, я понял. Я понял, кажется, что я понял. Ну, короче, вот сидишь и разгоняешь. Вот, смотрим линии, значит. На нижней линии Вилка плюс Абадон стоят против Войда и Феникса. Ну, вот что тут Войду делать? Просто бить крипов. Феникс попробует погонять. На Оле, в принципе, контроля нет. Если в Ежевику не попадет, то он здесь, ну, стоит, просто мешает. Потом переключаемся на центральную линию. Вот, сервер вообще шарит. Переключаемся на центральную линию. Здесь Шторм против Пака. Ну, матчап 50 на 50. Матчап скилла. Правильно? Правильно. Донат надо прочитать. Алебастр любое тело в студии перестоит в планке. Сиски и пузико поможет без негатива. Алик, ты лучший. Макс, спасибо за поддержку. Вчера только ты с доната про гандоны посмеялся. Андрей, пипиську будешь. Нет, спасибо. Спасибо, спасибо. Рыбак рыбака видит издалека. Так, ну, на верхней линии. Здесь что у нас? ДК плюс Омник. Стоим, качаемся. Визадж тут напрячь нормально не сможет. Мне кажется, что для визаджа это проигрыш на линии. Потому что... Ну, типа, визадж чем у нас хорош? У него еще и аспект на соло-сампшн, чтобы киллы... Скиллов больше денег зарабатывать. А кого он здесь убьет? ДК или Омника убьет? Что еще раз? Ну, ДК или Омника здесь визадж убьет. По-моему, не убьет на этом. Да не, почему? А с кем он стоит? Ну, с Тусиком. Ну, на левеле третьем, четвертым. Это сильно очень лаяно Тусик плюс визаж. Омника, они вообще что? А Тусик через что? Через пиво? Они все через пиво. Они вообще бездумно все через пиво играют. Клупенькие. Вот здесь я пойму, что через пиво можно играть с визажом. Согласен. Ладно. Вот кто пиздел. Вот Омник, 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 еще раз плюнуть. Есть. Не хватит. Не хватит. Ты видел? Ты знал? Да, я знал. А я не знал. Ну, база, база. Имана закончилась. Но все равно тяжело будет стоять, сейчас Омник без ресурсов. Гектор Антонио Родригеса тоже заблюют. Я вижу, я тоже умею, на самом деле. Так вот видишь, на самом деле у вас тоже есть чему поучиться. Не, ну конечно. Потому что вы комьюнити кастеры. Это вообще другое. Это сейчас я еще таким промежуточным голосом, полусвоим. Я понимаю, нет, я понимаю. Естественно, тебе тяжело сразу прийти и включиться, типа комментирование. Это же нужна какая-то тоже зона комфорта, там все это. Это все понимаемо. Это все понимаемо. Так, и что в итоге... Гектора, Гектора дайвит. Ты, кажется, еще и виллу. Смотри, встал вообще. Ноль очков Гектора. Ожидает, смотрит. Он стан, сейчас будет стан. Хорошо, Оля залетела. Что он делает? Хаешка пошла. И раз, и что-то какие-то стики дать. Блин, второй фраг, второй фраг не забрал. Но по-моему, деньги получил Визаж все равно за эту штуку. Со своей пассивки. Ну по идее, да, там же за ассист тоже дается. Ну вот вроде как да. Если я не ошибаюсь, а я скорее всего ошибаюсь, там нужно, чтобы 3 секунды после соло-самшена в течение 3 секунд сдох герой. Визаж хочет добить, напоминает, а он и добьет. Найс. Халява. Я просто вообще не визаж плеер, никогда мне этот герой не нравился по геймплею. А, кстати, это же реально, это аптечка Визажа под пивом. Страта. Это работает. Ты, по-моему, эту тему и рассказывал, да? Да, 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 да. Это работает, притом там довольно рано много дэмэджа получается. Она как-то хорошая. Ну типа можно таву рубить. Но вообще я с визажами играл с несколькими, и все, я всем говорил, дайте мне одну птичку, я буду ее контролить, ну там, или как-то бафить ее. И всем было похуй. Я даю пиво, а они садят ее моментально. Слушай, ну вообще ты был прав, а они нет. Потому что сколько пива дает урона? 110, если стало там. 110? Офигеть. Там у птички 25. Ну а вот и думайте, думайте. Думайте. Ну это факт. Да нет, там просто нужно наливать пиво птице после того, как она встанет с тонн формы. Вот тогда на мане. Контроль руну он не знает. Ставит стримкового натаска. Тебе, Макс, тебе не надо комментировать. А, мне не надо? Конечно. Нет, ты можешь, почему, Макс? А, привычки просто, да? Да, привычки в волне какой-то. Я понимаю, да. На самом деле, вот эти первые файты, мы иногда на лавкасте даже не комментируем. То есть мы сидим дальше, обсуждаем свое. Охуй, типа. Ну типа, они на что не влияют, на большей части. Не, ну это правда, но в идеальном мире все равно, как бы, надо как будто бы говорить об этом, то что происходит. Без негатива номер 2, Андрей, почта над, искипает. Ну вот, например, давай ламача забирают, вот это уже поинтереснее. Килки, ну щиток, и он свалил, все. Да, хорошо было. Я сейчас без шуток говорю, прям реально. Я, ну не могу сказать, есть экспрессия. Я чувствую это, я чувствую это, я слышу. Гостя на колесо, по традиции. Есть такая традиция? Нет, у нас уже было, у нас было колесо наказания, но оно сдохло уже, так что, как будто бы нет никаких традиций. По традиции тебе только кальян вынесут. Это хорошая традиция. А ты, Андрей, что-нибудь заказал себе на ужин? Да, вроде нет пока. Да мне, мне как обычно, мне как обычно. Меня можно не думать. Андрей, ты будешь? Нет, спасибо. Вот этого тоже иногда, знаешь, не хватает. На каких-нибудь катках, которые 40 минут идут, и вот там вот ты реально уже сидишь и думаешь. Че обсудить? Я, ну, это прохуй сейчас. Ну, это тоже. Спасибо, пацаны, что позвали такого замечательного гостя. Я за то, чтобы на каждом касте присутствовала телочка. Даже если она не очень. Спасибо. Очень приятно. Да, хейта, типа, знаешь, уже она... Ну, как-то, уже хейт не воспринимается вообще. Потому что, когда только начинаешь комментатором, тебя чат так поносит. Ну, да. То есть, прям по тебе можно жестко шутить. Вообще. Да. И ты будешь держать удар. Ну, типа, понимаешь, мало кто может меня обидеть. Ну, то есть... Это был вызов им. Да, окей. По еще на донату. Семя в марту. Коронная фраза Альберта в те времена. Я вам че закатки насрал. Что вы доебались, как дред запулил 18 танго или как пьяный соло врывался к дреду на сакасты игры. Спасибо, мужики, за отличное время. По сей день кайфую с ваших стримов и сакастов. Лучших. Удачи вам. Спасибо большое, и вам тоже. Кстати, интересная у хорошего прожарка от донатиков. Макс, давай, если абадон винты сбреваешь усы. Если нет, то я сбрею усы. Да-да, они у меня тоже есть. Запишу видеопруф. Это не... Неравнозначный обмен. Мужики, я, блядь, так устал. За два месяца было четыре выходных. Сам на заводе работаю, бабки, не проблема. Но износ пиздец. Какой спасибо, что даете вечерком чуть схватить расслабку. Спасибо, братан. Блин, да, круто. Если тебе действительно нравится, помогает вообще с удовольствием. Делаем то, что делаем, если это и приносит пользу. Так вот поэтому, понимаешь, мне кажется, тут вот Далай-Ламыча забирают, но ультимейт, все, по съебам. А хроносферка хорошая, 23 Севеджи. Ну, приходят тиммейты, что аналог справится? И вот Омник тот самый, который хилит. Далай-Лама выходит, аналог решил впитать за тиммейта на арбе, выйти. Феникс до конца, но птички тут не сожгут. Ну, с Куфилдом пришлось пожертвовать. Что поделать? Ну, что я говорил. У вас друг друга вы хилите, а никого убить не можете. У вас ворона просто нет. Да. Пришел Омни-Найт, похилил Абадон, а Абадон развернулся, похилил Фио. Вот это, блядь, страта. Подхил. Подхил, реально. Ну, что, ну, в Войду надо подкачаться еще, он же не может не сразу. А мне там что-то заваривается? Что-то делается? Что-то играет еще. Спасибо. Войду против них, Андрюх. Они... Да? Да, да, да. Ну, все, тогда тоже вырежем. Не, ну, я про то, что хрона поставили, не убили никого. Вот я про это хрона сказал? Да, но это, да, да, да. Войду тоже такой забытый герой. Но важно, матч появился. Смотрите, как неожиданно. Когда уже и спектра, типа, докачивается до слотов, неважно, что происходит. Просто из-за того, что люди замедляют доту немного. И у них против Войда всего лишь один директ стан есть. Стан ДК. Против Войда. Ну, да, да, да. Да, но тут, опять же, Абадон. Ну, есть Dream Coil Pack, я, как бы, можно поставить, Войда затыкать. Но на Dream Coil Pack ты можешь всегда развернуться, дать хрона, да, пережить Койл и сделать даггераут. Ну, там, вот это вейф его. А против ДК, если он тебя с даггер достану, вот у вас будет 4 секунды убить. И все. Ну, вот, смотрите, что Абадона взяли. Крутой герой Абадон не умер. Не умер. Молодец. Легенда. Вообще, опять же, вопросик, что он на коре будет делать. На спорте-то вроде прикольно. Аганим собрал, подсевливаешь. А на коре что-то надо выдумывать, самому как-то дамажить. Вот он еще и решил без Радика в итоге играть. Он саблю Монту, скорее всего, будет делать. Да, он, что-то такое у него было. Но как минимум у Радика не было. Что в целом, на самом деле, уже может вопрос определенный вызывать. Не, ну это осуждаемо, я тоже считаю. Вообще, мне кажется, на Абадоне, ну, ты с таким кайфом с Радиком бегаешь. Ну да, уже. Как будто бы надо же одни пытаться играть. А Манта это, вот это вот. Ну нет, сабля круто. Сабля вообще, безусловно, очень круто. Глебнир. Манта. Это он и, видимо, будет делать. Сабля Монтару, да. Просто как он будет бить, кого он будет бить. Еще, ну то есть, как бы это тройка, которую на линии обоссал Войт. Да. Это мем крепкий. Это надо поискать еще такого героя, который может вот так вот. Как суппорт, да, как корр, ну что-то сомнительно. Сомнительно, но окей. Ну ладно, они поверили в себя, спектрой сработал, решили дальше своих чаров выкатывать. Так со спектрой у Авроры сработало. Так это же одни и есть. А, да, да, my bad, my bad. Много промахов, Андрюх, что-то в игре. Ребят, зато в кольчуге промахов нет. Нет, это кайф. А как она уже выглядит, кольчуга? Там полностью первый раз завершен или нет? Сейчас, я тебе покажу сейчас. А это типа как крючком взять такое развлечение? Ну, это сомнительное развлечение, но почему-то у нас возникла идея. В какой-то момент. Сделать кольчугу из крепок. И я как только это услышал, я такой, заебись. Поехали, я с кайфом. Бывает такое, знаешь, что-то зацепило. Вот со стороны кажется, что за бред? Но, блин, цепляет. А так, по факту, да. Это как вязание, мне кажется, что-то такое. Центральную башню сил света атакуют. Вы вообще в дедлог играли? Я. Я тоже не играл. Я не буду разгонять про дедлог. У меня просто... Ну, я скажу, что вот дедлог, мне знаете, игровая импотенция, думаю, вы сталкивались, да? Конечно. Я вам это вылечил? Вылечил. Я просто ебашу по 10 часов в день. Прикольно. Вот он запускается в 3 часа дня. Я просыпаюсь к этому времени как раз. А он еще закрывается в какой-то магазин? Да, там с 3 до 4 ночи. Нормально. С 3 дня до 4 ночи открыты сервера в нашем игре. Нормально, нормально. Уже можно как украшение продавать, вот это, которое у нас шаря. Вообще да. Шаря уже. Вот так вот она идет, раз, все связано. Вот это вот. Сейчас мы кружочек из нее сделаем, и на нее можно будет наплетать уже. Ну это, это пиздец, тяжелая кольчуга, кстати, будет по итогу. Ну что и ожидалось от кольчуги. И вот смотри, Далай-Лама снова что делает? Ульты бежать. Легендарного флейнера ставит суперного. Тут даже хроносфера, как-то все криво, надо выходить. Дримкойл, но Ларинов, Ларинов, пофоткать. Теперь вилку, ну с Куфилда грех не забрать. Остальных отпускаем. А у них реально... Погодите, а что аналог делает? Он выходит. У них реально задача типа с Куфилда забрать? Единственный герой, которого можно убить? Ну получается так... Блин, вообще да, Бадон, Омник, они что-то сэвить друг друга. С демеджем тяжело. Это, видимо, вы об этом говорили примерно минут пять назад, да? Хотя ДК что-то огромное. Ну как обычно, Гектор Антонио Родригес подвырос. Ну вообще, я бы сейчас прям сильно бы на Аврору болел бы. Мои усы на мои усы. А усы есть усы, или что ты золотой пизды колпак лизал и щукотал ее имя? Максимально без негатива. Ну в смысле не равно. Приздец. Сколько ППС у гостя? Мы, если что, проверим. Я думаю, ты никак не проверишь, потому что рейтинг. Сейчас редко играю, у меня ранга даже нет. Я вчера, или позавчера, обычку играл. Хорошо, гудок, давай тогда так. Если ободон проигрывает, я сбриваю усы. А если нет, то ты сосешь член. Да, это что, это прожарка меня началась, и что? Забайтил реально. Так себе трейды какие-то. Так себе что-то удовольствие. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вот тут душноватая будет игра. Вот прям видно. Ну справа мужички в качку нацелены. Сложно сказать. Мне кажется, минут через 10-15 у них какая-то возможность появится. И то пак будет недофармленный. Ну а Бадон вот решил пораньше выйти в какого-то адекватного кора. Он себе, значит, это вот манты сабли, и он типа делает. Слева тоже, на самом деле, граждане никуда не спешат. Это когда ты берешь Войда, ты, в принципе, готов играть сколько угодно минут. Абсолютно сколько угодно. Войд, Феникс, все вообще классно, все супер, можно играть, можно жить дальше. Мне кажется, тут вот на месте героиков стоит задуматься о том, чтобы как-то поддавливать, что ли, начинать. А нет ощущения вообще, что на Бадоне вот эта сабля-манта, это пост-1 сборка, а не пост-3? Ну это, в принципе, кор сборка, я бы сказал. Ну типа кор, да. Это зависит от того, как... Мне кажется, это сильно зависит от того, как у тебя на линии пошло. Если вот он так заглотил, то надо уже через радик что-то делать. Комбэкать. Да, надо камбэкать. Из-за того, что у тебя не дофарм, там твои эти сабли, манты, они не тайминговые будут, у врагов артефактов будет больше, и ты все равно ничего с ними не сделаешь. Вот если, опять же, да, свапнуть там визажа, например, и Абадона над ворсами, да, хоть они и враги, то да, это могло бы работать. А так, типа, реально радик нужен. Там пару человек в чате создали коалицию, якобы через 10 минут никто не умрет из команды героев из-за Абадона, из-за того, что это лучший герой. Лучший герой. Ну ладно, не лучший герой, ладно, а очень хороший герой в этой мете, и никто из-за героев не умрет с появлением Аганима на Абадоне, как я понял. Сейчас посмотрим. Вот еще отличие комьюнити каста от, ну, типа, студийного каста. Вы вот так на чиле разговариваете. Мне вот к этому, типа, знаешь, вот ты, Андрюх, говоришь, и меня прям... Ну, сейчас донат пройдет. Это не ответ, дружище. Сколько максимум было, пц? На мужика без пиздежа попрошу. Ну, максимум было 5400. Сейчас, ну, я думаю, где-то на... И учитывая инфляцию пэтосов, я думаю, на пятеро я все равно еще играю. Ну, я говорю, я еще в дедлок плотно залипаю, типа, я там уже в 0,1% зашел, типа, прямо... Так, что тут у нас? Ободончик, бабодончик. Бегает, прыгает. Манты нет еще пока. ДК, блин, я не знаю, откуда он берет, если это не творится, этот господин... H1, Z1. Визаж большой ДК. Ну, рано или поздно, наверное, херойки что-то задумают. Как минимум, осада, так сказать. Блин, у них очень жесткая осада, кстати, реально. ДК, минуте так на 30-й просто может встать около хайграунда. У него Абадон и Омник. Так, вот это на кого-то на войну. Хорошо, сэвыч. Кто пиздел на Абадона? Саделькой. Сэвычка у них хоть сделала, зачем-то вышел такой боковой. Так, а здесь Ларина единственный таргет. Скуфилд, но его подсейвливай. Давай, Лама. Ушел в Шаду Реалм. Снова. Лабиринт, все. До свидания, таверна. Ну, Джабс тут. А что пришел? Типа, у тебя Вайда только что ганганули. Я чуть не понимаю. Короче, ДК сейчас БКБ купит, они пойдут заканчивать, что ли, ничего? Ну, они могут в теории. Там, ну, в 18-й, да хотя любой левел на ДК, он просто стоит на хайграунд, и у него сзади стоит Омник и Абадон. И убить его невозможно никак вообще. От спама нет никакого слева. Вообще, ну, просто никакого. Есть крипскип и шторма, но этого может не хватить. Короче, что-то, по-моему, для Авроры это финало. Несмотря на Войда, хоть я очень жестко хайплю Войда, то, что это суперкор крутой, который в лейт, выходят, скейлятся туда-сюда, мне кажется, тут они реально просто никого не убьют. Макс, чат был прав, я думаю. Да, ну, кто? Вот это пирамидка у тебя тут. Кто знал, что вы так хуёв будете играть? Никто не знал. Типа в вакууме, это говно-герой, говно. Никто не знал. Там будет просто Кей-1 тащит ботов. Из кофе, да. Я, короче, понял. У вас тоже эта тема есть, что хочется что-то руками, да, делать? Ну, есть такое, да. Опа, хроносфера, минус пак. А говорили, не убьют. Чат был неправ, получается. Проиграли усы. Да? Какие усы, я ничего не ставил, блядь. Не, они проиграли усы. Они проиграли усы, да. На нашей чаше весов ничего, а на их чаше весов уже как минимум двое усов. Двое усов. Там два человека. Донатера. Ты же, Андрюх, тоже работал в студийном касте какое-то время же. Все верно. Все верно. Я, между прочим, и на комментаторе был. Вот именно. Я тут уже показывал. Уже показывал, было, но... Макс, как нихуя себе ты возомнила о своих усах. Это просто волосы и байк под носом на верхней губе, которые относительно быстро растут. Если не согласен, тогда признаю силу Абадона. Так, нет, ну блин, у каждого есть своя цена. Вот цена, допустим... Ладно, не буду рассыпать. Разглагольствовать. Всем привет, я зритель из будущего. Здорово. Вот вам спойлер. Минут через десять у Херайк никто не умрет, а Гудок будет холодильником для сосиски. Жесть. Я не буду холодильником для сосиски. Гучало, есть еще предложение. Так, так, так. Давай, если я побреюсь, ты бреешь яйца молодому, который посасывает кальянчик. Если я не бреюсь, то я наебал тебя. А Бадон мне при чем в данной катке? Хулевое предложение. Я не согласен. Вот, у каждого, как бы, действие есть своя цена. Но, допустим, если мы сравним жопу одного человека и второго. Моя жопа, например, и жопа... Уважаемый Максим, попрошу вас, когда этот господин очередной раз выскажет свое мнение, типа, я не понимаю. Дать чаполоха. Так, а вы понимаете, вот это на самом деле я не понимаю, это, типа, у меня привычка уже с аналитиком, когда работаешь. Ты, типа, говоришь, я не понимаю, и ты, как бы, передаешь таким образом слово. А это, типа, секретное... Да, да, да. Кодовое слово. Грубо говоря, да. У нас тоже женой есть кодовое слово. Стоп-слово, который. Да, стоп-слово, да. То есть ты таким образом байтишь аналитика поговорить. Потому что бывает, вот, с Митяем, например, с имейтом комментируем, и, ну, катка реально скучная может быть. И, типа, сидим, что-то разгоняем, и он может замолчать на минуту, на полторы. Ну, и нужно как-то его разбудить. Ну, и вот у тебя есть... Ну, и иногда, когда ничего не происходит, ну, хотя мог же нам всегда найти... Типа, да, разогнать. А какой-нибудь ерунде, да, сказать. Вот Таск взял себе шар, да, и, точнее, они ему, наверное, выпалятся с Тарментора. Очень полезный спел. Типа, вот такой фигни, да, разгоняешь. Ляду, походу, что Киеван тут констапабл. Я не знаю, чё, вот, вот, я не знаю, опять, видишь, это вот снова подводка к максимуму. Да, мне кажется. Ну, щас посмотрим. Блядь, прекратите булить гудка. Мы с корешами смотрим его и уже отнули две тысячи ПТС четырех тысяч. Респект. Спасибо, 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 спасибо. Пошел мой донатик. А на что ты согласен, чтобы признать силу Абадона? Так зачем? Если у меня есть мое мнение, зачем его менять обязательно? Это уже какие-то оккультные, если честно, разговоры. Хотят вот, да, хотят в свою секту Абадонов меня переманить. Тут вообще дело, ну, мне реально кажется, что тут дело не в Абадоне. Абадон тупо, вот, впитал несколько гангов, не погиб, вся его задача. И щиток давай. Привет, Дрюс, я Лот. Я жду те самые катки с Витюши, Алипин, Салычин и К.О. Щирияя, почем нынче Соло продает Харьков на Авито? Ладно, повышаем ставки. Давай. Максимилианус Гудеонис, давай, если Абадон победит, ты брейшь усы. Если нет, я за сухуй, в виде подтверждения скину. Вопрос, зачем мне твое видео? Или нам твое видео? Фак. Какое стоп-слово говорит Гудок жене? Take your finger out of my eye. Осуждение максимальное. Наверное. Преимущественно растет БТВ. Мужик новенький, ты можешь убыткой аппарат забрать и кейка фермачом забанить на хуй? Это очень поможет победить на Абадоне. Спасибо, Станшерман. А при чем тут кека? Да, это чел, который каждый день меня просит забанить кексов в чате. Ага, понял. Он знает стоимость, но по 100 рублей доназит. А ждет, когда прокнет там настроение, может быть. Или как-то сойдутся там звезды. Да не, тут просто фармежка. Я не знаю, что ждут герои. Типа есть Аегис? Они могут дождаться. Они могут дождаться того, что Войт в соло будет убивать героя какого-то. Но пока разрыв вообще колоссальный. Ты смотри, 12,5 и 20 тысяч. Ну да. Но поздно с латы закончится. С другой стороны, вот тут Абадон вот этот есть, который, честно говоря, тоже скоро превратится в большую четверку просто. Поэтому, с одной стороны, вроде норм, но если они будут доминировать, если они выиграют тимфайт, они могут легко закончить игру. Но если они тимфайты не смогут выигрывать уже, то там как бы, мне кажется, от какого-то более глубокого лейта у них ситуация лучше не станет. Но вот если мы сравниваем комбинацию тройка Абадон в таких слотах, что у него там, сабля и манта, да, и кордека, и в противовес идет Войт, и с ним визаж с Кирасой. Так, хронат сферок Иван сам заходит, прости, Максим, заходит сам в хронат сферок, Иван переживает, его подхилили, все дали. Отойти, Супернова в молоко, а чем драться? Все, на тимфайт ничего не остается, можно дальше просто ломать, и все. Ну вот не хватает у них. Нет, у них дали. Алик похорошил после массажа, но зачем тебе очки? Компенсация, так сказать. У всего есть своя цена. Спасибо за рейд. Рейд? Поебота. Опа, нет, это Ира, Табула Раш, спасибо большое за рейд. По крайней мере туда отправляет. Всем приветики, кто пришел к нам, у нас здесь активный просмотр доты. Спасибо, Ира. Иван Армлет не нажимает. А, нет, это не Ира, это Антоха. Спасибо, Антохич, спасибо большое за рейд. Там еще один рейд залетает. А, это задержка у тебя? Я ничего не понимаю, это, видимо, они по очереди, что ли? Или же, непонятно. Но в любом случае, спасибо большое. У нас тут уже, сколько, седьмой день подряд, 10 часов этих самых, о, спасибо. 10 часов плюс доты. Сейчас вот матч на вылет у нас идет. Ну, самый неинтересный момент, мне кажется, был вот это вот, когда на верхнюю и нижнюю сетку разделяли. Но то, что там спириты въебали, это, конечно, шок был. Я не знаю, вот, мне кажется, я уже миллиард раз говорил, что это все должно быть без вообще лазеров. Одну игру сыграл, проиграл, едешь домой. Челы, которым хочется брить усы и сосать хуй. Зачем вам лишние споры? Делайте как по кайфу. Брейте усы и сосите хуй. Ауф. Жду видеоподтверждения, кстати. Андрей Рух. Ну, а тебе спасибо за стрим и очень личный вопрос. Хуй будешь? Не, не буду, спасибо большое. Вот этот момент, о чем я говорил, задиомник, задиабадон и все. И демонтаж крайне серьезный происходит. Отпушивать нечем. Нет, драгонайт это слен, поэтому он очень быстро фармит и очень быстро сносит. А джета нет, нормально. Блин, а реальных не убить. Нет, драгонайт это драгонайт. Да? Да. Ну, он просто первый день инта. Бля, я тут зоси разгию. Если он победит, ты соси хуй. Да уже, блядь, сосите хуй. Спасибо большое за донат. Я очень хочу посмотреть видео, как гудок сосет член. А можно попросить пососать член? Почему я вообще говорю по-членам? Давайте поговорим о черепахах. Какой член у черепахи? Уважаемый, но это очень сильные комментарии от профессионального комментатора. Не науча тут фармешка идет, не вынимайте, пожалуйста, из своего рта. Да. Грубо было. Это пытается, это прожарка пошла. У нас будет... Нет, это грубый донат. Два грубых доната. Ребят, давайте так, мы вот к следующему матчу, мы подготовимся и откомментируем... Профессионально. Да, именно профессионально откомментируем. Давай. Хрона пошла, кей-уана пытаются пробить, омник рядом, не достает. О, отлично, кей-уан, а он спивает еще нажатом вверх. Ну, супернова, да как он хилится? Он просто живет, давай лама зашел вперед под ультимейтом. Никого не убить, правы были челы. Блин, как же они шарят? Ну и все, и все уходят. Ну, омника попробуют хотя бы забрать, но подписывается за него. Сайлент, Стана, Драгонайта, Сноубол шикарный. Ну, 23 Севедж тоже запрыгивает. Севедж прыгнул, блядь. А где демедж? А где демедж? Кей-уан до сих пор живет, кей-уан исчез. Успевает забрать, он погибает, но они теряют трех героев. Ну, че это? А, байбеки, все, отойти. Гудок, может го-каточку в Дайор Беллинз? Пока ждем следующий матч. Молодой пока ментит. Посмотрим, каков он в деле. Адрюс вообще не заметит. Человек делом занят. Да. Да я девайсы не взял, ребят. Так бы сыграл. Ну и там микро-писочки не хватило, чтобы этого ДК убить. Это все бы изменило. Мальчики, не спорьте. Здесь сосучен, только я. Интересует. Нет, спасибо. Мы сами. Мы сами справимся. Ну там на самом деле чуть-чуть повезло прям, что с Абадона кто-то снял как будто с Айленс. Потому что Ларинов очень хорошо залетел, дал ему арчит. И он успел в последнюю секунду дать вот этот Гвардиан Энджел и ДК выжил. Если бы ДК умирал, там бы все сыпались поочередно. Я вот тут перефарм сказался. Вот эти как раз 10 тысяч у ДК. По сути весь перевес-то, да? В ДК. Ну чуть-чуть вилки еще. Нет, по факту. Ну да. Да можно сказать весь в ДК перевес. Ну весь в ДК, да. Ну и вот опять же, в прошлом файте его почти убили. Если бы там чуть-чуть еще было бы больше, это уже огромная проблема была бы для Хероиков, если бы они... А-а-а. Смотри, Андрюх, перебью, сори. Там делают нулик, воют. Что? Нулик делает воют, это значит, что не будет ульты Амни Найта. На таргете в Хаона. И спокойно убивает таргет Хаона. Ну да, но Гектор Антонио Родригес тоже рано или поздно может себе и БКБ придумать какое-то что-то пережить. Хотя они ведь пока не хочет. Ну и по крайней мере Аегис тоже чуть-чуть помогает ему. Единственное, нет веры в визажа Лейтолова. Вот я не знаю, что этот герой делает там на 40-й плюс минуте, кроме какой-то. Он вроде плюет, но все равно этого не хватает. Рокомментируя профессионально. Член сосать-будок будет тоже профессионально. Симка будет профессиональная. Интимная стрижка профессиональная. У тебя на стримах нет такого, да? Вот такой. Всем привет. Всем спасибо за каст Дреду, Алику, Максу, гостям, Стафу. Продолжайте в том же духе. Окей. Но Андрей, ну ты заебал со своей кольчугой. Понимаю, что тебе насрать на доту. Но не полдня, а в диван сидеть же. Потерпи. Переключись на события. На зрителей. Как ребенок, которому скучно. Кто ему столько символов дал, блядь? Ты кольчугу увидишь, когда, сука? Ты поймешь, блядь, все. Да и к тому же, вот честно говоря, нам, возможно, стоит уже делегировать обязанность. Сейчас я сделаю первую часть, а дальше уже мы передадим кому. Завтра Максона надо будет подстраховать в правой лапе. Он крепкий, но не такой крепкий, как Абадон. Завтра выходной неких забил. Ну, чем началось, мужики? Ну, кто-то же должен отсосать. По-по-по-по-по-по, бьют. Давай, Питера. Киеван живет, БКБ нажал. Суперновую поставили. А хроносфера, хроносфера есть, еще не поставили. А даже без хрона. Сейчас поставят хроносферу по двоим. Отлично, наобника то, что нужно. Погибает Ки-Джей, кого-то бьют. Давай, Ламыч, ну, его долго бить. А что тут делает вообще Драгонайт? Там Аганим у Тусика, что ли? Ну, отстрясай, вот что уходят. Все, надо бежать отсюда, херов. Неужели дождались? Нулик зарешал. Да нулик зарешал 100%, скуфил тоже в таверну. Че, где ваш Абадон? Вот, выкладываю, блять, работаете, я, бля. Силы света используют сканирование. Да нулик зарешал. Пак уже с Аганимом, нормально. У БК на стриме такого нет, потому что он сам в этот момент сосет в дочке. Ну и получается, кто пиздел на 23 севеджа? Ну, дождались. Ну, это же Войт, это Войт. Он рано или поздно начинает делать то, что он делает. Да, Аганим реально у Тусика. Он чисто, вообще, у него такой джентльменский набор. Блинк, фейзы и Аганим. Спасибо, ребят. Вы просто охуены. Дред, ты просто супер чувак. И эти другие хозяя, кто они? Новые легенды. Дред, ты супер. Алекс, супер. И другие супер. Гудок, соси член. Опа, спасибо. Почему на каждый донат потом написано? Да, я не знаю. Гудок соси членов, а где-то за спиной ски хикуют девочки, блин. Че это? Может, они и донатят? Они сидят, они сидят, донат с дожатыми никнеймами. Соси членов. Потом выводят обратно на карту и еще раз донатят. Помнится Давича Андрюслав Дридовский обещать додать дрему ЕСИ 20 минут. А Олег, как дело? Гудок? Хуй предлагать не буду. Просто дам тебе его. Целую. Да, нечто странное происходит. Спасибо гостю за то, что занял вакантное место человека. Это кто нахуй, а то Грёк уже не справляется. God bless my all God's day. Все, пожалуйста. Андрей, не слушай этих недалеких. Кольчуга – это нужнейшая тема в хозяйстве. Можно и присед с ней делать, и в правой лапе на замене постоять. Факт. Так, подпись. Есть инфа, что за правая лапа? Что еще раз? Что за правая лапа? Добрый вечер, молодые люди. А, это мем. Я очень рада, что вы прекратили свои треш-стримы, и вас хотя бы можно смотреть всей семьей. Спасибо. Но я не вижу среди вас пухленького мальчика. Говорят, что он ушел минут 20 назад слабиться в уборную. Так и не пришел. Сходите, проверьте. Может, надо вскорую вырвать или бумагу подать. Забавный факт. Если донатишь с оплатой комиссии, то донат обойдется в 322 рубля. Сразу видно, друг соло. Слушайте, ну вот сейчас уже точно можно ставить на левых. Ну, я имею в виду ставить интерес. Ставить свой интерес. Балоканал. Ставить свой интерес тоже не рекомендую. Просто, ну, выиграют, в общем, левую уже. Потому что, да, Войт уже прогрызает нормально. Ты бы усы поставил на левую? Да, нет, мне вообще не сложно. Волосы, усы вообще без проблем. Ну, я бы волосы не стал. О, вот Абадон делает себе Аганим. Но проблема в том, что он просто в четверку превратился. Он также будет просто давать Аганим и давать возможность выжить для ДК. Если бы он был на четвертой позиции, ничего бы не изменилось глобально. Он просто так же стоял бы сзади, нажал бы ульту во время хроносферы и все, больше ему ничего не нужно. Так он просто рефрешер нафармит и будет две ульты давать условно. Что тоже круто, конечно, но не то, чтобы для этого кор позиция нужна. Мне кажется, как раз-таки именно за Абадона на оффлейн у героиков сейчас возможность проиграть эту игру есть. Был бы другой нормальный кор, они бы уже, вероятнее, все выиграли. Потому что Аба ничего не делает, реально. Он даже не может подойти, пассивку настакать на башне. Конечно, да и на героя тоже никакого не может, в принципе. А там что-то поменяли же на пассивку. Там он... Отданка... Запомни словосочетание, отдать свое предпочтение. Хорошее словосочетание. Там что-то как будто какое-то... Готовится что-то. Ты, блядь, Андрей, реально как ребенок, которому неинтересно в гостях. Если неинтересно, собирайся, иди сейчас домой, пойдем, будешь в уроке на хуй делать с черновик. А все в чистовик, еще переписывать надо. Больше не возьму тебя в гости никогда. Это хорошее. Гудок, последнее предложение. Давай так. Если Абадон проиграет, то я сосу хуй. Если вы играете, то я сосу хуй. Думайте. Согласен, согласен все. Блин, сосательный член и степень из гудка тебе в рот. Сосать, лизать, сосать, лизать, сосать, лизать. Блядь, почему он нахуй... Что началось? Я не знаю. Настолько матч неинтересный, что люди просто в членах интереснее разговаривают. Розыгрышный ун Дирграунд кольчугу в ТГ. Закончить это полотно, головоломку дьявола. Возможно, следующий Олег наденет ее на себя. Юну. Нет, есть шансы закончить. Главное завершить вот эту верхнюю часть, а потом только продлевать ее. А ты по себе ее делаешь? Ну, человеческий размер, да. Человеческий размер. Да, да, да. Но я думаю, если вдруг мы ее закончим, она нахуй всегда на олдкастах должна висеть, как память. Я удивлен, что еще никто не предложил кольчугу нахуй надеть. Это странно. Было сделать защиту, нахуй. Ну вот пошел уже килл с органимчиком. И что сделаешь? Ну давай лама, окей, живет. А дальше? Это тройка Абаддон, кстати. Ну вот такой он умеет делать. Выжил. Дальше непонятно что. Кулдаун ульта пошел. Файт не зайти. Ничего не сделать. Ну орчит нажмет, окей. Кому не похуй уже на орчит. Вылечился Абаддон. Рошана. И вот как-то что делать? В целом хватает дэмэджа, быстренько его убить. Никто не проседает. Будут нападать, нападать сложно. Есть хроносфера, аганимы всякие и так далее. Что-то как-то не очень торопятся героики. Да они не успевают уже, все. Плюс эгида для 23 сэвэджа. И рефреша. А, еще и рефрешер. Окей. Ну, хрона такая. Не очень, да? Но у него есть рефрешер. В принципе, одного скусов да забрали. Уже не так плохо. Он байбекается, возвращается в драку. Хекс пока что на Кейвуана. Серьезные проблемы у Тусика. Тут же выкупается. Очередная хроносфера под супернову. Но здесь под сейф от Омника. На него хрона не поставили. Но есть нули фаертера раз. Шикарные от вилки, которая байбекнулась. Держит в контроле Кейвана. Ну, до конца навалит. Просто выкинуть его подальше. Хорошо, но... Но нехорошо для него. Давай, Лама. Идет вперед. Тройка. Тройка. Впитывать. Аналог тоже впитывает. Выбили Аегис. Это очень хорошо. Давай, Лама. Заканчивается ультимативная. Аналог вышел пока что. Вот Кейджей забрать. Будет шикарно. Забрать Кейджей. Забейте. Ну, ладно. Тут пак. Мана есть у Шторма? Есть мана. Но в итоге опять будет страдать. Давай, Лама. Хекс. Нулик. Все. До свидания. Баев нету на двух корах. Что, минус сторона? Похоже на конечную уже. ДК не может. Байбеки не помогают. Если бы... Хотя, но боится на ДК тоже нет смысла. У тебя нет формы. Просто слишком много сейчас из-за этого войда. А это у него еще нет рефрешера. В принципе, как бы они даже близко не достигли своего пика силы драфтом. Как мы в эту штучку с пенисами попали. Или кто, блядь. Центральная башня сил тьмы разрушена. Это уже какая-то вселенная фаллическая. Вот он следующим айтом хочет рефрешер себе взять. 30 секунд еще нет ДК. Какой-то крипскип непонятный. Вряд ли он поможет уже здесь. И ничем не поможет. Они сразу в трон. Ты смотри, ты смотри. Они успеют? Ля, дымишь, ты хорошая. Кто плохо сосал, будет пересасывать. Гудок тебя касается в первую очередь. Многоуважаемый гость. Соизволите ли вы отведать так называемый... Пак запрыгнул, трон заканчивается. Аглифа-то нет. Все, это ГГ. Аглифа нет. Все. Юнит-то-тайп пишет 23-й. Юнит-то-тайп xd, xd, please, xd, me, please, please. Да, как же доволен 23-сэвэдж. Как же доволен 23-сэвэдж. Еще бы. Да, получилось камбэкнуть. Если что, у нас сейчас, ребят, на этот перерыв. Во-первых, стоит сказать, что хуй не будем. Слушай, бёс, тебе эта кольчуга не поможет. Все равно в канаве будешь джарахов бросай курить. Да, конечно, ебать. Поговорим, когда я буду в кольчуге. А ты будешь таким же мудаком. У нас сейчас следующая игра будет очень... Дайте в Next игре об аддона и делалычу. Ему такое нравится. В смысле хуй сосать. Извините. Да, ничего страшного. Мы уж привыкли. Следующая игра, ребят, будет команда Дух. Они же Team Spirit против Extreme Gaming. Это на сегодня будет самый интересный матч. Да, самый интересный матч, который у нас запланирован на сегодня. А пока мы его ждем, у нас тоже ультимативная активность. Это, ребят, знаете что? Это бу, это ма, это шки. Да, это не сосать хуй, это бумажки. Это бумажки. Вот они у нас, четыре бумажки, которые мы будем клеить себе на лоб и отгадывать слова. Будем же? Я выпил таблеточку, ребят. Не знаю, что с животом. Были рези. Давай. Не кидай, не кидай мне. А Максу положишь там? Давай положу Максу. Я здесь, 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 здесь. Супер. Я всегда нато слышал. Так, есть маркер. Давай я тебе напишу слово. Давай, давай. Тебе как, ты в бумажке играл, знаете? Было, был, есть опыт. То есть в целом тебе можно что-то поинтереснее. Андрюш, давай, вы напишите, потом мы. Я не подсматриваю. Давай я... Ну, короче, я для начала лайтовенькая человек. Да, давай, давай. Я тебе тоже лайтовенькая. Мы друг другу. Стоит ли бросать жену с детьми и уйти в доту на год и постараться пробиться в киберспорт? Просто есть чувство, что получится. Да это и мечта моя, можно сказать. Уже достиг 700 ммр. Мне только 33. А что через год будет, сам подумай. Ну да. Вдок соси хуй. Пошел на любую тему, да, вообще? Батан, ты в рэп можешь пойти. Там вообще перспективная тема батлы. Тебе потяжелее? Или полегче? 38 проб неждений. Потяжелее? Потяжелее давай. Ну давай попробуем, поиграем. Ну давай, попробуем, поиграем. Ну я такой, подсказку давать не буду, ладно. А мы душ наебашим, да? Ну как кто хочет. Как кто хочет. Ну такой, как бы, среднячок, наверное. Я уже придумал. Только нам нужно будет выключить чат и экран, чтобы мы видели. И желательно вывести к словам, которые у нас будут прибиты. Ебать. Вы написали, да? Респект, респект. Вообще, хьюдж респект. А не знаю, вот я отходил, тебя спрашивали, ты вообще стримы смотрел когда-то. Стримы? Да. Блин. Вот так вот надо было? Да, вот так вот. Не, наоборот. Андрюх, покажи что за слово. Ахули, никто не шутит, шоу гость в элиты, блядь, на Тейлор. Он-то потяжелее. Выпрощай. Экарный бабай. Это потяжелее. Ты не знаешь, Андрюх, Андрюху, это просто трех слов, блядь. Ты не будешь слов, блядь? Не будешь смотреть. Не, 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 давай, все. Ты, Андрюх, загадал? Чай, 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 вернусь, быстренько. Да. Вы друг друг загадываете, просто все, и мы готовы. Я уже придумал слово. Но это кое-как бы, среднячок. Давай, лепи. Подожди сейчас. Нам надо выключить вот этот основной экран, чтобы мы друг друга не видели, правильно? Да. Все будет, все будет, ребят, все будет. Просто сейчас не смотрим в экран. Там все срочно. Наклевывайся, нахуй. Давай, у меня ногти есть. Давай, я откусываю их просто. Так? Да. Клей. Есть? Да. Держи. Отвернись. Отверну. Хе, главное в зеркало не смотреть еще. Да. А ему можно зашторить зеркало? А мне его не видно, мне только тебя видно. А, окей. Ну, можешь случайно как-то. Я только тебя вижу. Ой, а можно еще какой-нибудь водички негазированной, пожалуйста? Все. Ты так прилепил основательно, да? Ну да. Я думаю, ты долго с ним будешь сидеть с этим словом. Да? Ну ладно. Андрюха, у меня легкая? Да, хоть не аж. Да, легкая. Моя малютка, спасибо, Андрюш. Маленькими глуточками, Грит. Где наш гость? Чё, придет? Писает, какает. Писать, какать. Чё, погнали по часовой. Этот пока клеится, я начну. Мы там по три вопросика зададим. Поехали. Я существую в этом мире. Да. Я... По часовой, да? По три, да, да? Я еще раз. Да, три, да. Я в этом мире существую. Я что-то органическое. Ну, спроси какой-то, ну уж. По-другому хорошо. Вам не есть душа. Да, да. Да. У меня есть душа, значит, я что-то разумная. Сейчас подумаем на третий вопрос. Я больше, чем среднестатистический член? Да. Да. У нас я. Так. У меня живое. Живое это что? Ну... В локте бьется сердце там, троллевая. Ну, типа... А можешь смотреть на меня живой организм? Нет, не организм живой. Не организм. Так, я одушевленная? Нет. Только в зеркало не смотри туда. Да, да, да. А, если нет, то все, да? Да, да, да. Окей, окей. Либо три да, либо одно нет. Я одушевленная? Нет. Супер. Так, я что-то живое... Нодушная, да, хуйня на голове? Нормально. Нормально. Я же не задал бы тебе, блин, огурец, например, да? Я бы как-то дальше зашел. У тебя попроще, чем... Значит, я что-то живое, чуть больше среднестатистического члена существует в реальном мире. Я есть в этой квартире? Ну, я не знаю, я тоже не знаю. Как, то есть это, перезадавать вопрос? Ну, мы не можем быть уверены, понимаешь? Мы живое. Мы не можем быть уверены в этом, некорректно. Перезай, некорректный вопрос, да? Я что-то вот отдельное, как бы отдельный какой-то организм, а не какой-то... Очень отдельный. Очень отдельный организм. Очень отдельный. То есть я могу существовать без там участия кого-либо? Самостоятельный. Самостоятельный организм, больше члена. Да, все так. Я могу перемещаться? Да. Самостоятельно, да? И третий вопрос? Мне кажется, это даже его особенность. Я могу перемещаться, я больше члена, и во мне есть душа. Я животное какое-то. Нет. Да. Нет, ну... Ну, если прям без рофлот, нет. Точно нет? Ну... Каких рофлот, блядь, вы не знаете? Ну, такое, наверное... Ну, ладно, нет, ну, нет, ты не животное. Я не животное? Там это не загаданно. Но я могу перемещаться, и при этом я живое. Короче, возможно, животные такие тоже бывают. Но это подсказка. Сто процентов, я думаю, что есть. Давай, Альбертик, хуяч. Так, я не живое был, да? Ну, я одушевленное? Нет. Нет, да? Окей. Души у тебя нет? Next. Так, души в тебе нет. Так, я неодушевленная. Людкова бахуярования ошибка. Ты неодушевленная. Стало быть, я... Может, вообще Андрей этого слова не знает, на самом деле. Я не всегда проблема с предметами. Я используюсь в повседневной жизни. Да. И третий вопрос. Ну, давайте, я полезен? Ну, так в целом, субъективно. Ну, в целом, ну... Короче, знаешь как, ну, типа, это явно для удобства, ну, прям, чтобы полезен. Ну, субъективно просто. Можно обойтись. Субъективно, да. Можно обойтись, значит, ну, типа... Можно обойтись, ну, как бы, ну, какая-то польза есть. Все, все, супер. Это и было. Как будто по-другому, типа, ладно. Так, я... Было бы неудобно без тебя вот так. Да, неудобно очень, понял. Я неодушевленный предмет. Да. Я есть в реальном мире? Да. Люди используют это? Да. Да. Ну, все, три вопроса. Так, и я, значит, не животное, но я перемещаюсь. Я перемещаюсь... Самостоятельно? Да. Да. Хотел бы я посмотреть, если бы не самостоятельно. Вам не пуша есть. Соцзащита, понял. Говорит, не надо туда. У меня отсутствуют зрительные органы. Нет. Ну, это не поможет тебе. То есть у меня есть зрительные органы, правильно? У тебя есть зрительные органы. Ну, по дефолту должны быть в базе, в комплекте. Ну, ладно, давай. Окей, так, я не живой, в душе нет. Я персонаж какой-то? В базе есть. Нет. Нет. А я существую в реальном мире? Да. В базе есть. В этой квартире я есть? Покажи. Нет. Ну, тут... Вот именно в этой квартире. Вот ты квартиру считаешь, типа, вот здесь, да, пространство. Ладно, в этой комнате я есть? Нет. Так, я спросил, получается, я недошевленный, есть в реальном мире, мной пользуются люди. Используют ли это в повседневной жизни? Давай так тогда. Нет. 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 Так, я перемещаюсь сам, у меня есть зрительные органы, по базе есть зрительные органы. Блядь. Ладно, давайте, я существую в... Ну, я есть в городах, так скажем. Да. Ну, скорее всего. Есть в городах. Представляете, я не животное еще. Как я могу быть не животным, если у меня есть глаза и зрительные органы, я перемещаю? Я человек? Да. Блядь. А ты чего не человек язык? Да. И ты не уверен был, что в этой комнате есть. Я какая-то характеристика человека, ну там, крыса, гнида. Ну, короче, это слово определяет человека. Ну, то есть я какая-то характеристика человека, да, определяю. Какая-то характеристика. Да, 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 все, понял. Черта, я бы сказал. Да, вот сейчас. Это, последний вопрос, это какая-то негативная черта человека. Ну, для него, я думаю, позитивная. Не совсем. Не совсем. То есть для него может быть негативно для кого-то, ой, позитивно для кого-то, негативно. Ну, типа того, да, да. Да, да, сюда, да. По-разному, трактуется, да. Все, я задал три вопроса. Я предмет? Нет. Ебать, когда походу. Мне кажется, спорт-то в целом предмет, наверное, типа, хуй знает, как сказать. Предмет, что такое предмет, что не предмет-то, скажи нам, и мы-то дальше. Предмет там типа ручка, стол, там, тапок, блядь. Ну, тогда нет. Не совсем. Не совсем. Не совсем. О, кстати, у меня вопрос. Я, значит, тогда... У меня твердая форма? Да. Ну, да, да. Твердая форма. Я это что-то однозначное? Угу. Однозначно. Я какой-то инструмент? Нет. Так, про инструмент, да, ты заговорил. Так, но и пользуются, но не пользуются люди. Или пользуются. По вседневной жизни ты спрашиваешь. По вседневной жизни не пользуются, но так типа можно здесь использовать. Но так типа можно на меня использовать. Это какой-то, ну, типа с профессией связан инструмент? Ну, не инструмент, а вот это. В каком-то смысле, да. Я думаю, что это связано с профессией в основном. Ну, можно какой-то профессии отнести, да. То есть, если это назвать профессией, то туда можно. Ну, наверное... Ну, это профессия. По факту это профессия. А, то есть вот это слово профессия? Нет, нет. Слово профессия. Но может иметь отношение к слову профессия, так скажем. Да, это используют люди определенной профессии. А профессия, ну, такая популярная? Нет, популярная профессия. Ну, конечно, это, блядь, одна из самых популярных профессий. Ну, нет, нет. ну а дальнобойщик типа больше всего связано курьеров на самокате в таком я не видела скажу так а в таком а что это за это прям это прям подсмотка прям возглава ласка в ленту подсказку новенький поэтому я я но все тогда но у меня три вопроса было бы на это вообще не поможете никак такая лайтовая четко кожи вает я какая-то характеристик человека непонятно какая эта характеристика как-то связано с сексом да ну хуй вставать как-то связано с сексом это даже отдаленно как-то связано секс но я говорю типа может дать что-то там какое-то возбуждение наступать со и вождение может может у по нет это уже до него спать ну короче поможет тебе это характеристика человека применимо к обоим полом да да и последний вопрос эта характеристика как-то относится к профессии мне нет нет так фирме физически сложно какую-то я не не вещь да человек использует меня до повседневной жизни ну зависит от человека повседневной жизни да да ну да ну да да у меня одно слово на да да все так хорошо я не инструмент я создан чтобы облегчать жизнь человеку да в целом да да это удобно для удобства ты сделал для удобства меня можно купить магазине не один так меня получается можно надеть можно то есть я какой-то элемент 1 0 одежда да можно и так сказать можно и так сказать на но кто-то в кто-то в этом есть присутствующихся не присутствует не вот это слово которое относится к характеристике человека его можно произнести в детском саду и получить осуждение вот я пришел в детский сад и сказал ну там я вот и все и вот это мне бы сказали что я ебанут ну да стокарт определенном арзионский то есть это какой-то нецензурность его округлим это это такой ну нет не то чтобы не цензурно ну просто посыл у него такой посыл у него такой будет странно и цензурно к странно что ты называешь этим людей просто так просто так короче людей не называют я понял это подсказка конечно ну дальше еще одну как вообще прийти к этому на седьмой день характеристики человека как прийти там вот и гандон не гандон нуд крысу там трудно так ладно по-другому зайдем у этого слова есть какое-то второе понятие то есть допустим вот я скажу гандон да вот это может быть человек гандона может быть презерватив это слово есть понять авторы но вообще можно на подружку назвать можно зайти по другому не кажется мне кажется мне однозначно очень однозначное слово сейчас вам не плану туда надо погугли дожди да это однозначное слово мне тоже не может быть 2 же ранее до Давайте, я быстренько, третий вопрос, и это непонятный был вопрос. Это существительное? Да. Все. Смотри. Согласен? Ну, а при чем? Он спросил, ну можно говорить, если, допустим, это называется гондон, но и презерватив, то есть несколько, можно? Да нет, ну... Мне кажется, это запутает, нет? Конечно, запутает. Я сам, блядь, чуть-чуть запутался немного. Ну, типа, вы понимаете, о чем я такой посыл, хотя ты не видел? Я не совсем понимаю. Типа, какое еще? Я, например, не знаю другие значения этого слова. Я тоже. Не, ну... А-а-а, ну... Мне кажется, все равно нет. Ну, все равно нет, да. Я думаю, что все равно нет. Я не знаю, это тебе бы вряд ли помогло, я считаю, что да. Окей, ладно, все, я задал уже вопрос, все, мы закончились. У меня еще есть один, я вспомнил, я вспомнил, какой хочу задатель красивый. Я все, все, три вопроса задал. Окей. Так, я не использую человек, ну, когда спросил по повседневной жизни, вы немного запутались. Я помещаюсь в руку человека? Да. Ну, в целом, да. Типа, да. Можно поместить. Человек это использует в какой-то профессии? Ну, тоже, да, в профессии использует в какой-то. В основном не связано с профессией? В основном нет, но в повседневной использует, но есть и в профессии. Это есть в этой комнате? Да вроде нет, насколько я знаю, нет. Я думаю, нет. Актер. Актер пиздец. Посмотрел, ты знал, что этого нету, но ты посмотрел. Всякий случай вдруг есть. Могло быть. Next. Типа, на рейс, нахуй. Андрюх? А, я. Так, облегчаю жизнь в магазине не купить. У меня твердая форма? Ну, ты справа уже. А, я спрашиваю, да, у меня твердая форма. Я многосоставной? Ну, да. Ну, по факту, да. Я какой-то механический предмет? Нет. Так, я элемент одежды. На курьерах с самокатами я такого не видел. И это меня только запутает, да? Да. То есть это какая-то специфическая одежда? Да. Специфическая одежда. Типа, химзащита, может быть? Нет. Ну, типа, это защищает. У нас, если ты прям конкретно химзащита? Не, 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 не конкретно. Ну, типа, я имею в виду, что защищает, вот, например, радиации, там, что-то такого. Ну, ты скажи конкретно. Ну, вот, я и спрашиваю. Защищает от радиации? Нет, нет, все. Вопрос такой. Ну, а характеристика человека как-то связана с его внешностью? Я очень прям сильно нужен человеку? Или можно? Можно, можно, без тебя. Можно, нахуй, да. Окей. Андрюх? Так, я не очень сильно нужен человеку, без меня можно, я облегчаю жизнь. Ты записываешь? Мною чаще пользуются люди в городе? Да. Я связан как-то с электроникой? Нет. То есть это не рабочая одежда? Это вопрос. Ну, окей, это повседневная одежда? Нет. Нет. Это определение человека как-то связано с его поведением в обществе? Нет. Нет. Вообще нет, да, наверное. Я не знаю, просто вопрос странный. Это не связано с поведением в обществе? Нет. Ладно, окей, нет, да. И не с внешностью. Так, как еще можно характеризовать? Тебе нет, сказали. Да, я знаю, я по дому посижу. Да, да. Это можно и без меня. Я связан, ну, типа, электроника, что-нибудь такое. Ничего воткнуть мне нельзя, бро. Так, люди в городе используют. Ладно, это чудо. Используют люди в городе. Значит, в магазине не купить. Меня производит человек? Да. И без меня можно обойтись в целом. Я продовольствие какое-то? Нет. Нет. Так, я специальная одежда. Да. Ну, специальная одежда, что ты понимаешь? Ну, спецодежда, типа. Ну, не повседневная. Спецодежда, да. Спецодежда. Да, спецодежда, да. То есть, меня можно в магазине спецодежды купить? Ммм, сомневаюсь. Ну, блин, в магазине спецодежда. Ну, если в этом магазине есть вся спецодежда, которая существует в мире, то да. То есть, я кастомная какая-то одежда. Ну, то есть, это вот нужно… Ну, то есть, ты какие-то предметы используешь и делаешь вот это. Ну, что-то непонятно было. Ну, смотри, ну, то есть, вот есть спецодежда, которая продается в магазине, а есть вот как самоделкин, типа, сам сделал, и вот у тебя это получилось. Ну, блин. Ну, давай, можешь спросить еще раз конкретненько? Типа на примере вот кольчуги, которые Андрой… Ну, типа, да, вот, например, я как кольчуга, типа. Ну, да, типа, ты примерно как кольчуга, да. Вот это я имею в виду. Да. Ну, три вопроса, все. Окей. Так, получается, а моя характеристика как-то связана с умственными способностями человека? Нет. Ну, думаю, нет. Не внешность, не умственные. Ну, нет, 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 я согласен еще. Я являюсь созданием рук человека. Да. Человек это создает из себя? Нет. Ну, нет. И не мокрот, оказывается. Ладно. Так. Ням-ням, я не продовольствие, я облегчаю жизнь. У нас, кстати, драфты начались тем временем. Я не продовольствие, я облегчаю жизнь. Я многосоставной. В моем составе есть дерево? Да. В моем составе есть дерево. И при этом я не инструмент и не электроника. В моем составе есть какой-либо металл? Да. Ну, да. В моем... Я помещаюсь в руку? Нет. Нет. Моя вот эта одежда, она связана с каким-то, может быть, культом? То есть это какой-то... Что значит культ? Ну, окей. Это, ну, типа, знаешь, как шапочка из фольги. Вот типа такого. Ну, я думаю, нет. Типа это тебя запутает, если мы скажем... Окей, ладно, окей. Нет, не связаны. Так, и получается, я не связан с умственными, я не связан с внешкой, я не связан с поведением в обществе, что там остается у людей. И как-то меня характеризуют, да, человек характеризует. Это применимо слово и к детям, и к взрослым. Я могу ребенка так назвать. Ну, назвать могу. Назвать-то, может, кого угодно, как бы. Да, назвать-то, да, это. Но это будет, типа, некорректно, да? Ну, вообще не. Ну, дети обычно этим не занимаются, мне кажется. Давай так скажем. Это больше занятий для взрослых. Занятия для взрослых. Так, ладно, это как-то связано с хобби, да? Человека. С хобби или с делом. Да, ну, нет. Нет. Это не в ту степь. Ну, если что, дрочить, это тоже хобби, я имею в виду. Ну, если так, тогда да. Если так, тогда да, тогда связано с хобби, да? Да, ну, если дрочить, это хобби, то... Ну, так это хобби, это не обязательно делать. Ты уверен, что дрочить, это хобби? Ну, это хобби, у кого кто-то не дрочит, кто-то дрочит, кому-то нравится, кто-то нравится. Ну, это не совсем хобби. Как нравится, да, типа? Ну, я не... Ну, типа, мое хобби – это дрочить. Ну, вот, кстати, хорошая этот, как его фраза, когда спросит три факта о тебе. Мое хобби... Так, ладно. То есть, это напрямую связано с мастурбацией? Нет. Ну, подожди. Да, ну, мне кажется, да. Напрямую нет, мне кажется. Не обязательно. Думаешь, обязательно? Ну, не, не обязательно, ладно. Нет, это запутает, у чего? Не запутает, все равно не связано. Но как-то это связано с этим. Как-то связано, как-то не связано. И при этом это сезурно. Ладно, я думаю. Думайте. Че, блядь, спрашивал, уже забыл, махуй. У нас, кстати говоря, драфты пошли, так что можно в целом... Можно просто экран поставить. А, я у меня же все еще сейчас сделаю. А, ну мы просто доту себе запустим, да, и все? Да, мы запустим, пока драфты идут, мы до этот... Сейчас быстро добьем. Короче. Попытаемся. Подсказки будем делать или... Нет? Нет. Что я спрашивал, я... Помещаешься в группу, есть человек. А, не из человека, да. У меня есть физическое тело? Да. Ну как тело, что ты имеешь в виду потери? Да. Ну типа я сезаем, и там кожа вот это такое, там типа шерсть, блядь. Короче, есть тело, или это жидкость, или газ, блядь? Вот тело нет. В таком случае нет тела у тебя. Окей. Переспросил. Так, не помещайся в руку. Я поместился бы в эту комнату? Нет. Хотя, ну вообще поместился бы, наверное, в размер этой комнаты примерно. Ну, наверное, да. Мне тоже кажется, поместился бы. Примерно размер этой комнаты у тебя. Понял. Ну это да или нет? Да. Поместился бы примерно размером этой комнаты. В моем составе больше дерева, чем любого другого элемента? Нет. 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 Точно нет. Про руку мне понравился вопрос. Я помещусь в руку? Я думаю, нет. Ну, именно прям поместиться нет? Нет. Я думаю, нет. Окей. Окей. Так, к чему там пришли? Я как-то с дрочкой связан. Ну, Хоббит там что-то про дрочку. И это прилагательное. Это вопрос? Нет, это не вопрос. Я знаю, что это существительное. Я что-то думаю, одно говорит другое. У меня есть в моем слове корень ебал или что-то подобное. Блин, я же цензурный не забыл. Так, если у меня нет физической формы, а жидкая форма? Да. Создаваемая человеком? Да. Алкоголь? Нет. Нет. Так, я большой, значит, еле в комнату помещаюсь. Я в какой-то механизм? Нет. Так, я элемент одежды, правильно? Одежда. Я одежда. Ебать. Ебать, сломал диван. Охуеть, диван за... Досиделся. 420 тысяч вроде. Ну ничего. Я пошутил. Так, элемент одежды. Да-да, там оно обратно садится. Нет, страшно. Ты бы надел? Да. Надел бы. А ты бы надел? Это что-то модное? Нет. Бля, креативное. Креативное. Окей, окей. Все, я чинил диван. Ну, на самом деле, я больше в рофл ответил, но такое не... То есть не стал бы... Монеть тяжелую. Я бы ее надел, но не модное. Но не модное. Ну да. Как мне прийти к характеристике человека? Что еще можно сделать? Да хуя от чего, блядь. Люди разостроеннее бывают. Это как-то связано с моим эмоциональным состоянием. Или моим характером. Ну, вот так много вопросов задаешь. Да. Ты одно спроси. Хорошо, с настроением моим как-то связано. Ну, такой, блядь, ну, строишься пиздатое, а вот это буду делать что-ли-что-ли-как. Ну, нет, ну, типа, ну, какой-нибудь там, знаешь, там, нудный. Ну, и вот это вот все такое. Ну, например, там вот это... Блядь, это вообще никак не определяет это. Вот поэтому нет. Нет, да. Так, я какое-то блюдо, которое человек создает. Нет, это вряд ли, наверное. Ну, типа... Блюдо, да, это блюдо. Ну, типа, да. Ты блюдо. Да, да, да. Блюдо. Я борщ? Нет. Мы сейчас по блюдам пойдем, нах. Ох, я, походу, понял, кто я. Так, ням-ням-ням. Я еле помещаюсь в эту комнату. Я не механизм. Я многосоставной. Типа, без меня можно обойтись. Не связанной с электроникой. В основном в городе. Да, в основном в городе. В данный момент я популярен? Ну, причем, в данный момент я используюсь? Да? Да. Где ты используешься? Твой вопрос, Гекса. В смысле, там же дабл ответ? А, да, точно. Все. Используюсь в данный момент. Сейчас ли пик закончился, мы добиваем или просто оставляем на next перерыв? Да, я думаю, на next перерыв оставляем, как будто мы не добьем. Никто даже не... Хотя нет, кто-то близко, кто-то не близко. Давайте аккуратненько уберем просто... Я близко, Максончик. Ты? Нет. Ну, блядь, у меня жидких блюд, которые ел человек. Ну, удачи тебе. В смысле, ебать? Тут не так много. Жидких не так много? Давай, жидкое блюдо, которое ел человек. Давай, удачи. Так, ладно, аккуратненько убираю. Аккуратненько падаем вниз, да, с ними. Так, как бы тут упасть и скрепки тебе не испортить и диван не сломать второй раз. Так что, профессионально комментируем? Осталось 5 часов. Давай. Только, возможно, тебе нужно будет со кастера кого-то другого взять. Согласен. А кого? Кто хочет, блядь. Кто хочет, блядь. Я могу, но я чахлый пиздец. У меня пузо болит что-то жесткое. Надеюсь, какая-то ебаная. Таблядка еще не подействовала. Ну, сейчас еще студия аналитики работает. Тебе по аналитике помогать? Конечно. Давай. Ну, вот по аналитике давай мы вдвоем будем помогать. Ну, сейчас вот студия аналитики. Ты не башь, а потом нам стоп передавали. Студия аналитики. А, известно, пока драфт, это студия аналитики, да. Все, окей. Все, я не забираю. Он не на это, значит, спиритом, а он не на это ОП-героя в этой мете. И нет героя, который собрал бы нулифайр против него. Поэтому мне пик спиритов нравится больше. Плюс есть коллапс на Найсталкере, который может прыгать в тинкера и срезать тинкера. А вот коллапс как раз-таки может собрать нулифайр, который нужен против тинкера, и убивать его. Да, и надо понимать, что спириты уже сегодня играли довольно давно. Довольно давно они сегодня играли, они уже давно на ногах, поэтому, может быть, ребята немножко уставшие. Однако форма была у них шикарная, так что тяжело сказать, что здесь будет. Очень интересный матч. О, это новое представление. Очень интересный матч у нас будет. Наверное, спириты играют против лучшей команды Китая сейчас. Ну и не будем отбирать хлеб у наших уважаемых комментаторов. Передадим слово им. Спасибо большое студии аналитики. Ну, интересное, конечно, мнение, почему здесь спирит вообще легко заберут. Мы посмотрим эту потнейшую каточку. Кто в итоге? У меня на Сокасе сразу два аналитика. Правильно я понимаю? Да, даже три. Даже три аналитика. Ну, один аналитик занят кольчугой. Его будем отвлекать поменьше. Ну, на старте здесь ФБ как будто могут спириты попробовать за счет Найт Сталкера, Найт Вижн, вот эта вся движуха. Плюс есть подцеп. Ну, Снепка, наверное, не хочет печеньку качать на первом левеле, правильно? Ну, проанализировав, если так посмотреть, Тинкер, пикнув матрицу, легко скидывает фокус всего пика Тим Спирит при атаке. Довольно чахло у меня Найт, печенька так себе уверенная. Если Луна качает себе Бин, тоже лайнап себе сильно пересирает. Единственное, кто там со своими скиллами приходит, это условно ДК, которому надо как-то дотянуться. Плюс Найт Сталкер, находят красивый вард. Отлично. Мне еще кажется, хорошо для Спирит, что у них несколько таргетов для Дума. Ну, по факту. То есть есть и ДК, есть и Луна, который много регенится в файте. Ну, там Сатаники, ДК сам по себе, Танковый, Ксинкью, выходит на руну, получил люлей и в результате руну еще не забрал. Лип качать еще. И Лип еще вкачнул, это же вообще подлива. Супер-блево, да. Ну, прям вообще не то, что нужно на подмечетверке. А в итоге три руны, да, Спирит забрали? Или 2-2? Три-2. Три-2. Три-2 как? Три-2. Три-1. Три-2 как? Это цыганское золото, его не видно было. Ага, окей. Еще и Варк снял Мира, я так понимаю, судя по тому, что у него есть один... Да, он справа снял его под горочкой. Хорош. Перед тем, как в баунте появлялась, на бабушке нашел. Сейчас будет нереально высос на топ-линию от Extreme Gaming. Там под Ма с ботинками и Липом. И Думом против Omni-Night. Omni-Night в соло их отзонит. Но Omni-Night вот с этим аспектом, да, на отхилу, он крепко линию стоит. Вот как раз на верхнюю линию перемещаемся. Здесь XXS страдает, АЕшка от XenQ, и First Blood для Родана. То есть и так у него фри-линия здесь. Так он еще и ФБ забирает довольно рано. То есть он себе сейчас привезет Race Band 1. Ему немного не хватает до второго Race Band. Жидкое блюдо, которое делает Альберт Макрота. Мужчины и другие. Респект за Олд Каст. Андрей, Санстрайк. Спасибо. Спасибо. А что на нижней линии? Здесь... А, кстати. А что, Night Stalker сейчас играет через этот аспект, а не через ночь? Ну, с днем меняются. Перевернутую ночь. А? Перевернутую ночь, говорю. Ну, да. Не знаю, мы редко видим Night Stalker. Да, Night Stalker второй раз еще появился. Первый раз он показал себе хорошо очень. Играл им Рамзес, насколько я помню. И у них, да, успешная игра была. И вот сейчас второй раз. Ну, здесь Несс очень полезный. Он на шторма садится. В первую очередь на Тинкера. На топе тоже размен произошел. Ну, Тинкер, видишь, он сейчас не особо как старый, да, картинка, когда Night Stalker был полезен. Искать Ополя сам, сбивать ему дайгер. Здесь это все-таки Сапчик, который, если просто херовую позицию выбрал, он уже никуда не уходит. Ну, я перебью. А кто в прошлом победил? В смысле? В прошлой игре. Аврора. Аврора. 23 Северч на Фейсла свой. А, ну все, а потом проебал, да? Да, потом проебал. Все, мы ждем пруфу в телеге. Один там, ну, ладно. Но все-таки тебя заинтересовало, да? Да, какое видео? Зачем мне это видео, боже? Зачем мне это видео и все равно я ждем пруфу. Зачем мне это видео, ребят? В комментариях телеге. Так, ну на самом деле Амита тоже будет качаться на боте. Вот кто больше? Муэрта или Луна? Какор. Луна. Луна больше. Ну, 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 поувереннее. И можно попросить нам в чат включить? Да, только что, бумажка. Там заруинят. В чате? Нет. Да, вряд ли. Чат, только не пишите слова по-братски. Да, конечно. Ну, ладно, выключите чат, наверное. Да, вряд ли. Прочитаем. По-любому, да, напишут? Конечно. Врядь напишут. Ладно, да, вы улыбайтесь. Что-то не подумал, что... Так, ну на центре. 50 на 50. Шторм вообще в милишников очень хорошо стоит. Но вот в случае с Драгон Найтом он... А он хорошо в ранжей стоит. Но он декан не выселяет. Без негатива. Был на работе и проебал прибытие гостя. Дадите инфу по гостю. Да, у нас уже было обсуждение, собственно, комментатор доты. Вот поэтому и комментирую. Ребята, чтобы немножко расслабить. Ой, какая пуля. Вот это Ами легенда. Ребята, релик. Акалап, что тяжело добить. Ну, да, достаточно много. Блин, 6, движуха и на топе и на боте. В итоге мира выходит на линию. Печенька. Отличный глиф. Опять пуля. Но в этот раз она ничего не зарешала. Но мира погибает. Акалапс куда? А куда им одеваться здесь? Доджет, доджет, доджет. Вот так обойти, обойти. Справа, слева. Хорош. Все, что будет пуля? Сейчас еще пуля, да. Бам. Все. Просто в лоб. Хедшот. Щипачку пропускает под башней. Ну, прям хорошо на боте все делают экстримы. В итоге 2 200 Ами, но коллапс страдает. Просто коллапсу-то нужно, ну, какой четвертый уровень, да, к ночи заработать? Ну, хотя бы третий, чтобы был. А тут так душат. Жесть, битва за баунти руну. Ну, в итоге в ней проиграет Курьер. Не до контроля Лария у нас курицу здесь. Вообще, конечно, хороший Нетворс у Луны. 2 700 уже. Сильно она перебивает Думу. Но, в принципе, в таком же говне Найт Сталкер примерно, зеркально. Вот. И Муэрта отлично себя чувствует. Вообще неожиданно. Муэрта, она уже пару раз появлялась в драфтах. Один раз даже сегодня. Довольно успешно вышла. Ну, нет ощущения, что Думу в говне полезнее, чем Найт Сталкер в говне. Дум в говне полезнее, чем Найт Сталкер в говне? Да. Ну, немножко. Ну, немножко, но полезней. Ну, Дума просто комбэк не так. Какой комбэк не так. Ну, вот да. Большая разница. Да, фактор комбэка у Дума явно больше. Ну, поэтому грамотно задушили Найт Сталкера. Но вот он четвертый левел сейчас апнет. И, по идее, вот эту ночь он должен подсушить. У него есть сапик хороший на линии, снэпка. Много дэмэджа с нюков. Плюс есть контроль. И можно попробовать убить кого-то. Но под лазером коллапс вообще, ну, дэмэджа только нюком дает, и все. Хорошо, линия сейчас стоит. Он будет набирать что-то, накачиваться. Мужчины и твинк, приветствую. А я один в ахуе, что коллапс и ларл свапнулись лайнами. Ларри на миде, гард дэммит. Ну да, прошлый мидер хорошо показывал себя. Было-было. Но новый мидер, получается, в Team Spirit. Да, я не знаю, ты смотрел эту игру сейчас. Ну, я так, крайм глаза. Ну, там просто свап был. Да, да, это я прочитал во всех пабликах, которых только можно. И хорошо отыграл на кунке, вышел. У него моча приятный, конечно, был. Под шестую два спорта вышли в мид. Тавр хотят съедать. Возможно, даже, вот, смотрите, сейчас Миранка обходит, хочет кинуть стрелу. Питать? А, нет, 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 ну зацейвить, зацейвить. Но Тавр все равно падает, в общем-то, не успел. Шестая минута, минус Тавр. Пугает печенькой. Ну, и здесь очень классное макро решение от Spirit. Перетянуться под шестую. Все-таки, ну, Тинкер придет туда, что, он марш и кинет. Но это, на данный момент, это не особо помешает пушу. Поэтому Снепка плюс Омник выглядели посильнее. Еще попытаются Мепошка. Ну, как вот, на Омнике, типа, забирать руну. Ну, типа, да. А если бы чуть-чуть раньше он накинул эту магию, как будто бы на него не подействовало оглушение бы. Да, и пробовал бы кликнуть. Некая его рода ошибочка получилась. Но он еще шторму, вот этот стак пассив кидал, то, что вообще неприятно давать, так рано. Дивай подставляется. Печенька от Миры. Ну, Скатербласт еще должен залетать. Познаватая Матрица. Ну, хватает дэмэджа Амми. И Амми кейсер как будто. Что-то коллапс вообще забил на крипов, пошел просто драться. Мне кажется, его просто Тинкер заебал. Ну, да, да. Много тельтонул на него. Так на милишнике против Тинкера стоять так впадлу. Он тебе лазер постоянно дает. И что сделаешь с этим? Алло? Возможно, у нас звонок в студию. Это было бы, кстати, неплохо. Мипошки и мид оставили приятно. Можно подкачаться чуть-чуть. Получить лейвол. Сейчас перед двум. Выход на Родана. Есть Doom. В этот раз вот Ами когда надо, вот прям важный момент. Промахнулся. Но он рандом же, да, стрелял. Он же не видел его. Я не видел. Мне тоже, кажется, не видел. В результате Т-1 ломают. Долго. Но ломают. Да. Без катера тяжело. С другой стороны такого не происходит. Т-1 там в безопасности. Но там еще Тинкер будет стоять. Он маршами не отдаст этот тавер. Я думаю, в целом решение спиритов сломать в миди тавер связано с тем, что если бы они чуть-чуть забили бы на это, то позже против Тинкера очень сложно было бы это сделать. Кучу времени надо было потратить. Ну и в принципе отдать линию саппорту в результате на центре тоже классное решение. Потому что Драгонайт может спокойно и ле скачать с красным аспектом. А ватсапику дать подкачаться шестой на том же Омнике. На снэпке вообще с кайфом бы шестой получить. Но не получается. Найт сталкер. Ребята, привет. Драгон больше не в релаксе. You're a going fine. Макс хуй не предлагаю. У меня писька. Хорошего вечера. Трусы у гостя плюс рез. Спасибо. Нападение на родайна на топе. Хорошо. Дум также не жалею. Ну, кстати, хватит демиджа. По-любому хватит, да. Но фраг для эксэксесса. Не успел. Мне пошли. Да, а что бы он сделал? Ничего не сделал. Говорит. Я комментатор. Так. Нападение на Дивая. Ну, это легкий килл должен быть. Лазер, конечно, вырегает время, но немного. Так еще и у Ами проблемы. Не, есть ульта. Нет, телепорта нету. А, нет телепорта реально. Но приходится к Синхью. Тут же пошел Сайенс на коллапс. Стрела мимо. Это минус Ами. К Синхью. Пофоткает и отойдет. Деркальная атака только еще и плюс. Саппорта забрали. А это даже еще не шестая бабка. Сейчас будет шестая бабка. Они под это тоже что-нибудь подготовят. Выйдут куда-то на нижний тавр, на верхний тавр. Сломают что-нибудь. Ебало кому-нибудь сломают. Так еще шестая бабка. Это отличный ответ на Муэрту. Вот на данной стадии. У нее типа мало статов. Она же будет выходить там, ну, скорее всего в молнии. Максимум Falcon Blade какой-нибудь купит. Который там сколько? 250 хп дает. Ну да, и будет на месте стоять. По ней никто заплевывать. Там печенька, ульт бабки и все. Как бы Муэрта склеится. В общем, казалось нам, что тут попизживают коллапсы. На самом деле тут попизживали Ами. На этой линии очень тяжелые у него дела. Ну, а коллапс первую ночь отлично реализовал. Это вообще сложно на Night Stalker. Говорит, я комментатор, чтоб парни немного отдохнули. А то, ебать, они напрягались до этого. Кольяна курит, дав домино ебашут. На доту вообще похуй. Без негатива. Это важно, без негатива. Это важно. На центре нападения на Миппошку. Ну, Ларл тут как тут. Мортимир Кисос, его что, Ами? Он, конечно, пулей откинулся, но что толку-то? Он погибает, Сайленс. На Шторма, у которого манна-то не особо. И он тоже в таверну. Минус два кора. Вот просто. Что делает Спирит? Очень жесткая контратака. Они знали, они знали, они были готовы. Они сидели, ждали, рыбачили на лоха. И нашли лоха, получается. Вопрос. Что делал Ами в виде, когда у них нет Т1 Таура? Я еще не знаю. Вместе пытались топасть Эмиран. Типа вот три вот петра перца. Почему он не качается с таким хуевающим стартом? Так еще, у них же по-любому берста не хватало на Омника. Еще Ами опять погибает. Ну, если его сейчас заберут, но это вообще, я не знаю. Ами еще будет минут 20 качаться и ничего не сделает. Ну, окей, тут все вписали. С другой стороны, стянули пятерых на центр. Еще если Мепошку подсевит, то вообще шикарно. Но даже если Мепошка на фидит, ничего страшного. Они в пятером на центре не качаются. Ой, как подхиливаются. Вы смотрите, как эти ребята идут и лечатся. Это нано-боты, которые подхиливают. Это Люцифериум. Это не для вас, это так, для других. Но в итоге своего добились. Тир-1 спушили. Но какой ценой? Они очень много потеряли времени. Неужели настолько Тир-1 башни важно было ее спушить? Она важнее, чем ты один на легкой даже, которую открывают. Тут просто проще открыть. Мид тяжелее взять, но самая важная башня на карте, по факту. По крайней мере, есть Т-1 точно. У меня просто есть ощущение, что вот сейчас как раз на сайд-линии Т-1 важнее, потому что она ближе к Рошану. Ну, первый Рошан, и они, как правило, это в районе 18-20. Ну да, и прикинь, у тебя есть Т-1 на 18-й. Это редкое исключение. У тебя, значит, настолько сильное преимущество, что тебе, в принципе, на Рошана никто не придет мешать. Если ты на 18-й минуте имеешь Т-1 и пиздишь людей. Ну, возможно. Ты можешь не спрашивать разрешение у вражеской команды, зайти тебе на Рошана нет. Возможно, они, как суки, трясутся где-то. А что за засады готовятся от Спирит? Неужели к Синь-Кью хотят забрать? Прекрасный выставок Синь-Кью. Савух повержен. Ну, сейчас будет ответка. Так, коллапса, наверное, на Даггера нет? Нет, будет Даггер. Все, поехали. Там еще мипошка с мира из-под ветра. К Синь-Кью прочитал, но коллапс соло. Просто соляно. Даже не спалился то, что там еще команда, но... Может что-то заподозрить господин Тинкер? А-а. Четырнадцатая минуточка у нас. Оп-оп-оп, идем так. Не, он понимает. И-е-е, подсветить. Ну, коллапс, я не знаю. Соло просто этот момент. Ами пришел, хорошая пуля. Ами ебал, он первый собрался прыгать. Не-не-не, здесь XM. Также X-XS подходит, он с Думом. Можно коллапсы забрать? А что, Дума, нет? Есть Дум, не хочет давать? Сетка. Я что коллапс делал сейчас? Это был Жениус Хьючкок Плей. Он подошел с Айленсом на Дума, нажал TP-out, и Дум не успел отойти, дать сетку тролляк, которого он съел. Блядь, Кавапс. Не, так он вообще эту игру солит пока что. То есть он очень много делает на карте. Он камбэкает всегда еще. Этот Кавапс, его как бы там ни с Салли на линии, все равно он находится в Нитворс, с этим Нитворсом делает Хьючим Пакт. У него не особо и с Салли. У него Нитворс почти такой же, как у Дума. И больше вражеского керрия. Это, я думаю, более чем устраивает. Хотелось бы иметь больше, потому что есть там ряда определенных флейнеров, которые прям ебут сильно. Типа Амара, когда у него может быть там один из стоповых Нитворсов. А что еще Баланар собирать будет? Да что угодно, он типа может в разные концепты выходить. Да какой-то даггер, БКБ нулик, мне кажется. Чисто такое, да? Может с Салли вообще взять легко. Ну сейчас нулик, особенно нулик против Тинкера. Мега. Гига кайфовая шмотка. Ну вот Ами качать с 1150 хп. Ну Ами прям тяжело. Приехал Тинкер, там намазал его своим этим вот... Чаще состилить. Ой, блядь. Это тиль. Ну это конечно жестко. Нападение на Тинкера. Но Тинкера душит, у него вообще никакого эскейпа нет. Он три пас пиздил, еще и на фидил пошел. Он сразу отдал, забрал в кошелек все это золото. И отдал его врагу. И сразу же, да, да, да. Он даже кошелек не успел закрыть. Это неприятно. Но так-то преимущество меньше тысячи. Сапики богатые у экстрим. То есть у мипошки 2,5. Но у Омника-то фарм потенциал такой себе. В отличие от Тинкера под мы. Он, наверное, чуть... Я не знаю, кто хуже Омника может фармить на сапе. Ну сложно сказать. Абаддон такой же. Ну да, да, да. Абаддон даже хуже. Худший. Из худших. Ксэм тоже в БКБ выходит. Короче, зачилка началась. Вот это, знаете, когда покачаться. Все БКБшки фармят. Но у Ларри появляется блинг. А, у него уже был блинг. Хотят реализовать. Коллапс прям... Вот локомотив. Первые 15 минут. Он за собой постоянно кого-то забирает. Ну, вот он зовет. Гоган гонем, Гоган гонем. Нашел. Ну, далеко. Коллапс. Ну, очень далеко. Но он уходит. Вообще, экстримы тоже неплохо так понимают. Что делают спириты. Какого коллапса левел был я пропустил? У коллапса? Десятый, по-моему. Просто если 12-ый, он искал... Таргет почти всех, кроме Дума, он убивает за Сайленс. С тем уроном, который от ночи дается. Если 10-ый, тогда это только Тинкер и Мирана, скорее всего. Ну, тут у этих самых, у экстрим фулл защиты древних режимов. Просто Тинкер будет дефать домики. Мэрта будет качаться. Втроем ребята что-то вышли. Чисто по своей территории побегали. Никого не нашли. Говорят, ну ладно, в другой раз. Ну, они даже идти никуда не планируют. Вижен крутой, кстати, еще у спиритов стоит. Вот на этом Т2 Тавере все видно. Ну, единственный момент, вот в прошлой серии, в прошлой карте, которую смотрели, да, Аврора, Хероик, там же тоже была ситуация, где вот Драгонайт жестко перефармливал Фейслес Войда. Но Войд там типа покачался-покачался, камбэкни. Но что-то нет ощущения, что Мэрта не такая. То есть вот она покачается-покачается, и тут камбэкни. Ну, и там ультимативная сила была у Войда в плане лейт-потенциала. Да. А здесь типа Луна, Мэрта. Ну, одна лучше в одних ситуациях, другая в других. Но в среднем, мне кажется, это два героя, как такие хорошие коры в целом, лейтовые. Я затрудняюсь ответить, кто лучше, но в моем понимании они примерно равны. Может быть, Мэрта чуть-чуть получше. Но ей нужно создать ситуацию. Ну и вот, равный Нетворс еще важный момент. Очевидно, Луна лучше фармит, чем Мэрта. Это факт. Поэтому у Луны всегда на один слот больше будет. Ну, у нее пиковая форма может быстрее наступить. А Мэрту, если поймать, она может долго возвращаться. И же куча слотов надо. У нее и тимфайт сильный, как у Мэрты. Но у нее и пуш-потенциал хороший. А Мэрта, кстати, через какой аспект? Никто не обращал внимания? Фрэнду, наверное. Этот кальян сдох. Я пойду отойду, пока мужчина. Делай. Скорее всего, если там не кустик, но я просто она не ставила его ни разу. Я тоже не видел. Значит, это колл спирит или как эта штучка называется? Они же там сильно запаны. Они подхиливают. Увеличиваются в ренже, когда кто-то умирает в этой зоне. Ну, вообще, это считался раньше саповский. Верхнюю башню сил света. Но для коры Фэнда вот это вот лучше. Ну, мне тоже кажется, что она получше. Я просто не успел обратить внимание, что у него. Во! Это духи, да? Ами пошел... Я не посмотрел. Ами пошел не через Глэпнер, как обычно делают, чтобы дать себе еще лишний контроль для команды, а пошел через мой ушел. Ой, этот Милмер. Ну, это такой старый билд. Раньше так ее собирали. Все нравится рейтить. Все так спидом у него проблемы. Да, у него мало так спид, это правда. Поэтому раньше некоторые типы делали момчик. Да, да, было, было. Ты типа ультимейт, мом и херач. Ну, дальше вот, что у него, пика. То есть пока форстаф, потом драгонлендс. Ну, короче, очень медленно разгоняется Муэрта. Но в свою очередь и спирита не давит. Да. Рюэкс, джи. Я это только вам сказал сейчас. Нормально. Ага. Ну, типа Нарошана днем, наверное, не хочется спирит идти. Хотя есть ульта у Нейт Сталкера. Можно и пойти, и днем подраться. А, БКБ еще не дофармлено. Но меньше тысячи. Ну, как и предполагала многоуважаемая аналитика. Блинк, БКБ, нулифайр. Тут в этом не ошибаются. БКБ одновременно у Шторма и у Луны появляются. Ну, а тинкер, вот это дефолтное лечение, Холи Локет, Мека. Из своего Торментра идут спирит забирать. Ну, вот такие моменты, когда на карте, ну, реально ничего не происходит. Просто вот, как это, сухостой. Если мы, вот у нас официальная трансляция, то это... Сухостой. Сухостой, да. У нас суходроч. Я думаю, да, да. То есть вот чисто суходроч. Ну, я как бы вас просвещаю тоже. Не, ну, это правильно, это правильно. Сухостой. Сухостой фиксится. Вот, к этому я и шо, что если сухостой, то обычно, то есть зависит от сакастера. Ну, типа, если мы хорошо знакомы, то можем начать вообще другую игру обсуждать. Вот, например, мы вот с OneScore играем в Dark and Darker, и мы можем начать про Darker разговаривать. Во время сухостоя. Во время сухостоя, да. То есть, например, вот там, вот видел, что-то мапнули, там, да, да, да. Ну, как радио, короче, включается. То есть обсуждаем новости какие-то, можем начать. То есть, например, вот как Ларлы и Коллапс поменялись там ролями, вот это да, вот это новости. А вот теперь нажимают Smoke Extreme, и, наконец-то, нас ждет какая-то движуха. Возможно, нет. Возможно, нет. Так, что у нас там в БКБ? Уорчит есть. Ну, ДК хорош такой, но Луна нескромно уже начинает опережать. Уже она артефакт такой среднего калибра. Через портал мужички собираются проходить, либо просто ждут. Ну, тут Майнгеймс идут. Тут тупо Майнгеймс. Все посканили, никого не нашли. Мипошка теряет Курьера. Это, кстати, плюс инфа для Экстрим. Куда летел Курьер? Ай, просто закачали двойку и толкают центр. Но вообще разменять... Ну, это зеркальная инфа, на самом деле. Ну, да, кстати. По факту, по факту. Тут тоже Курьер, так. Но Спирит... Не ведутся. Не ведутся. А, мы заметили. Стан, тут же Сайленс. Пошел ультимейт. Ну, все, что? Вот тебе Луна, вот тебе Муэрта. Но здесь, конечно, справедливости ради вами напали первым. Это вот извечная тема. Кто первый нападает, тому проще драться. Ну, чувак, который заколил не трогать курицу, имеет высокий геймерский интеллект. Да. Потому что не получили информацию сразу. А вот второй фраг, это вопрос, как он получился. Первый, ладно. Да, это низкий как раз таки интеллект, потому что чувак не понял, что на него выйдут команда, которая в смоке провела минуту. И ему надо что-то догнать, чтобы начать фарминг. А тебя, наоборот, откинуть. Ну, на Рошана не идут Спирит. Тут тоже важно понимать, чего... Ну, то есть ждем бэкбэшек на всех корах или как? То есть чего ждут Спириты? Мне кажется, что, несмотря на то, что преимущество меньше тысячи за Спирит, у них тимфайт сейчас посильнее, чем у Экстрим. Все-таки Шторм, он такой, знаете, он одноразовый в файте. Он вот всю ману потратил, например, на врыв там, что-то кого-то подцепил, может, забрал кого-то саппорта и закончился. Эндрю, здорова. Йоу. Алибастра, привет. Здорова. Гудрон, тебе тоже не хворать. Веду наблюдения за вашей Скафхаус. О май. Позавчера у вас был какой-то сосед в пижаме. Сегодня альтушка в трусах. Вопрос. Насколько голого гостя нам ждать к концу этого эвэн? Реятельность мала. Ну давай, да, ответь на донат, но тут уже драка. Нет, 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 донаты мы во время драк их вообще лучше скипаем. Все, скипаем, окей. Зачем-то ультимейт омник нажимает, он тут ни от чего не сейвит, но на всякий случай прожал и просто отойти, да. Но потеряли драгонайта. Стоп, а Егис-то? А Егис был на амми, его сбили, драгонайта потеряли. Жесть, так это и минус еще Мира. Да, малютку взяли. Мир, кстати, смотрите, пайп делает. Все, четверки начали делать пайпы, а не тройки. Уважаемо. У Эксэма сколько зарядов там гальванайзер? Он же вообще заряженный. У него все хорошо. У него мега килл, он не погибал вроде. Они двадцать, так. Стало быть, больше пяти. Хотят что-то сделать, да, но нет. Ну ночь, ночь, типа. Ну получается... Ну и такая Морта, кстати, уже нормально развалит. Что-то пуля делает. В общем, нормально. А вот как вы вообще смотрите на Алибарду? Да, я вот рекламлю ее несколько дней. Всем похуй. Ага, то есть ты тоже, да? Ты веришь в это? Я тоже верю просто в это. Я верю, что когда-то сапы начнут покупать. Она прекрасна, это, но... Так, это у нас кого взяли? Малютку Эксэма, между прочим. Гипнострела. Стоп, стоп, стрела. Ну не будет продолжения. Стики сломали ему. Спириты находят ситуацию, несмотря на то, что вот файт они что-то проиграли, все равно такие гоу-гоу-гоу. Там нет дума. Что-то попробуем, нападем где-то. То-сё, 5-10. Ага, круто, круто. Круто, круто, да. Но это, по-моему, пока что первая игра, кроме наунс, когда у спиритов из важных матчей сопротивление, если довольно серьезное. Что есть? Сопротивление. А, сопротивление. Икс-эксэс без дума. Ну он вообще что-то на Икс-эксэсе без страха и упрека играет. Захотели что-то покнуть БКБ, не получилось, всё, 5 человек рядом. Пайп прожат. Тавр падает. Стрела. Ловим. Лови. Не-не-не. Ну хотя бы кошкой поймай просто. С собой не надо. Хвостиком. И чё, ещё и топ параллельно Ларри ломает. Я так понял, вы его Ларри, да? Или в зависимости от его кондиции, да? Ну да, да, тут всё как у людей. Правильно, правильно. Либо Ларри, либо Ларрл. Два типа людей получается. Только они все в одном Ларе. Да. У него два типа. Ну теперь третья ещё появилась. Офлэйновая форма. Слушай, Аберт, можно я кое-что протестирую сейчас? Можешь сесть? Да, брат. Лоха идея. Ну ладно, ладно, давай так. Давай, что мы сделаем? Да, здесь вот так. Ну пока что слюнякчик. Это начало. Ну да, да. Так, а ты вот так вот мы сможем снять с тебя её? Так не сможем, наверное, да? Микрофон не мешает. Не, ну я понимаю, мы учитываем это всё. Вот так вот она. Силы тьмы используют сканирование. Бля, красава, брат, вообще, чё за... Целуй перстень, ребят. Король. Так, ну так ты вот так сможешь снять. Да, вот так. Ну да, 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 заебись. Вот так вот выглядит. Всё, спасибо большое. Извиняюсь. За ваше время. Дёрну ещё одну таблетку. Вы ж не против? Конечно, конечно. Конечно, Эльберт. Выглядит очень тяжёлая эта кольчуга уже. Так это же кольчуга, она такая и должна быть. То есть это только начало, она уже тяжёлая. Здесь файт на двойке экстримов. Впитывает пока что Родан, идёт вперёд, вообще ничего не боится. Амия. Ультимейт закончился. XM запрыгнул под сайлот. Что это за дэмидж от кавапса? Ну, XXS Родана забрал Думом. Окей. А чё дальше делать? Вот нету двух коров. Нету уже и... Кого там добивают? Дивая. Всё. Проигранно, как говорится. Это о чём я говорил, типа. Вот здесь Дум даётся в Луну, а есть ещё Найт Сталкер и есть ещё Драгонайт, которые тоже бьют. И вот Луны нету, а Драгон-то ломает здание хорошо. Дракон ломает. Дракон ломает, факт. Дум вроде дали, а на деле Луна всё равно стоит, бьёт. Чё-то типа не по плану пошло, как будто бы. Ещё Нулик тоже Ларл собирает. Ну всё, по кайфу. Три на центре, на 29-й. Ну вот сейчас, знаешь, самое время пофармить, мне кажется, командам. Типа будут ли давить Спиритом? Вообще пока что их давят. XXS. Ларлу должны сбивать телепорт. Нет. Нет. А, он под репелом. Окей. Но мипошку тогда заберут, и миру тоже. Но ответка неплохая. Залетает. Это плюс стаки для XM. Да у вас так он зарабатывает Гальванайза. Ну чё-то так пока что. То есть вот Спирит задержались немного. Ну типа размен Т3 на двух саппортов, как будто неплохо. Нормально. Но мы видим, что преимущества нет до сих пор. Андрей. Да. Да, ты так кольчугу будешь делать до Олега 257-го. Начинай напрягать, пока никто не видит. А сейчас какой Олег, кстати, правильно? Сейчас последний был, по-моему, блин, хороший вопрос. Олег 14.1. Да, 15-го вроде не было пока еще. Вы знакомы с Олегами, что ли? Ну естественно. Дрюс, но... 20 тысяч вроде бы у Луны. Но вот в моменте я говорю, если... Это я так понял, все еще происходит. БКБ нет у Муэрты, насколько я понимаю. Когда будет и БКБ, и ульта, то вот там она уже дэмэдж даст. Потому что в прошлом Тимфайте она так, просто поучаствовала зрителям. Она дэмэдж впитала, она танком выступила. Ну да. Но что-то от Муэрты, мне кажется, не танковости хочется. От диммэджа чистого. Ну под Ма еще, кстати, со светлым аспектом под Муэрту. Так-то прикольная тема. А, у нее Солар? Да. Да, действительно. Она, конечно, не как себе дает, но тоже все равно крайне приятно. Да, у XNQ, как обычно, антворс гигантский, так что он еще сам будет с руки наваливать. Так что тут тоже коры появляются дополнительные. У экстримов. Уже тут Торментера спирит. Но здесь вот чисто, знаешь, это показательно. Вот академичная игра от одной и второй команды. То есть на карте ничего не происходит. Мы знаем, что Торментер вот сейчас должен появиться. Го, заберем. Все, забрали. Плюс шар для Кавапса. Он теперь вот в драках на двойке еще эффективнее может быть. Не, факт. Когда Торментеров забирают, это вот, это оно. Когда две команды в целом зеркальные действия совершают, то с минус это похоже на скилловую игру. Дрюк, и кей отец крылатых фраз. Таких как, да, а что случилось-то? Что так, фляга-то пошла по швам. Сейчас не понял. Вот сейчас не понял. Сложная крылатая фраза какая-то. Ларри в итоге, кстати, купил Блатторн. У него просто нулик был в Кьюкбайн, и он решил Блатторн. Ну, видимо, нулик один есть, такие типа нормальные. Ларри тоже в коров. Здесь, короче, игра, как будто всем надо в коров идти, потому что просто друг в друга, так сказать, влетать и жахаться без остановки долго. Это сейчас про доктор, да? Да, да, да. Ну, такая, да, типа, кто больше берста выдаст, кто быстрее выдаст берст? За, там, за нулики, за контроли. Так, Дулат заходит в Apex Легенды. Хорошей игры. Андрюха превратился в бабку, которая вяжет носки и постоянно зовет пиздюка померить. Умиляюсь от этого зрелища и слеза наворачивается. Не вижу ничего плохого в этом. Так, а разве что-то плохое было? Ну да, действительно. Вообще, позитивный, мне кажется, донат. Слеза наворачивается, ну, как от счастья, понимаешь, типа, от милоты. Все очень мило. Так, ну что, ну что, вот она, вот он момент истины. Ребят, во время такой игры и такой момент у нас здесь. Это все зафиксирован диаметр? Я зафиксировал диаметр. И дальше можно будет только дорабатывать. Все лучше и лучше с каждой секундой. Так, сейчас надо только это... Я так понимаю, дальше она расширяться будет, да? Ну, вниз идти, удлиняться. Так расширяться тоже нужно, нет? Сейчас посмотрим. Есть возможность технически, есть возможность и расширять ее в том числе, и удлинять, и расширять. В этом суть. Умное изобретение, мне кажется. Ну, мы работали над этим, ну, как мы. Довольно долго тут, 4 дня примерно. Эксперименты, неудачные эксперименты. Сколка вы подключали? Нет, мы своими силами. У нас нет таких, к сожалению, бюджетов. Самостоятельно более. Что, драка? Возможно. Ну, типа, драка за Рошана точная. И за преимущество по игре. Иксу, кстати, запрыгнул на Родана. Тут же Дум не водает. Мы это уже проходили. Мы же это уже проходили. Однако, мипошку очень быстро забрали. Это важный таргет файта. Он причем не нажал Guardian Angel. Но пытаются зафокусить Эксэма, Ларри. Вместе с Роданом. Родан закончился Дум, закончился он. Да, что-то Дум слишком много делает. Проблемка. Это уже прям очень серьезный запах проблемки. Потому что с Думом все-таки ни хера, чтобы не сделать. Кавапс. А что, еще и он на фиде? Так и все. Да, кстати, давай аналитику. Я что-то немножечко недооценил Дума. Мы не очень много видели Думу, в которой импакт дают. А здесь мужик таргеты хорошие находит. Дает Думчики. Герои умирают. Типа все как надо, по сути. Но будем ждать еще, наверное, в этой игре. Спириты определенно в таких ситуациях не забивают на игру. Они будут играть дальше. Они будут спритить мапу. Они будут искать какие-то возможности. Возможно, здесь и для Миры, так сказать, есть возможности выйти в лейт. Потом тоже пораздавать димиджа. Будем смотреть, что будет происходить. Сейчас посмотрим назад. Но если Дум принесет Мидас, откадешится ли у него два заряда сразу? А что, этот баг еще? Нет. Нет, откадешится один только заряд откадешится. Потому что он, очевидно, продавал его. А потом опять купил. Нет, ну Valve отвлеклись от дедлока ненадолго. И вот пофиксили баг с Мидасом. Уже же все пофиксили или с Мидведем до сих пор работает? Нет, все пофиксили. Ну, кайф. Там как будто противостояние было тех, кто ищет эти баги. И то, насколько Valve быстро фиксит. Единственный баг, который долго не фиксили, это баг с Миньером. Да, с Миньером. Он в районе суток держался. Ну что, Йеги Суами два раза его чем забирать? Как будто нечем. Огромнейшие нетворцы. Вот какой идеальный тимфайт здесь для Spirit? Вот прям теория идеального замеса. Это когда Doom не на важном герое. Думаю, у них другого тут в принципе нет. То есть забрать Doom до того, как он нажмет Doom? Наверное, с него начать. Но там еще есть проблема Муэрта. То, что она в секунду может просто стереть половину команды. И Умнинайт особо не поможет здесь. Вот это вот проблема тоже. Возвращаясь к вопросу об Алибарде. Ну, Алибарда сейчас БКБшка снимается. Вот главная проблема. Вроде Алибарда круто, но накинул Алибарду, чел нажал БКБ и убил тебя. Да, это факт. Родан здесь пытается кого-то обмануть с помощью иллюзий. Но мне кажется, по демеджу все видят, что это настоящий Родан. Но он молодец, что он сплитит. То есть вот он сейчас заставляет вернуться на базу. Но в то же время заставляет, что на базу Тинкера вернуться. Да ему вообще типа, ну, насрать. Кстати, а Нулифайр, он же блочится линкой. Правильно? Так. И линку там делает Тинкер, у которого очень сильный КД. Режет. Да, уменьшение КД на предмет. То есть он может двереньки, а нет, двереньки он не может посадить. Он может посадить одну линку, и как только ее сбросит, сразу мгновенно обновить ее. Это он может. И по сути Тинкер с каким-нибудь лотус-сорбом и линкой может постоянно держать один свой таргет под лотусом линкой. Ну это еще и Матрица, которая тоже дает... Так, спириты готовы расстаться с этой стороной. Они уже сплитпустят карту. Преимущество вроде не такое большое, но я понимаю, что здесь тяжеловатенько что-то сделать. Втроем что-то подковырялись, а коры делами занимаются. Интересно, что они дофармливают или же они просто сплитят? Так, нападение на миру. Хорошо, быстро его забрать. XenQ стрелой не продлил. Но тут по цеху еще от ми-пошки залетает. XM вынужден выйти из файта. Ами просто бьет Т3. Стрела? Что это сейчас было? Да это по фану просто. Не-не, ты видел, у него моделька сместилась? А, не, не заметил. Приходит Ротан, купил Сильвера, чтобы удивить соперника. Есть ли у них гем-вопрос? Вроде нет. Там бы дорисовалась нет гем. Там, мне кажется, сапов можно только прокликать. Гема ноль гемов, линка на тему 0. А он спалил сейчас. Он же спалил иллюзии, вывел все, они уже знают. Или погоди, да, есть у него сильный. Сильвер линка, ну то есть это в целом он так хочет контрить дум. Опять же, он супер большой нетворс имеет. ДК пока что не догоняет по фарму. Дэмэджа не так много будет. Цель для дума одна. Ой-ой-ой-ой-ой, какая инициация? Шикарно. Мортимир Кисус весь свой выпроплевывает мира, но там БКБшки. Сгрызли. Это минус Ами. Диуай добить боятся. Опасаются. Ами получает тут же нулик. И выходит. Будут ли чезить спириты? У них БКБшки еще остались? Нет, БКБшки на кулдаунах. Коллапс. Он ночью, он видит же все, он все прекрасно видит. Традан в Сильвере выйти, быстро забрать. И это минус Ами. Сюда. Охуеть. А что Ами почему-то? Не на очке типа. Он надеялся. Видимо, если они нападут, он нажимает БКБ и ульт и разваливает. Но просто в секунду разваливается. Даже если он нажимает, по идее, БКБ и ульт, ему все равно же магия наносит урон. Он не то, чтобы неуязвим. Что-то так он жестко встрял. И сейчас 55 секунд, он без байбэка. Будут ли использовать время это? Как будто бы ничего не мешает, и вроде они планируют. Ну, крипов всех девайс пушил. Как еще Эксэм с Аганимом уже, кстати. Лотус. Ну, Лотус пока что не дает. Ларв вместе с коллапсом напрыгнули на сексэса, у которого есть дум, но он нажать пока что его не может. Что это за демэдж? Залетает. Это Блаторн. Это Блаторн. Работает. Есть бай. Все верно. Ахуеть. Пока что глядь. Ахуеть. Ахуеть. Так как они это камбэкают? Я вообще не знаю. Просто на ровном месте. Они уже урага на базе грызут. На ровном месте. Это, знаешь, базовый спирит такие. Затерпели и перевернули. Ну, сейчас будет файт под Байбэк Дума, очевидно. Ну, да. Должны принимать файт. Но либо дать вторую сторону, третью все равно не спушат. Там Т2 стоит на топе. Радан. На него нападение. Ксэм залетел. Байбэк все-таки Дум нажимает. Ксэм БКБ пробегал. Можешь можно забрать коллапса. Клапс БКБ. Лард. Серьезные проблемы. Он в таверну. Он тоже без байк. Не ожидали спирит, что будет пайбэк от Дума. Не надо. Не трогайте. Guardian Angel еще похилится. Но душит Дивай. Не дает ничего сделать. Ами даблкил. Но Байбэк Дум потратил. Мне кажется, это очень важно. Уже на такой стадии, типа 42-ая минута. Ну, на такой стадии, да. У спиритов сейчас будут все байбэки. Да. То есть задача, как и до этого, была напасть на Дума первыми. Забираем Дума первыми, ну, типа 60%, 70% даже, 80%, что мы выиграем файт. Внимание, Андрей. Первая примерка. Хольчуги. Ну, мощно. Надо работать еще. Ну, вообще, приятно. Вроде хорошо. Нормально. Ну, маль, пойдет. Ну, вообще, уже выглядит как готовый продукт. Ну, так мы и будем дорабатывать дальше еще, конечно. Что, заход на ХГ от экстримов? Ами. А, есть у них еще и баннерок. Минус мид. Они мегасов могут так-то сделать, но мипошка резается, надо отходить. Все. Что Дорошана там? Кстати, Дорошана 10 секунд основного таймера. Хочешь общую ценность? Не, а выкуп. Бай, ну, типа, посмотреть, сколько не хватает, не хватает чутка. Ну, вот так. ХСМ, нападение на Родана, у которого есть байбэк, если что. Он, в принципе, не против здесь инопидеть. Тут же нужно выкупаться. ХСМ, нужно отступать экстримом. Срочно отступать. Дум в лотус был дан. Дум убегает. Он погибнет, возможно. Я не уверен, но, скорее всего, он тоже отправится в таверну. Клапс его подсвечивает. Клапс. Родан добивает в результате ХСМ. Да, в итоге от Дума до Тика Лами убили. Байбэков нет. Рошан стоит. Рошан третий. А надо вообще? Ну, сейчас посмотрим. Какой-то с Луной ДК в трон. Как будто бы им виднее. Но они, я так понял, не могут быть уверены. Они знают, что у Думы нет байбэка, а то, что нет байбэка у Мэрта. Она же не выкупалась, насколько я понимаю. Да. Да, у нее просто не хватает денег. Они этого не знают. ХСМ пошел скипать. Глиф. Глиф, Глиф, Глиф включили. Это на опыте. Почему Тинкер снизу не отпушивает крипов? Можешь тут объяснить? Хороший вопрос. Типа накидал здесь. Кстати, он пачку может забрать. Подхилить. О, мне качу. Все, все бафы даются на крипа. И просто строн. Заходят, ломают трон. Все, 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 все. Луна с ДК очень быстро сломает. Под Солором, под все. Там еще Владмир суме пошки прилетел. И все, и это ГГ. Дивай просто от сплэша сдохнет. Есть бай, а что толку? Это ГГ. Пиздец. Это жестко. Бля. Это жестко. Это вообще на классе. На лютом классе. На им классе. Блин, жесть. И ситуация, где им что-то жестко камбэкать надо. Где как подефать непонятно. И вот через 5 минут они сломали трон вражеский. Да, это жестко. Это реально жестко. Что ж, вот так вот прошла первая карта. И передаю слово в студию аналитики. Ведь нужно разобрать эту карту. И скорее всего это будет происходить на бумажках. Так что слово в студию. Да, спасибо большое. Ну пиздец ебать. Пиздец. Ну что за хуйню мы сейчас посмотрели. Ебанешься вообще. Вот такая у нас аналитика. Ну хорошая, кстати. Хорошая. Иногда значит, что у людей такого не хватает. Команды топовые вообще. Команды видно, что ебутся что надо. Прям очень хорошо. Жалко, что остаются такие команды. Ой, одна из этих команд вылетит. А останется, например, Аврора. Аврора, да. Ну это турнир. Такой суть. Сколько бы ты там нахер групповых стадий не сыграл, все равно балансно не получится. Поэтому нахера эти групповые стадии не совсем понятно. Но это ладно. Им виднее. Ну экстримы, если вылетят, сами виноваты. У них был шанс в винарах остаться. Да. Они его упустили. Так и успели, был шанс в винарах остаться. Но они встретились с экстримами. Что, парни, бумажки? Давайте, да, немножко побахаем. А там водичка еще есть? Водичка. Вон та вот бутылочка дальняя, можно, пожалуйста? Безлимитная есть. Благодарю. Так, на ком мы остановились? Андрей. На мне? Угу. Так, если мы остановились на мне, предмет, точнее, ну тип предмет, да, да, который помещается едва в эту комнату. Вот так? Есть дерево, есть железное. Значит, основная часть сделана из какого-то металла? Нет. Основная нет? Нет. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, я какая-то одежда, специальная одежда, но вы бы ее носить не стали. Ну да. То есть это что-то унизительное? Нет. Нет. Так, я какое-то описание человека, немного связано с дрочкой, но немного. Правильно? Да. Ну немного. Немного связано с дрочкой, чтобы меня не запутывать. Но при этом это цензурное слово, которое можно сказать в детском сайте, но люди не поймут. В основном применяется к взрослой аудитории. И применимо к обоим полам. Угу. Вот. Давайте так. Это слово люди используют достаточно редко в обиходе. Ну да. Достаточно редко. Если это слово применимо к взрослой аудитории, используют ли это слово пенсионеры? Деды, бабушки? Думаю, что нет. Нет, да? Все-таки это взрослая аудитория, но не настолько взрослая. То есть они фильтруют, как бы, и не внею за такую. Все, понял. Так. Скажите, пожалуйста. Да. А может быть, я... Железо, дерево, не электричество, и не механизм, кстати говоря, тоже. Да, 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 да. Не механизм, не... Может быть, я какой-то... Какой-то транспорт? Нет. Нет. Просили, это у тебя отнять. А, шумит, да? Сори, я так и знал. Но я продолжал. Не транспорт. А нам обычно еще леща дают, блин. Ну, гость. Ну, гость чего-то. Первый раз простили, второй раз лещ уже будет. А что ты спросил? Я транспорт какой-то? Нет, не транспорт. Нет, не транспорт. Так, неунизительная одежда, но... Но специальная одежда, которую... Чат надо выключить? Да, чат включился, но мы не смотрим просто. Я из хлопка? Нет. Окей. Так, я применяюсь в основном взрослой аудитории. Так, часто ли я применяюсь геймерами? Геймерами? Киберспортсменами. Слушай, ну мы не можем знать этого. Не, наверняка. Ну, вот непопулярное какое-то обращение, характеристика. А, часто геймерами ли? Да. Ну, чаще, чем пенсионерами. Чаще, чем пенсионерами. Ну да, относительно чего теперь? Использовали ли мы это слово сегодня? Нет. Нет. Окей. Мне пиздецки тяжело определить... Андрей? Как это слово используется. Так. Так. Не транспорт. Ладно, давайте так. В меня... При моем правильном использовании, корректном, в меня... Мной пользуется человек? Да. Он находится внутри меня? Да. Я какое-либо... Я стационарный предмет. Да. Все, отрезал. Все, пол. Блин, ну ты уже отрезал. Ну да, очень-очень хорошо сейчас было. Я... Вообще, из стандартного материала для одежды сделан? Нет. Так, значит, я... Как не сузить? Как не сузить? Я должна быть какая-то характеристика. Мне надо понять, что это за характеристика. И она не негативная. Ну, не негативная, ну... И с физическими тоже этими свойствами. А, ну, с психологическими свойствами тоже нет. Что, что-то связано? Ну, что, что, типа, вот, допустим, человек длинный, да, и он, там, допустим, Каланча могут его назвать. С физиологией не связано. Да, это не связано никак. Это связано не с физиологией, а с комиссией. Вот я говорю, подсказать, может быть, направить, так сказать? Если хочешь, Макс. Да, да, это вопрос к тебе. Ну, давайте, хорошо, давайте, направить надо. Ну, прям, напрямую направить или так? Нет, не очень косвенно. Очень косвенно. Это, как ты сказал, связано ли с чем? С физиологией. С физиологией. Нет, это связано не с физиологией, это, скорее, связано с поведением. Ну, ты смотрел Майндхантер сериал? Да, ну, с поведением, я же сказал, что, типа, когда... Ну, вот... Ну, вообще, ну, как бы, когда человек контактирует с другим человеком, и вот его как-то называют, ну, там, особенности поведения. Так. Я вроде спрашивал этот вопрос. Нет, это не так спрашивал, ты по-другому спрашивал. По-другому спрашивал. Но мне кажется, потому что мы еще задумались, типа, тогда. Но я тогда говорил, типа, там, нудный, ненудный, я же имел в виду, типа, вот... Ну, это вот, я тебе еще раз, Майндхантер ближе. Вот, по-умному, в общем, это звучит, хоть и используется не очень по-умному. Ну, с поведением связано, да. Эта черта поведения, она постоянная, то есть человек постоянно... Ну, он, типа, не... да, скорее всего, не изменится. Не изменится, вот он постоянно такой, константно. Он постоянно такой. И он, типа, в целом не хочет меняться, понимаешь? У него нет мотивации меняться, потому что его все устраивает. И, возможно, его окружение. Бо-о-о-о. И это легкое было от Альберта, правильно? Ну, видимо, для него это легкое. Ну, на самом деле, это, скажем так, это вот слово, оно не то, чтобы прям сложное какое-то. Но как дойти к этому действительно сложно, потому что все донетки, которые какую-то группу людей, условно, не что-то конкретное, а какая-то группа людей или что-нибудь для определения какое-то, это тяжело. Поэтому, если что, мы будем тебе помогать какими-то... Да? С... Ты его запутываешь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай вот так просто. С психологией, грубо говоря, это связано. То есть это какое-то... Ну, вот есть норма, а есть отклонение, так сказать. И, типа, это считается отклонением от нормы. Да, вот, хорошая подсказка. Дай тебе подумаю еще сейчас. Давай, давай, подумай. Так, мною... Я? Погоди, погоди. А, давай, Альберт. Можешь несколько сразу, потому что ты это самое... Что-то покакал? Да, второй раз уже, вторую табуру свебал. Я не знаю, у меня резь какая-то ебаная. Хуй знает, что это такое. Поэтому я отхожу, не обессудьте. Так вот, я жить как какое-то блюдо, которое делает человек. Сказали, ебать, как трудно тебе будет, но это нахуй... У меня одно слово. Это борщ? Ты спрашивал уже борщ. Разве? Перед игрой ты спрашивал борщ. Нет. У меня разрешили несколько, да? Мне кажется, ты знаешь, ну, я бы просто как бы... То есть ты про ингредиенты, может, спросишь? Ингредиенты? Ну, типа, да. То есть ты так себе будешь отрезать, как бы... Ну, как-то так... Во мне есть помидоры. Нет, помидоров нет, нихуя. Давай еще, Альбертик, что в тебе есть? Что, ну, у меня помидоры гаспачо там какое-то нет. Помидоров гаспачо в тебе тоже нет. Еще какие-то помидоры, может, думаешь? Какие ингредиенты? Я понял. У меня есть огурцы? Огурцы? Огурцы, да. Все отбирают. Что ты у меня забираешь? Тяжело. У меня... Ну, что я... Как это уебища? На квасе, блядь. Окрошка? Окрошка. Ты не окрошка. Вообще помидоры-то тоже есть. Но мне вот тоже кажется. Ну, просто Андрей, так уверенно сказал. Существует помидор тоже есть. Я прошу прощения. Вообще-то много составащения, ребята. Поэтому мне кажется, что тоже есть. Вообще, как бы конкретно вот выражение. В тебе есть помидоры? Да, в тебе есть помидор. В тебе есть огурцы? Да, в тебе есть огурцы. Что-то, блядь, за блюдо, нахуй. Ну вот, думайте. Еще жидкая. Окрошка. Ну, как бы ты без помидоров-огурцов обойдешься. Ну, как бы можно тебя это повязать? Что? Вот ты существуешь и без помидор, и без огурцов. У меня еще можно спросить что-то? Давай. У меня есть помидоры с бульон. Нет. Нет. Я не знаю, ну там какой-то, блядь, суп, нахуй. В Ригитах, наверное, много, да, супов? Вот я вчера... Так ты понимаешь, ты же можешь у нас спросить, я суп? Ну, я суп. Нет. Я не суп, я не блюдо. Жидкое блюдо. Ну, не все, что жидкое блюдо, не все суп. Ну, да. Это же не суп, например. Так, все, давай. Ну, это и не блюдо. Да. Да я бы не сказал, что ты прям блюдо. Ну, да. Вы меня запутали, я не знаю. Нет, ну это блюдо. Я сам себя запутаю. В какой-то степени? Ты спросила, а потом сказал, да нет, я точно блюдо. Может, ты не блюдо. Я спросил, я блюдо, которое человек делал? Нет, ты помнил. Ну, да. Я жидкость, который создает человек. Да, жидкость, который... Я спросил, я потом, я и блюдо. Ты не спрашивал, ты спрашивал. Ты спрашивал. Ты, наверное, подумал. Ты не спросил. Ты спросил, создаёт ли меня человек? И ты такой, а, я блюдо, значит. Это надо клип, походу, пересматриваю, да? Я про жидкость спрашивал. Выходит ли она с человека, типа. Или нет, я говорю, типа, ну меня готовят. Нет, я готовят, я не спрашивал. Ну, допустим. Меня готовят. Меня готовят. Прям вот, бля, варка, жарко там, да? Да, ну, есть такое. Ну, прям как, ну, на кухне тебя делают, да. Ну, вообще, на самом деле, там... Ну, ты готовят, готовят. Ну, что готовят? Ну, ладно, ладно, давайте Андрюше дадим, я посижу, помариную. Ну, да, помариную помариную. Помариную. Так, человек мной управляет. Я, может быть... Сука, я понял, нахуй. Ты мне подсказку дали, да? Используюсь в какой-то профессии, это конкретно какое-то вот это вот приспособление некое? Нет. Нет. Еще был вопрос? Блядь. А меня просто... Да нет, давайте я дальше это самое. Все, давайте там по дефолтным правилам. Окей, окей, окей. Так. Я не из какого-то материала... Не из стандартного материала сделан. Да. Да. То есть, вот что-то типа как из скрепок, да? Ну, типа да. Типа да. Скрепки нестандартные. Ну, да, да. Спирит выиграли? Кто же это носит? Да. Спирит? Да, да, да. Там вообще нереальная закатка была. Хорошая? Очень хорошая. С переворотами, камбэками. Он будет посмотреть. Так. Ни из стандартных материалов. Может, есть дерево? Нет. Ну, это так ты... Не, ну одежду из дерева не делай. Типа один из стандартных материалов надевал. Ну, я из говна. Ну, типа, береста, там, да, есть такой. Вопрос, значит, я... Какое-то отклонение, да, сексуальное. Ну, ну, короче, странное. Для адекватного человека, нормального, здорового, странно. Это странно. Это отклонение какой-то переизбыток чего-то? Переизбыток чего-то, но в каком-то смысле это переизбыток чего-то, да. Ну, типа, допустим, там, я не знаю, там... Ну, передоз, да? Сексом, там, два раза в день заниматься. Блин, два раза, но таких нет. То есть это тоже не давать смысла. Что, два раза в день, да? Ну, ты что, так... Может, еще каждый день? Может, еще каждый день? Ну, не сразу. Не сразу, да? Ну, это не переизбыток такой, да? Это что-то какое-то другое отклонение, да? Ну, не, переизбыток — это там въебать 4 Буэна, да? Переизбыток сахара у тебя пошел, например. Или полную упаковку киндера въебать. Ну, не переизбыток, все, ладно. Короче, да. Ну, переизбыток чего-то другого — да. Ну, отклонение-то, в принципе, знаешь, как бы, ну... Мне кажется, я увижу слово, скажу, пиздец. Да, да, так и будет. Пиздец, охуяюсь, да. Кстати, там драфты, что пошли? Да, я открыл уже Андрюха, там все есть. А, да? Хорош, мужики, хорош. Короче, помаринуй меня за это. У меня там что-то про огурцы, помидоры. Я закатки? Нет. Ну, что такое закатки? Ну, вот, банка, да, там, этот... Не, ну, он спросил конкретно, и закатки нет? Все. Ну, да, что-то... Не-не-не, дальше расшифруй. Что ты имел под в виду под закатки? Ну, блядь, вот закатки, закрутки, нахуй, банка, блядь. И ты конкретно кто? Ну, вот сама вот эта хуйня. Закатка? Нет. Что я мариновать, сука, должен? Ты не закатка. Ну, ты был близко. Да, Альберт, подсказка. Я был близко. Ты должен угадать. Ты вспомни, что мы тебе говорили. Ты не прижит. Ты жидкость. Ну, типа... Ты жидкость. Банка, закатка, нахуй, это жидкость? Я рассол? Да. Да. Ты чё, какой рассол, нахуй? А вот это что такое, блядь? Ну, это тоже, да, пиздец. То есть, если это первое, что тебе в голову приходит? Ну, меня пиздец натолкнули, промаринуйте, по этой скукожило вот так, нахуй. Так, управляет, значит, мой, стал быть, человек. Я помещение какое-то? Да. О, я сранник? Нет. Чат, я иду к вам, я иду к вам, чат. Мне можно теперь смотреть. Нестандартный материал. Он есть в этой комнате? Материал? Из которого сделано вот это, да. Этот материал присутствует в этой комнате? Так, из которого сделано это, но... Тебя сделать... Давай так, тебя можно сделать подручными средствами в этой комнате? Можно. Олег, рассол это закатки, а не дурачки. Ну, блядь, они не шарят тут. Так, я окунаю помидоры и огурцы в закатки. Да, я пью с утра закатки. Да, я поспахмелью. Да, ладно, 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 окей. Это современная одежда? Нет. Вот. Так, я, значит, какое-то извращение. Я какое-то извращение, да, ты какой-то там... Да, ты извращение. Да, да, извращение. Это, ну, не норма, да. Мерзкий такой. Так, хорошо, все, блядь, я ссудили сейчас, я это разъебу. Так, это извращение связано как-то с ногами? Нет. Нет. Напрямую не связано, скажем так. А я помещение, скажите, пожалуйста, какое-то некое рабочее помещение? Да я срал в закатке, да, прям сейчас, кстати. Нет, не рабочее помещение. Не рабочее помещение. Понимаю вас, понимаю, спасибо. Давай, давай, ускоряемся. Так, средневековая. Да. Средневековая. Я кольчуга? Да. Да, ты кольчуга, мафака. Так, погнали, по извращениям пойдем. Мое извращение как-то связано с головой. Ну, вот как-то используется в этом извращении. Голова заюзана. Заюзана там нормально, да, голова? Ну, нет, 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 нет. Ну, короче. По прямому значению. Он использует голову. Ну, использует, да. Он использует, но не то, чтобы она там... Но суть не в этом. Короче, ты же пытаешься архетип, да, понять? А не действия, ну вот. Но голова при этом заюзана. Заюзана, да. А когда голова не заюзана? Ну, в том-то те же, да. Ну, блин, не знаю, там... Ты бодрствуешь, уже голова заюзана, поэтому... Нет, голова непосредственно вот в этом извращении заюзана, правильно? Ну, давай фикция на другом. Рот заюзан. Рот заюзан. Рот заюзан. Блин, а вот... Да. А, Андрей, ты точно понимаешь, что это за слово? Да, я понимаю. Я тебе писал грубую форму, это вот прямо но. Все, я понял, рот заюзан, блядь, ребят. Рот заюзан. Все, блядь, кайф. Рот заюзан у... Так, это извращение, значит, мужчина и женщина, правильно? Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Секс, отойди, просто чуть-чуть. В смысле, это извращение какое-то? Но ты извращен, ну, не все извращение с сексом связано, понимаешь? То есть это не сексуальное извращение? Ну, типа, вглажда, играешь. Десять часов доту смотреть, это как бы... Подожди, я, возможно, я, да, типа, не то. Приколея тебе написала, это не то. То, что я... Это не сексуальное извращение? Это сексуальное извращение. Но при этом сексом это не связано напрямую. Короче, заюзан рот, блядь. Ну, блин, ну, мне кажется, это... Ладно, не обязательно рот, ну, рот, короче, не всегда, да. Ну, можно и тут. Да блин, ну тут просто... Хочется что-то в руках катерить. Можно скрепки возьмутся? Пожалуйста. Они вроде тихие. Прости меня. Тут, блядь, я не понимаю, это сексуальное извращение? Вот в кровати ты можешь сделать? Ты можешь, блядь, кровать сделать не желание. Со своим партнером, партнером, блядь, с кем угодно, нахуй. Да, обычно люди этим занимаются. Нет, не занимаются. Это же психическое отклонение. Психическое. Божество типа нет, да. Я, блядь, это может быть не только мужчина и женщина. Это может быть любое, вообще любые возможные полы, полы, там, полы и все, блядь. Полы тоже, да, как бы. А, кстати, Андрей, ты вообще будешь, блядь? Да нет, пускай, если у Макса есть что-то там на таргете, пускай он поработает. В этом извращении присутствует помимо рта хуй. Помимо рта хуй. Блядь, вообще как будто бы хуй часто присутствует в извращениях всяких. Но это, скажем так, не главный герой. Не главный герой. Если, допустим, насрать на хуй, да? Да. Это, ну, используется хуй? Да. Допустим, нассать в ебало. Не используется. Не используется. Ну, знаешь, что? В смысле, а почему не используется? А, ну, кстати, нассать можно не только хуем, по факту. Это извращение связано с говном. Да. Твердая, да? Твердая, да. Я отойду пока. Я засранец. Ну, какое-то слово деликатное. Что имеешь в виду? Ты же знаешь, что я тебе пишу, ну. Ладно, я говноед? Нет. Давай, Андрюх, ты пока сейчас я подумал. Так, ладно. Блядь, ему фаскальску дали, а он ну. Он не поймет. Сориться, значит. Ну, ладно, и говноед в том числе, ну, типа. Короче, помещение какое-то. Домашнее помещение? Подожди, он может дальше. Нет, нет, нет. Говноед в том числе. Я дал, я дал, я дал. Отсам отдал, окей. Сори. Да, нет, не домашняя. Не домашнее помещение. Домашнее, что ты имеешь в виду? Ну, во мне живут. Тебе могут жить. Могут. Ну, это значит домашнее помещение. Значит, это домашнее помещение. Хорошо. Кстати, Павелочка, я спрашивал, это может быть рабочим помещением? Очень узко, да. Рабочим помещением. Это какое-то помещение для специализированных неких действий? Нет, у него одно, в принципе, назначение. Довольно, короче. Нет, ну я говорю, то есть в нем что-то конкретное, оно сложное для того, чтобы в нем проводилось что-то конкретное. Да? Ну, как конкретное? Да нет, вот именно у него какой-то функции прям нет. Ну нет. Оно не функциональное, твое помещение. Не функциональное, то есть... Это не мастерская, не там кухня. Отключите микрофон нашему гостю, пожалуйста. Спасибо. Ну, так, я не сральник, не туалет, вот это вот специализированное помещение, в нем обычно не живут, но могут и прожить в целом, при желании там пожить какое-то время, да? Может быть, ну, блядь, давайте так, ладно, что? Внутри меня что-то кроме человека есть? Нет. То есть просто полное помещение и нихуя кроме человека? Нихуя нет, кроме человека. Короче, нет, в целом нет, в целом нет. Вот, чтобы вот, когда ты бы это загадывал, ты бы, ну, тоже так же ответил, но на самом деле, в теории может быть, но как ты ее себе представляешь, типа нет, да. Обычно нет. Это не характеризует это никак. Чтобы ты там не представлял себе читали что-то. Короче, я что-то в говно какое-то вляпался, по-моему. Да. И как и я. Ну, у тебя-то вроде там уже что-то рядом где-то. Ну, засранец ебать такая шмак. Засранец. Ну, что вы мне сказали? С жиганом, извращение, возможно, извращение в кровати. Я не грубил, подскажу, да, я не грубил. То есть это... Но засранец было близко. Да. Да, было близко. И говноед было близко, понимаешь? И говноед было близко. Это уже пиздец, как сильно помог. Да я изначально тебе помог, понимаешь? А как называют вот эти извращения с какашками? Копро... Что? Копро что? Копро что? Ну, это что-то чулки какие-то капроновые, блядь. Нет, капрофил это не то? Да, 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 да. Макс, поздравляю. Ну, тебя насрать на хуй, да? Я капрофил? Да. Да ты чё, рофили что ли? Какое-то слово капрофил, блядь. Это слово можно день целый угадывать. Ну ты угадал же. Ты угадал. Всё по делу, получается. Ну, по подсказке были. Ну, типа насрать на хуй ты сразу уже сузился, видишь? Ну, как и мне помогли. Да, Андрю, слово вообще капрофил. Давай, Андрюш, разъёбывай. Да как тут разъёбывать? Разъёбывать на стоп. Ладно, помещение какое-то во мне там что-то происходит. Во мне... Макс, клипы на донат поставишь, войс. Я капрофил, блядь. Я говноед, я засранец. Во мне человек не живёт в целом. Ну, в теории, типа, ну это пиздец. Помещение вообще изначально, это помещение производит человек, он его строит. Да, да. Он его строит. Строит для какой-то конкретной цели. Да. Другой человек покупает это помещение? Нет, это помещение. В сумме с чем-то. С чем-то. То есть, например... Это часть чего-то. Это часть помещения. То есть, я покупаю квартиру... Это помещение, часть чего-то. Часть чего-то это помещение. Да. Ага, это помещение есть в обычных многоэтажных домах? Да. Это может быть лифт? Нет. Это может быть какая-то кладовка некая? Нет. Вспомни, я тебе сказал, очень узко может быть... Близко, очень близко. Подъезд. Пиздец как близко, очень близко. И вспомни, я тебе давал ответ на вопрос, когда ты спрашивал, что это может быть профессией чьей-то или нет. Это помещение. Да какая разница? Очень узко, очень узко. Ну, может, это типа вот это, как его, прихожая, ну... Нет, вот подъезд... Тихо, он близко, близко, близко. Прихожая, что там, подъезд, прихожая, тамбур. Вот два соединения слова и... 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 Подъезд... Как-нибудь... Как это? Ну, просто другое название подъезда, типа? Да. Парадная? Парадная. 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 Я говорю, может, не знает Андрюх, с Москвы же. Ну да, типа, если бы... Это питерская, да, тему. Конечно. Так, Лан, что у нас уже... Идеально начинаются драфты. Идеально начинаются игры. Ну да, чат, он когда сказал, ну, типа, там пишут подъезд, Парадная, мы в курсе, но он же, типа, не назвал его. Типа, мы же не можем... Макс, выберешь там, что надо? А, да, 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 выберу. А можно нам включить чат? Поэтому там может кто-то жить, и там консьерж может работать, но это вот узкий. Конечно, конечно, конечно. Подъезд, это наружное здание, а парадная, это... А зачем вы гудку загадали, гудка? Сейчас начнется. Я тоже. Ой. Мужики, классный стрим. Душевный, только вопрос. Почему сейчас все карточки себе на лоб наклеили, а гудок из дома со своей пришел? Для меня еще стало удивлением то, что тот ботан из интернов тоже в доте разбирается. Так, короче, я заебался делать кольчугу, я вот что могу сделать. Я в целом сделал вот этот вот старт, и все. Максон, ты сможешь, короче, это... Крипстатик? Да, да, могу, конечно. Ювелирно. Мне нравится замуж, ксен. Я бы сказал, что гудок, на бумажке это старый тинкер, течет со скриптами. Идва начинается. Не понял. Это как обзывательство, если использовать. Максим, спасибо тебе большое, что так подробно разбираешься в написанном слове. Мой десятилетний сын с удовольствием вас слушает и ждет следующую карту доты. Вот, засранец, отгадал все таки. Еще и спросил, а если ты придешь в детский сад и скажешь, здорово, капрофилы. Да и тут капрофилы все. Дорого капрофилы, блин. Это нормально? Ну, в целом, можно. Мне бы сказали, что это зашкварно. Ну, зашкварно. Ну, ты забулил молодых, пришел, они даже не знают, что это. Скорее всего. Потому что я это перепутал, понимаешь, с говноедом. Там можно, типа, и говно хавать, но вообще, да. Но обычно в этом значении нет, употребляется как раз. Капрофил? Не, 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 капрофил-то не обязательно. Не всегда, там и выдача. Просто настрим я на грудь, там, например. Или давай я на тебе настрим. Ну, типа, это в любом случае, знаешь, любитель говна. Короче, скалом взаимодействие жесткое. Ну, типа, это любитель говна, нет? Да. Ну. Ужас, ужас. Да, если кто-то кушает, ребят, приятного аппетита. Да, спасибо, что выбрали нашу трансляцию. Я как раз пошел перекусил под эту тему. Вы слышали. Сейчас поясни за капрофила. Алик, это просьба? Нет, я, ну, пример, да, как пример. Человечек-капрофил, можешь попросить? Человечек. Подругу накидать на грудь. Эмоции. Так, а что проебали мой донат? Ты такие приятные вещи писал. Коричневый горчичник может накинуть, молодая? Конечно, может. Ну, вот и все. Пояснили. Так, мы возвращаемся. Лару у нас плотно начинает с XM умоевать. Ну, XM 10-5. Одно удовольствие стоит на снайпере против шторма, который вообще ничего не может сделать. А, здесь старая древняя шрапнель. Он решил как... Ну, короче, я понял. Он через аспект, когда его не видно в тумане, да? Ну, там... Да, да, да. Жесткая, короче, штука. Паберская такая тема. А если он зайдет вот в этот лес и начнет с него поставить все варты, начнет бить ларом под тавром? Можно быть такое? Ну, под тайкаимом его не будет видно, да. Ну, еще XM же профессиональный снайпер. Ой, Soul Assumption. Не-не-не. Первого, да, еще уровня? Soul Assumption. А мы без вебки, да, сидим или с вебкой? Или нам просто ее не вывели? Нам не вывели, наверное. А можно нам вебку вывести, чтобы мы видели себя? Мало ли, там, что-нибудь в прическу поправить, там, пузо убрать. Да, мне спину надо выпрямить, как обычно. Саша ювелировать 94-го года рождения, я вот тоже не понимаю это. Да, что реально напали на Максона? Что началось? Как, ну, я не выведу нам, похуй, на нас. Ой, все, ребят, я пока что на сегодня заканчиваю с кольчугой. Включите нам камеру, пожалуйста. А вот у тебя жесть, у тебя инструменты профессиональные. Ну, конечно. Что очень жестко задавили экстрим в этой игре. Ну, просто посмотрите в крипстаты какие-нибудь колоссальные. А когда снайпер появился, я думаю, они думали, ну, типа они... Ласпик. Ласпик, да? Да. Просто они могли подумать, что, знаешь, дефолтная четверка, но в случае с экстримами про эксэма нельзя забывать. Он играл на снайпере еще до того, как это мейнстримом стало. Ну, экстримы прямо разозлились жестко. Почему я улыбаюсь? Но мейнстрим снайпер, это все равно, когда через шрабнель сейчас играют. Она слишком душная. Нужно четверки. Что-то в соло киллы сейчас. Что-то у мипошки крипов много. Ну, он сейчас догонит вообще Ларри. Как же Синькьюб. Ну, от ноль армора у Феникса это, конечно, духота. Против Тусика, который с руки бьет. Вообще, как будто на этой линии, мне кажется, не ошибка колечко было взять, нет? Или дорого слишком на армор? Да, кому? Шторму? Не-не-не, я про Феникса. А он у нас тут против... Но визажа и Тускара, да нет, наверное, там она его не особо спасет. Просто потом из колечка ты ничего не собираешь. Зачем он у тебя? Лучше перетерпеть, как-нибудь его просто поотводить. Этим тем самым время выиграть. Улетит? Не-а. Ушали. Но тут, несмотря на то, что XM мид разъебал, полторы тысячи у Шторма, как у Тинкера, который ФБ сделал. Просто XM-то дальше пойдет качаться, нет? А что? Мне кажется, XM останется в миду, вообще никуда не будет двигаться. Ну, он будет дальше качаться. Ну да, в смысле, останется имя, но будет добивать Кликов, будет получать Светлана Форс и Экспо. Итак, ну что, господа, у меня плохие новости для вас. Знаете что? Это будет третья карта. Мы, скорее всего, не увидим третьей карты. Мы, скорее всего, не увидим. Вот они, плохие новости. Мы даем коричневый горчичник, алику на группе, бесплатно, видя подтверждение, скину. Не, спасибо. Спасибо. Я за доджу, мать. Почему я так уверен? Потому что драфт спиритов выглядит просто невероятно круто, дорогие друзья. Сбалансированный драфт с героями спиритов. Шикарно. Мальчишки, привет. Я Ольга Владимировна. Не могли бы вы разыграть свои трусики после трансляции? Гостю не надо. Просто письку покажи. Ну вы, если отключаете донаты на игру, стикеры, хотя потом их дублируйте, пожалуйста. Да, конечно. Мнение учитано. Услышали люди, мы их покажем. Дрюс, как же приятно смотреть твои стримы на протяжении стольких лет. Как же много всего было. Даже журу пережили. И сейчас спасибо вам за отличный контент, который хочется смотреть и кайфовать с вами. Спасибо большое. Не за что. Спасибо вам, сэр. Ну так. Драк спирит, типа тимфайт ебейший. Да. Что, Макс? Макс, прошу прощения. Вы что-то говорили? Да, я ждал, когда ты закончишь речь, а потом донаты, а потом я хотел согласиться с тобой, что в целом драфт у спиритов намного лучше, чем у экстримов. И есть с кем инициировать, и понятен лейтгейм. Все круто, красиво. А вот у экстримов, я вот не вижу, как они проводят свой файт. Что они должны сделать, чтобы инициировать и нормально его провести? Ну, у них Марсфея уже не будет. У них ни одного вообще сплания. Он прыгает, цепляет, туда накид пошел. Что-то такое. Да, на инициацию, по сути, у экстрима только тусик с аганимом. И все. Да, и более... Прошу прощения. Не-не-не, все, я закончил. Давай, тогда еще раз. Да, и более того, это все герои, на которых спириты привыкли играть. А на такой стадии турнира это крайне важно. Тавр ломается, команда XG. Какие-то шишки доебались до меня пошки. Так, смотрите, идет дальше. Что он себе позволяет? Нашли мяпошечку, он полетел, все в порядке. А смотрите, как покакали на Ларла, боже, пятый левел у него, тавра нет, 2200 нетворцев. Вот проблема, которую я опустил. Но я ведь все-таки всего лишь комментатор. Можно что-то и пропустить, действительно. Без обид, я просто, ну, понял, я... Вжился в роли, я понимаю. Да. Опа. XM. Ну, ну, иди сюда, Родан, конечно, дэвиджер пришел. Иди сюда, Родан. Сникью на таске. Лучший таск планеты. Бам-бам. И пуля. Да, мало дэмэджа. Там капли. Не могут любить Родана, у него еще стики, по-моему, 20 штук. Так и капли еще сработали. Ну и в итоге, вот что, напали, никого не убили. Ну ладно, Ларл подставился все. Он на кусты наводил людей, но... Наводчик был контужен. Ладно, это Ларри. Ну, недооценил, не взвесил свои ресурсы и возможности. Ой-ой-ой, арена, там двоих героев. Заберут огромного снайпера. Мы отбираем хлеб у нашего приглашенного комментатора, мальчики. Извините, пожалуйста. У меня хлеб, меня покормили, все нормально. Я с кайфом. Так нет, ну вы оживились, это же тоже хорошо. Это что-то как подустали. Ну тут второе дыхание уже открывается. Не, он просто... Да ладно, похуй. Давайте игру смотреть. 3000 уже, да, преимущественно неожиданно. Две, но они как бы такие. Вот из МИДа высосаны, снайпера взяли в Шторм Спирита. Да, ему неприятно, но сколько нужно времени, чтобы это камбэк? Будет ли вот этот вот выигранный МИД тем самым перевесом, которого хватит XG, чтобы выиграть игру? Сомневаюсь, честно говоря. Т-1 снизу падает. Вроде как норма, все, сверху Т-1 у них стоит. Высокая была нота. Уверенно стоит Т-1, значит. Не, ну и спирит еще известные такие терпилы. Они могут потерпеть и камбэкнуть. И здесь им ничего не мешает реализовать эту свою стратегию вторым номером. Ну и тем более у коллапса все хорошо. То есть поиграть сейчас от коллапса. У них есть тимфайт. Ждем кулдауна. Суперновый еще нет? Ждем суперновую, и они могут смок спокойно нажимать, и Ларл так будет камбэкать по игре. И просто делать фраги. Снайпер же вообще уязвимая цель. У него не сейва, нет. Единственный сейв это тинкер и вот тусик. У самого снайпера гранаты нет, пики нет. Его можно забирать по КД. Да, уязвимая цель, но опять же нужно чуть-чуть покачаться. Покачаться немножечко. Ну и XG опять же, никто, что вы знаете, могут вот как будто бы настолько темпово, ну просто чисто не то чтобы команда, а вот прям возможно в игре настолько темпово сыграть, что вот довести до победы ситуацию, где штурм не качается. Сейчас у него 3000, у снайпера 5, потом у него будет 7, у снайпера 9 условно, и разница будет сокращаться в процентном случае от нашего времени. Поэтому в принципе подождать немножечко, взять необходимые артефакты, марсик походит, делает экшен с какими-то тиммейтами своими, там может быть и морфинг подключится, и шторм подкачается. В общем, спириты ждут своего пауэрспайка некого, чтобы они могли что-то делать, потому что если бы была такая возможность, они бы определенно уже занимались бы каким-то экшеном. Значит, сейчас просто в голове подкачаться, набрать форму, так сказать. Какой смысл идти у этого снайпера, который стоит и сейчас суперсильный. Им вторым номером, их пиком по кайфу играть, когда на них нападают, и они, естественно, готовы к этим атакам. Ну, контр-инициация у них хорошая, да. Если на Феникса первым не напали, то у них тимфайт, ну, всегда можно перевернуть. Типа на Марсе нападают первым, он ставит арену, туда же Супернова, не залетая в арену, естественно. И уже тимфайт шикарный. Плюс еще все это накрывается ультами вилки. Ларл. Вообще, мама потратила, но Аркейн Руну важно. А, Андрюк, честный, скажи, у тебя не окает ничего? Когда видишь, думай, Кобольда в одном матче так еще и рядом. Без негатива. Ноль негатив, брат. Так, нападение на коллапс, вот сейчас арену поставить успел. Ой, как она красиво встала, просто он так себя обезопасил. Да, и у Синьки, у Синьки выходит. Ну, вот и Мородан. Мородан, что за демидж Мородану от Иксема? Нужно выкатываться отсюда на все, на КД просто перекачка. Выживает Супернова, ставится бить никто. Бить, бить, бить Супернова, он взорвется. Нет, успевает последний. Ее в динайл. За динайл мира. А как будто успевал, нет? В результате погибает, байпэх еще от мипошки. Братан, возвращается. А, Лапселл Келепорт? Завтра, Эксем тоже сейчас на фиге. А, нет, Мородану прикрывает. Но он фул в силу, да? Но мипошка здесь, кажется, тоже не уходит. У нас снайперов всем было фул похуй просто, весь файт. Да. Это очень странно. А Луна просто качалась, да, все время? Да, очень странно моя речь выглядит про то, что спириты ждут, пауэр-спайк, момент, когда они это самое, просто пизды получить на двойке у себя. Андрей, ты бы согласился за миллион щелкнуть Алика в шоколадный глазик перед гудком? Нет, конечно, нет. А за два? Да, да, да. Нет, 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 ни в коем случае. А если попрошу? Такие вещи только по любви, ни в коем случае. Глубоко. Не, ребят, деньги вот это вот, деньги грязь, деньги грязь вообще. Да и, честно говоря, не очень-то хотелось бы вот это вот, ну вы поняли. Ладно. Пахапными вещами этим заниматься, все правильно. Выход на Ларла, Атос задоджил на реакции. Это птицы, да, спарили всю движуху? Он птиц вперед отправил. Что-то понял, неладное. Ну заберу в стаке зато. В результате смог не такой уж плохой. На пять, на двоечку. Сейчас придется уже спиритом куда-то идти качаться на вражескую территорию. Драку не хочется принимать. Попал величайший Алексей Владимирович. Я скучаю по нему черепату. Позвони ему, передай, что народ требует его в гостях. Это, подождите, прошу прощения, Алексей Владимирович Березин? Да, скорее всего. Куда делся? Но он играет профессионально в компьютерную игру. В эту же, кстати, в которой мы смотрим. Регешик для шторма. Шторм 4900 потихоньку к маленьку качается. Ладно, Макс, по глазам вижу. Опять хочешь поспорить в этой катке на уси и сосание члена? Давай, предлагай. Не готов. Спорить на усы и сосание членом тем более. Я правильно понимаю, что нам следующий какой-то лкас нужно делать с тематикой? Это какое-то вот что-то такое, да? Ну, просто качал-то в пакетах вся усеянная, я понял? Вот как окна плеили, вся такая, просто полы, потолок. Мы сидим просто в трусиках сумоистов на стульях деревянных, вот этих швейцарских. И все. Но соски заклеить надо. Да, знаете, такой встань, повертись. Ты встал, повертелся. Сверните доту. Доту свернули нашу. И сидим, смотрим. Лэпку на весь экран. Ну, и, кстати, кольчугу может быть с собой взять. Кольчуга, ну, чтобы не холодно было. Ну, вообще я не уверен, что у него в характеристиках предусмотрено теплоизоляция. Чего-то тебе точно пойдет, спасибо, брат. Ну, что, на Рошана экстримы? Они, кстати, побыстрее действуют, чем спирит на прошлой. Ну, есть ощущение, что Родан на морфинге редко проигрывает. Ну, 7000-16, это очень большое предусмотрение. Андрей Вячеславович, приветствую. Здравствуйте. Альберт, здоровье после шавы. Гидроэлектростанция, классные усики. Мужики, спасибо за стрим. Какой у вас план на двухдневный перерыв на Инте? Вы стремить будете. Да, мы ники не видим, кто донатит. Спасибо большое. Да, спасибо. Мы планируем отдохнуть. А почему гидроэлектростанция? Вот оно пошло. Ну, вот о чем и речь. Легчайший таргет. Еще и 300 галды тпшками, кстати говоря. Сейчас улетят, если все. Это оверкосарь плюс сейчас было с ворона. Круто, 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 нашли цель. Шторм, он не хочет нажимать ничего. Он такой, да я пешочком как-нибудь скажу. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Пешкадранчиком просто туда-сюда добежал подкачаться дальше. Родан фармит. Шторм. Ну вот, да, 6 у него. Снайпера 9. Разрыв увеличивается. Но понимать, что в принципе, опять же, он свои какие-то цели-то, задачи выполняет. И нормально. Ой-ой-ой-ой. Это больно. Поймали его. Причем, видно нету. Атос очень неплохо окупается, так как у них нет кетча. Вот Атос это один из вариантов. И у них плюс появится еще на Глеб Нир. Уже появился Глеб Нир на снайпере. То есть у них есть два кетча. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. На шторма. Шторма очень неприятно. Ему приходится рашить БКБ в этой ситуации. Что его не спасешь. Ну да, его тут только один раз. Можно подсоедиться, но на дуа уже. Ну типа от одного спасется, а второй прилетает сразу. Силы тьмы используют сканирование. В смоках идут коллапсы. Сейчас тоже будут забирать. Очень быстро волоспачиваемся в контроле. Выходит на аренду тут ставить. Ни в коем случае. Что-то печально все. Ну и в наглые уходят, потому что спидят и ничего не делают. Они не могут, наверное, делать. Ну как бы просто отдавать внешние вышки и пытаться качаться. Ну... Экстрим такую доту очень быстро показывают. Они на хг пойдут. Ну это можно. Ну да, чем затягивать? С визажем. Этого теня совсем не хочется. Он со временем становится только хуже и хуже. Мне кажется, вот как раз таки сейчас у него пик силы. Там 12 лео, вторые птички. Бесконечный соло ассамшн. И быстрый выход в ауры. Почему такой огромный нетворс? Потому что у визажа еще этот аспект есть дурацкий. За убийство. Хотя я не сказал бы, что у визажа большой и нетворс всего 8500. Ну и киллов не очень много, будем честны. То есть 8 на 4, на 9, на 20. И киллов очень мало, то есть не комментируется в файты Team Spirit. Что там, Раш? А Егин заканчивается? Да нет еще, а Егин с 2 минуты. Сосредоточенно играют. Но все равно 10 тысяч преимуществ, но по ощущениям по пику Team Spirit могут. Мы сейчас после файта откроем графики и поглядим, что думают тот-то плюс по этому поводу. Мне кажется, 65 на 35. Ну это тут чуть ли не файт последней надежды. Вот этот смолк, запрыгивать, коллапс, отличная арена, копье. И, скорее всего, визаж здесь погибнет. Ну что, мальчики, гости накормили, а что ж вы своего усаток? Я покушал, спасибо. Да. Очень хорошо выборочно находят пикапы Спириты. Нижнюю башню Соси. Это вот на самом деле визитная карточка Спиритов. То, что они частенько рискуют, чтобы сделать ультрабыстрый фраг и бэкнуться. Кто-нибудь срал в плаще. Сральный плащ. Как припрёт он, вмиг появится сральный плащ. Только сядешь, все измажутся сральный плащ. Бумаги нет и подтираешься сральный плащ. Он прилип, а ты встать пытаешься сральный плащ. Кудок ебал в твой рот. Бля, накопительные эффекты мела, концовку осуждаю. А что мы смотрим плюс? Мы смотрим гору, там, возможно, сральный плащ где-то, бля, это пустая. Я задумался, визуализировал, да? Сори. Причём в стиле ещё мультика этот. Да-да-да-да-да-да, представлял как она. Он прилип, устать, мисляя, срадиная плащ. Вам жжёт, мы в такие движухи надо. Он любит шутки про газ. Такий город же, скорее всего, на другом стриме какого-то. Начал с этой бумажки, ну, извините. Ну, кстати. Так, ещё девай забрали, пока про плащи мы думали. Бля, помните, раньше морфлинг, когда я смотрю на игла сонка, вспоминаю, были морфлинг через... Шотганчик. Шотганчик, да-а-а-а. Было-было. Ну, сейчас Хан, Ханда. Ну, это не то всё равно. Ну, не то, да. Нападение к Синькью читает, видит, что Синькью проснись, убойся, блядь. Угу, неча умоется, пойдёт. Ну, у него билдок, кстати, на меня похож так же. Всё, брейсер, вместо смакала. Безошибочно, безошибочно. Слушай, Макса, покажи, сколько теперь Dota 2 шансов дает? Было 11%, а теперь у нас 7. Как так? Ващая, Егиди закончился, они должны, наоборот, Dota переобуться была. Очень странно. Кликать каждые 2-3 минуты посмотреть. Ну, Миришард попался. Хороший шаг. Вообще не понимаю, почему так. Так, бараки до этого упали. Андрей, Максим, Алик. Хорошего вечера. Спасибо. Предлагаю комментаторы на колесо. Хули он сидит, молчит, слушает, как вы комментируете. У него выхода. Три раза пусть крутит. Или пусть в плащ сред. Я, кстати, с плащом приехал. Это ты зря сказал. Ну, я, да. Они будут видео просить, что с доказательством. Что, и с плащом? Что-то на самом деле. Вообще я не буду организовывать. Так, ну что у нас? Вот одна попытка на камеран зайти, при том, что у них даже Аегиса нет. Ларри в позиции. Все герои на базе готовы дефать. Дефать должна какая-то инициация. Что-то ждут. Спириты. Я не представляю. А что они делают? У них нет арены. Они без арены же не могут нормально подраться. Вот, да. Они видимо сдух арены. А я, знаешь, почему так мало процентов? Потому что, когда камера уезжала, помню, что рано плащ был. Там бараки падали. Ну, да, да, да. Так, а бараки до этого же снесли. Мне кажется, что с прошлого захода они сломали. А щас сколько, Макс? Щас, давай, в 8-м. 4-е. Все, хуже, хуже. Что ж такое-то? Ну, иксен просто стоит, ломает. 3. Пойбай. Тоджица. Ассасин Эйд. Террорайд. Не откидывает, не откидывает. Радан на лоу хп выходит. У него БКБ нету, да? Он не может же драться просто. Арена появилась, надо инициировать. Надо пытаться, надо пытаться драться. Потому что Луна сейчас спушит. Все. Арена пошла. Хорошо. Коллапсанок синкьюнер. Он проснулся, он умылся, он умылся, он точно умылся. И коллапс в результате арену потратил в никуда. Минус коллапс. Ларо без маны пытается выйти. Радан также на виве вышел. А может кальян, пожалуйста, на третью карту мне? Легкий, какой-то арбузно-дынный, что-то такое. Ну или что-то такое, такое что-то. Дать еще один. Блин, надо, надо, надо. На твой вкус, но поинтересней. Да, ребят, все-таки они сделали это. Почему ваш гость очень похож на Виталию Сави Мельника? Андрей, хуй будешь. Нет, спасибо. Накова на Мельник у нас сейва, что ли? Да, не знаю. Но если сбрить все, то нет, мне кажется, не похож, ребят. Необычно с другим сравнивают человека. Каждый человек похож на другого человека, какого-то всегда. Так что, да. Ну что, снова ломают в третью сторону. Луар в спину запрыгивает. Отличный таргет. Но не получается. Иксэм это покусить. Все-таки есть дэмэдж. Отлично. Пошка зарабатывает килл. Мира Кавакс отправляется в таверну. Есть байки, что у Мира. Иксэм выкупается. Не лишнее ли это будет? Он же не может сюда прийти. Дивай также отправляется в таверну. Легенда на Радане. Но, на самом деле, Ами тут уже разваливает сноуболл. Пошел Кавакс после бай. Можешь сейчас погибнуть Раданчик. Так что, наверное, есть бай, но они втроем остаются. Сами Пошка до конца играет. Не хватит дэмэджа. Солбайндер. Радан. Подставился. Птички не успели. Морс Абрия. Морс Тунсика плюс. Да, камеру с Тунсика можно реально убрать. Но от Мегаса, а что? Все. А, и как они дэфить Мегаса будут? Это, может, и не придется, потому что в трон пошли экстримы. Байбэк есть только у Мепошки. Кавакс уже не вернется, скорее всего, в эту игру. Да не, ну не о чем дэфить. Не о чем. Да пули там плащ. Если на ноги надеть свитер, то можно будет срать в дырку для головы. То есть не снимая свитера. Ух, за доджо. Правда, я не со свитером на туловище могу срать, не снимая свитера. Минута на размышления. Не, я пас. Думайте. Сильно. Спасибо. Спасибо. Хорошая игра. На официальной трансляции мы бы сказали, замечательно, что третья карта. В них нет ничего запретного. Алло, хуй, будете в таком случае. Нет, спасибо большое. О, Лампи играет. Лампи проебал. Проебал инк. Пошел в пабру и не за телом. Смотрите. Ой, смотрите. Слушайте, мне что-то начинает казаться, что, возможно, все-таки на этот мешок картошки было бы проще делать эту кирасу. Но это, знаете, это не кираса, это, как это называется, вот это вот, типа, койф или что-то такое. Да, да, да. Мы можем купить, вырезать, насрать в нее, в принципе. Да, отлично. Сейчас это прям самое то, что хотелось бы сделать в этот момент. Слушайте, а что мы, кстати говоря, будем делать сейчас? Мы будем... Максимально какую-то такую активность, наверное, где вставать не придется. То есть мы к тебе идем? Ну, может быть, ну, Донетку можно разыграть, я не знаю. Но мы не успеем Донетку. Или в Behold Battle сыграть. Behold Battle. Ну, ты же без мышки не сможешь, правильно? Почему? У меня есть мышка, это же я там управляю. А ты сможешь все сделать? Да, могу, конечно. Бля, нормально, давай. А, откинься только, чтобы я видел. О, это я могу. Сейчас все включится. Кайф. Блин, спасибо, что пригласил, Макс, кайфовый у тебя. Ну, бумажки мы не успеем сыграть в счетном партии, поэтому мы быстренький Behold Battle на Impossible. Одна жизнь и ничего не при это самое? Одна жизнь без бонусов. Нет права на ошибку. Есть три рерола. И первый матч. 211 глютмонцев просто против 311 риперов. Ну, риперы трахают. С одной стороны, у нас есть фриз на 7 секунд. Или хил. Да, тут изи риперы. Риперы растрахивают. Риперы уничтожат просто, да. Почему? Ну, мне кажется, они просто уничтожат, но они расстраивают. Ну, у них фаст скорость атаки, непонятно, сколько это. И считаю, что в этой ситуации мы не имеем права уничтожать ролл. Не имеем права. Не имеем права, только если очень подожмет. Скорость можешь увеличить? Риперов зафризило. Хил пошел по риперам. Ну, вот они все. Они начинают протрахивать. Они просто... Да, да, прогрызают. ДПС-ик побольше у них. А билку один раз всего лишь используют эти? Да, да, да. Билка один раз в начале боя. Very nice, guys. Very nice. Awesome, awesome. Nice call. Риперы выиграли. Next. Бомбы на 300 урона против Минотавров с Тульск Бластом. Слушайте, ну тут как будто бы жили рыбы, потому что они по статам не сильно... Мне кажется, по статам лучше, потому что у скорости кафас, а тут медиум. Их больше. И отнюк-си у них больше дэмэдж дает. Мне кажется, левые 100%. Ну да. Просто по математике. Никогда не проиграют. Математика. Все. Ну, окей, нюки скинули, а... По статам просто джелифиш посидит. Да, сейчас математика просто пойдет. Плюс они мелкие. Сверху уже задавили. Задавили сверху, смотрите. Ну супер много там. Конечно, конечно. А снизу всосали. А снизу тоже нормально. Никто там не сосал. Они просто маленькие, но ударенькие. Ну это, кстати, роляя. То, что мелкие моблы, нет? Сверху прям много очень осталось. Мне кажется, у них коллижен сайз одинаковый. Я думаю, что его нет, не существует. Да? Окей. Было замечено. Хорошая работа, ребята. Поздравляю. Глют Монси под бафом против Торнадо. Это уже весомый. Да просто сразу левое нажми и гон экст. Почему? Пиромансеры. Я буду за правых. Серьезно? Задний ряд на Торнадо. Я за Торнадо. Пиромансеры ваншотаются просто. Так Торнадо убивает тут всех. Да, но оно не убьет 200 там. Не, не, Пиромансеры уничтожат. Не, не, Пиромансеры уничтожат. Короче, если там задний ряд успеет раскастовать фаербол и будет Нейсс. Вот один мужик, который под этими крылышками пойдет и отпиздит всех пиромантов. Скриньте. Окей. Или все-таки здесь реально на мужика, на этого. Да, тут 100% на мужика. 80% Reduce Damage. Его будут фокусить. Он протанчит. Остальные подойдут и начнут ваншотать пиромантов. Так его будут фокусить и истакнется урон. Вот эти фаерболы полетят лево. Фаерболы не убьют никакой мой, мать. Сори, 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 сори. Вот он пошел. Начиналась ёпка. Ну и что, полетели фаерболы? Да похуй на них абсолютно. Это легкая Макс была. Блядь. Блядь. Ладно, мой Румкафа. Да это первый раз вообще, когда эти школьники выиграли. Так, ну ну по статам какой-то... Так, этим надо нанести 4 удара, да? Ван Дига. У них, смотри, Верифаст, а тут медиум. Ван Дига, определенно Ван Дига. 100% Ван Дига. Тут нам легкую дали. Я больше специализируюсь, честно говоря, на крупных битвах. Типа разных юнитов. И там циклопы стоят просто, типа. Да, циклопы стоят. Маги. Призыв циклопов. Ван Дига с лужей против Берсерков. 88. Ну еще 500 хп, 60 дэмэджа. 30% лайфстил. Ну, Берсерков перебьет. Мне кажется, что Берсерки хороши против лоу ДПС юнитов, а Ван Дига это супер хай ДПС юниты, которые просто перебьют Берсерков. Они не успеют не покрутиться, ничего сделать. Что-то Архангелы пошли, мы фидели. Сверху нормально прошли. Да, все, все, запиздили, запиздили. Когда кто-то один уверенно колет, надо брать. Когда не уверенно, уже решаем вместе. Халки под бафом против. А сверху это циклопы? Да, да, да. Андрей, я очень рад. Смотрю тебя лет 10. Классно, что не только я повысел за это время. Да. Круто, я тоже так считаю, спасибо большое. Ну блин, единственный ДПС юнит это циклоп здесь. А слева что-то? Танки на танки, это взрыв. Идет под домом, взрывается и... Ну бахнут они сколько-то, а так... Ну я что-то, честно говоря... Я как будто за циклопов. За циклопов думаю, что они сделают разницу? Но они будут очень долго бегать. Ну у тех, они очень долго бегают. Соло так спит, а у тех медиума так. Да, так тут по 20 урона они будут ковырять друг друга вечность. Да, их побольше и циклопы реально, мне кажется, разъебут. Там циклопы сделают разницу. Да, ну давай. Но вы на опыте, я доверяю. Да, да, мы на опыте. Вот они, циклопы, начинают делать. Но они реально протрахивают по чуть-чуть. А чё просто там у циклопов? Что? Нет, он фейдор. Ну чё-то в районе 30 вроде урона. 45 урона у циклопа. 45 урона. А циклопы делают разницу. Они делают разницу. Ну такая ещё тут гачи толкучка у них. Жаль, нельзя посмотреть источники урона. Кто сколько нанёс. Потому что циклопы... Мы прорываем середину. А почему эти мужики продавливают прям? Они прям их физически давят. Да. Очень умно было выбрано. Андрюша, а почему ты сказал, что жёг на, в кавычках, каком-то другом стриме? Сейчас же, как взрослый супер газомак трахер, которым ты являешься, посмотри в камеру и передай привет своему другу Ярославу Кузнецову. Да он не посмотрит. Ярослав Иннес Кузнецов. Это берём. LifeSteel. Долго крысы будут бить. Так, а подожди, а крысяков много очень. Да, много. Ну хотя LifeSteel 45 дым же, мне кажется. Но LifeSteel у них ещё клиф. У крыс клиф ещё. Да. Так сложно. Это сложно. Так все выбрали. Так все выбрали. Подрежет немного хп на 26. Ну тут, блядь, плюс 50 юнитов. Да, вот количество юнитов. Это, это метеоры, волна. Здесь юзлис, как будто бы он ничего не даст. Можем рероль над неуверенность. Блядь, 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 блядь. Мне кажется, тоже берсерки. Они, я думаю, раскрутятся, расхуютятся. Мне кажется, берсерки. Я даже думаю, что как будто бы 100% берсерки. Надеюсь, нам не пизда. Ну да, видишь, они прям прокручивают очень сильно лучше, чем крысы. В ампиризме работают, да? Да. Мне кажется, ещё в ампиризме работают нормально. И в итоге больше надо ударов давать. И крысы ещё толкались там. Гудочек. Гудвини. Горбатый. Усатый, кислый, секс-кукла. И я тут подумал, Денди был в прайме тогда, когда Дота 2 ещё никому нахой не была нужна. Ты в прайме, когда Дота уже нахой никому не нужна. В свете чего у меня вопрос. Ахахахахахахагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагаг. Правые 100%. Правые типа берсерки уничтожили. Ну да. Да тут да, это как будто без шансов. Хотя их очень... Но они же всё равно все бить не могут. Не, не, не. Они типа против лоу ДПСных юнитов Просто кусков мяса Да, да, понятно Типа, от того, что их много вообще не роляет Они же не могут все сразу бить Тут даже если было бы 400 От этих левых или 500 Не изменило бы ничего Ух ты Много бы мехи сразу, да? Кого-то не думая 188, Андрюх, но тут вообще не думая Слушай, ну подожди Там танки такие нормальные Вот ты смотри, 82, короля Так у них урон 30 Но у них very fast и так спит Хотя, да, да, согласен 188, но тут он ринг Согласен, полностью согласен Макс, хороший кол Это скилл Он же просто всех танков сразу смел Да Так и было Ну, гоблины, мейкер, спасибо за поинт Грюдмон, Джилл Фиши против Опять эти кинградца бесполезные Ну как бесполезные? Прям так они бесполезные, Макс Ну были бы рейнджевики, мне кажется Тогда Но тут 250 против 140 И здесь как бы более-менее нормальные юниты? Здесь более-менее нормальные Грюдмон Хотя вот 1000 хп, как бы 30 урона 1000 хп Ты попробуй бей эту 91 тысячу хп Да Они просто еще быстро бьют Да Их 91 Да и кнайт рыбы на самом деле хорошие юниты Что, берем эти или реролим? Как будто здесь реролим Мне кажется, правые должны быть У них обилка посильнее Да, желешные рыбы хороши Мне почему-то кажется, что все-таки левые как будто Или хочешь зареролить? Ну можно, в принципе, давай Тут 50 на 50 как будто Мы такого 50 на 50 не играем Право Право, право чисто из-за Минотавра А здесь Минотавра Здесь математика чисто нет Левые, танковые, да, нафиг не нужны Больше скорости нет? Нет, там максимально 30 Ну созерцаем Ой, я чуть не кликнул Огры, крысы против монархов Подожди, 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 подожди Нет, ну смотри, сколько еще урона 8, 75 И тут 160 Да, там против крыс Нет, тут вот эти изи Тут еще знаешь, что важно В этих гачи-борьбе милишников То, что они просто стенку на стенку выставляются И эти перебивают И у кого больше демеджа Те, соответственно, что? Не, у меня идея хуйня Ну не, правый тут, мне кажется, 100% Ну из плюсов у крыс клиф есть 10% клиф То есть по сути 4,5 демеджа Там по сути демеджа больше Вы уверены в своем ответ? Ну я уверен Я тоже уверен Хорошо, ребята, если вы уверены Это вот, конечно, давайте Но, возможно, была чудовищенная недооценка крыс Слушайте, как будто бы Недооценка крыс была, но чудовищная ли? Не чудовищная Да Да крысы скротопульные какие-то Так, драфтики начались Что, десятенькую? Это самое Что, десятенькую, наверное? Ну вот десятенькую быстренько, да Ну что, вот этих думал брать? Изи Элдер драконы 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 прикольно Ну что, они как будто там псово? Подожди, но крысы, мне кажется, риперов быстро расстраивают и облепят драконов и отмудохают их нет Так они пока этих риперов 8 драконов, это не 4, не 3, не 6 Ну проебали, ладно, понятно, 3, 2, 2, лол Все, драконы-милишники? Да Ну хотя вроде выглядит одежно Не, хоть одного дракона заберите, крыса Ну да, факт Драконы в соло бы справились Так, что, я нажимаю Альтабы? Давай, давай, Альтабы А, надо выйти, наверное Или что, или просто вот так нажимаю Там Оу, щет А сколько время? Еб твою мать, 23.17 Как круто, что сегодня праздник ДОТа такой долгий Там люди в режиссерской тоже довольны Да, праздник ДОТа дарит нам зрелище За что Гудка выгнала с дивана, мне там жарко очень Поэтому это далеко Все, подожди, подожди, почему все Жестко вытрохаленит, согласен Они просто вжарили мидеру, получается И реализовали это преимущество, по сути Мне кажется, примерно так было За счет того, что, ну вообще Мне кажется, ключевая ошибка в прошлой игре Это то, что спириты там вот это вот Рано начали дефать свою двойку Приняли там драку Пять в четыре Проиграли ее два раза с байбэками И все, на этом моменте они уже не смогли камбэкнуть Хоть и несколько попыточек очень хороших было предпринято Я был уверен, честно говоря, что спириты в этот момент Они будут прям долго играть в кач А в кач пока не возьмут все слоты нужные, чтобы все сделать А они вот решили так Ну казалось, что спирит понимает, что делают Ну да, ну дота быстрая игра на самом деле Тут просто так работает, что яйцо условно в том файте бы Взорвалось бы, а он не сдох Может они бы его и выиграли, игру бы эту выиграли В каких-то моментах тут мгновенное решение Дефаем, не дефаем Вот они стакнулись, там что-то попытались Не получилось, проебали игру В другой раз как-то на тоненького бы там выиграли Прогнали бы и в целом игра бы продолжилась Это дота, это дота Приятно, что дота таких команд Что они, скажем так, не дают лишних шансов Вот я бы так сказал Спириты хорошо отыгрывали, но экстрим просто от начала до конца Свою линию, бам-бам-бам, бам-бам-бам Как и в первой вот игре тоже спириты прям Хотя что, в первой тоже экстрим доминировали В общем, хуйню я говорю Да не, ну, как бы посыл ясен О чем речь И тут Макс, ты вроде говорил, жаль, что вылетит кто-то из этих команд А не Не Аврой Да, на самом деле в прошлой игре мне симпатизирует То, что экстримы начали заканчивать рано С визажом, а не как другие команды Вот недавно сегодня мы смотрели Тоже был визаж, тоже была какая-то игра И чего начали тянуть Чего тянуть, непонятно Кота за яйца тянут, в итоге играют 40 плюс минут И с закономерным проеб, если не ошибаюсь Даже если проеба не было, все равно А, нет, там не было проеба Там был визаж с Войдом Но там от визажа толку-то и не было Вот, чисто ауру подносил А здесь визаж раскрылся как герой Хороший старт Ну, напоминает прошлую игру пока что драфт Но Луны не будет А визаж Банникс-то? Не, визажи не боятся Опять, кстати, понравилась им связка Феникс плюс Марс Она решает сразу проблемы с тимфайтами Достаточно этих двух героев, чтобы нормально Стартовать файт И чувствовать себя в нем Посмотрим, что будут добирать экстрим Прошлый их драфт вообще не имел никакого тимфайта И они смогли выиграть Возможно, в этот раз они возьмут Также сильные линии Не стесняются брать снайпера сразу, рано Могут зафлексить таск, что на пост 4 или пост 5 И также флексить снайпера 4 или мид Это умом у них закрывающие в этой стадии Типа не снайпера Сейчас берем кого? Флейнера просто берем Да тот же визаж есть Можно хоть повторять Да, вообще как будто, да Как будто лучше сейчас оффлейнера открыть И посмотреть, что возьмут в спирит Да, и флексы ставить Снайпер хорош против Феникса Ломает он яйцо И стану не варенья И... Ну вот В этой игре уже не получится Ларла закрыть на центре Мне кажется, что... Ого! Ондаинг Вот это необычный пик Такое редкое Ондаинга взять в решающей игре А это куда ондаинг? Это очень странно Это ондаинг только 5 Ондаинг на других позициях не играет Три ондаинг полная хуйня Я согласен Получается у нас ондаинг 5 И у нас, ну, редкий, очень редкий флекс Таска в мид там И, допустим, в снайпер в четверку Ну, спирит красный драфт набирает Спириты берут драгонат найта Удобного героя Который спокойно простоит мид И не будет высасывать Как шторм спирит В прошлой игре Даже если снайпер мид, реально ему пофиг Ну, 95% снайпер мид Ну, как будто... В этой решающей игре команда уже не флексит Команда уже выбирает просто себе что-то удобное Чтобы комфортно чувствовать себя в игре А это, погоди, это Драгонайт флекс Это 1-2 Драгонайт унижилась пик А может это бэтрайдер быть флексован? Ларри вообще на бэтрайдере-то вроде бахает Да, Ларри на бэтрайдере показывал На этом ивенте уже игру Но все мы трое пришли к выводу Что его бэтрайдер Показал себя не лучшим образом на миде И ничем не отличался от бэтрайдера пост 4 Любого другого Он отстоял мид посредственно Билдился через, блин, БКБ И, в общем, не передвигался по мапе так, как хотелось бы О, да Потом мы видели, по-моему, сегодня бэтрайдер от Малорина Совершенно другой бэтрайдер Или вчера это было, не помню Совершенно другой бэтрайдер Который с мида импактил просто невероятно Поэтому вряд ли они захотят тут флексить бэтрайдера Скорее всего, это бэтрайдер 4 ДК мид против снайпера Ну, очень развернутый ответ получился, но Все по фактам Перед выходным все стоки выжимаем Завтра будем отдыхать Кайф Согласен Согласен, согласен Бэтик это разве что экстримы такие Подумают, что вот могут зафлексить Медуза! Медуза Гаргоновна На самом деле, это, возможно, китайская заготовка, которую они не открывали И вот решающая игра Медуза Медуза 3? Нет, скорее всего, это Медуза Корр У нее очень мощный щит, но этот очень мощный щит раскрывается только с левелом Как только Медуза набирает левел, какой-нибудь там 20 плюс У нее прям Тонковость увеличивается в разы Это не та Медуза, которая была раньше, которая качала щит Там сколько у нее? Вроде 5 поинтов в щит было Или 6 Это немного такая более хрупкая Медуза в начале Но при этом намного приятнее в лейте Плюс Медуза Линия Медуза он дайн Ну вот плюс еще у Медузы в каких-то билдах есть Аганим, Шарт И Бэтрайдер не может в лассо ее взять Как только он берет в лассо, он же получает в ответку вот эту змею и морозится на месте Короче, экстримы что решили? Они просто берут снова, ну вот выиграть линии Потому что у Тим Спирит Тимфайт посильнее будет, чем у Экстрим У Экстрим что там Ба и Стоун Гейз, правильно? На Тимфайт Да, Тимфайт, а пока Экстрим нет Им надо какого-то героя, который, наверное, как-то на месте прижмет, как у нас сегодня было Вот Энигма типа, да Ну типа, ну Энигма, наверное, слишком жадно будет Да уже она в бане просто Что-то попроще бы Попроще Энигма И что-то ты будешь стоять против линии, получается, Феникс плюс Лас Пик Вместе с Тускаром будешь стоять на линии Как будто много уже оффлайнеров перебанили Но есть, знаешь, из таких, типа Магнус еще Но Магнуса тут вообще без панта братья Ну XXS, что, ему забанили Кентавр, Кентавр есть ему Вот Кентавр хорошо здесь заходит Ну, кстати И Стампид, если что, да, там Ну это просто сигнатура XXS Почему бы не взять Ну вот, пожалуйста Уверенно, так сказать, на своих героях отграть Ну и герой для Родана Он видит лайн, против которого он стоит В принципе, два милишника Можно закрыть каким-нибудь Манки Кингом, например Медуза, он для этого неповоротливый герой Против Манки Кинга неудобно стоять в арене драться Вот, до снайпера, конечно, тяжело дойти Но придется прыгать куда-то в него Типа лосо, прыгать снайпер, убивать снайпера Снайперу тоже выйти трудно из арены И таск, если сейвит Он все равно снообулом остановится в этой Короче, не знаю Помимо Манки Кинг хорошо Есть ли он в банах? Нет его в банах Есть еще разорчка Урса Вау Прикольно Слушайте, прикольно Вопрос к знатокам Если Террор Блейд делает первый спелс Медуза Медуза бьет всех в округе? Что Медуза? Бьет ли всех в округе Медуза? Нет, по-моему, только тебя бьет Мне кажется, да Понимаешь? Это как у Луны, глоевые работают Так и тут Это же некого рода пассивка Она же не... А, нет, подождите С другой стороны, она включается-выключается По-моему, это зависит от того Включена ли у нее в данный момент эта кнопка или нет По крайней мере, так с иллюзиями Шаду Демона работает Угу Ну, не знаю Тут не можем подсветить талантик, не можем Ну, можно уже в этом, в игре будет Ну, это да Ну, и что, предикты будут? Опа, вот оно, вот оно, то самое Да, предикты Да не, нахуй предикты Согласен Ну, раз это игра решающая Найти надо градусник или мне померить? Где-то здесь был Сейчас найдем А что там такое, Альберт слег? А, вот он, все нашел Раз это игра решающая Я лично не хочу, как бы, определять победителя Но я хочу увидеть игру 60 плюс минут Блять, как бы это странно не звучало На 13-й час стрима 60 плюс минут, где XNQ покажет мне физового таска через 25-й талант Он единственный, кто такой показывал Прям в официальных играх каких-то важных Это было очень круто Когда Валрус Панч с шансом? Когда шанс Валрус Панча, да Он там прям через Кирасу билдился БКБ Кираса и пошел И он там размотал всех коров чисто на четверке Я такое хочу посмотреть Но если так сухо смотреть Чисто под драфтом Ну, спирит поприкольнее Более Понятно Есть арена на инициацию Есть лассо на инициацию Есть кор четкий А что есть у Xtreme? Там бассон, гейс И стампит съебываться Ну, такое себе Да, у них нет инициации И у них вот это вот медуза и снайпер Типа в одном пике И один жадюга, и второй жадюга Тоже приседу Ограничение на минимум здоровья после применения Сандер не действует на врагов Через догончик? Через догончик может быть и у Итора Кайфовый, да? Чисто первый класс Через арбет догончик билдак Иллюзии Под контролем этого героя Находящийся в радиусе действия Наносит урона больше А в ней его меньше Радиус 1200 Это был у нас Террор Блейд Здесь у нас понятные таланты Здесь у нас огонь понятный Здесь урон по ТВ-раму от первого спыла Ладно Но Марс по-любому с инвизом в арене Ну не с инвизом, а с ограничением вижены Там все стандартные У Медузы только интересно У Медузы мы еще глянем Ну тоже стандартно 30 секунд до начала сражения Каждая пятая атака герой становится отравленной Отчего ненадолго замедляет передвижение, атаку и применение заклинаний жертвы Длительность полторы секунды Ну и щит, соответственно, который бафается с каждым левелом Вообще-то, кстати, в Венома Свори звучит неплохо Так он сейчас, ну, его чаще всего берут Ну и замедление передвижения, замедление таки, применение заклинаний Внезапно может обосрать все А, подожди, больше Что касается, вот начинается Это да, подождите, больше не является улучшаемой способностью Теперь заединить суммана поглощает урон в размере А, ну 2,4 плюс 0,1 за уровень героя Все, 0,1 за уровень героя, все верно То есть плюс 3 на 30 уровне Да За одну ману 5 хп Да, да Грубо говоря, у тебя 2000 маны Там округлим И это получается сколько? 10 тысяч хп? Да Да Кайф А можно нам чуть потише доту сделать? Спасибо Так, ну что, поехали В миде ДК против снайпера Это, конечно, не шторм уже Но все равно неприятно Ну и XM, это его излюбленный герой Это его сигнатурочка Не раз он нам показывал снайпер Даже когда снайпер не был популярным Опа, с динайл? Нет? Нет, не с динайл Нет, мне кажется, Ларла Это должен хорошо постоять Линию То есть он просто купит себе брасер Там уже будет нормально стоять Пассивку еще качнет и все Посмотрим Насколько я понял, пассивки там нет уже никакой Что вот будет делать Дивайна на бомжи? Ну, вообще непопулярный герой Непопулярный герой плюс Он дайнг Он легко выпадает Так вот он кинул 3 ДК, у него 0 маны и все Да нет, он как бы у него при любом, у этих манга есть Просто ты герой вот сейчас его поубивает А потом по карте ему, вот именно по карте ему делать вообще нехер Это должна команда с тобой постоянно играть Потому что у тебя там ба Ты хочешь файт, ты хочешь эту тамбу нажимать Блин, передвижение просто крипов по всей карте идет Там войдет крипов, тут войдет крипов На линиях никто не стоит Хочет рейнджать к синькью за этот За агрить Сейчас прям такой еще важный момент Кто ФБ возьмет Психологический? Ну да, потому что все на очке Что-то туда-сюда Аккуратненько, аккуратненько Важная, важная катка Это талант только не показывает Славь, ладно, пофиг Варл тащит себе нулик Нулик Нулик, кстати, прикольная тема, популярная Если ты не хочешь там покупать что-то на ману А тебе нужен манореген на спл Ааа, добил Тут копьем, да Ашаба, мне кажется, спириты почему-то устали Вот у меня такое ощущение есть Ну они тоже, считай, весь день сидят, смотрят Ну они, да, во-первых, они сидят, смотрят Во-вторых, у них игра была примерно часов 10 назад Да И как бы вообще не кайф Ну не 10, а часов в 7 по идее 7-8 вроде как А лампи уже отдыхает Да, лампи заебись Лампи в павелх играет там с своими тиммейтами Нормально, мирой ворует лотус Просто не отдай Потому что Дивай вот тут лотус с кайфом бы вообще залетел А, а где мангусы, кстати, возьмёт Дивай, когда Медуза все мангусы скупает Да не, почему, вот она 2 взяла, мне кажется, у Дивай оставшиеся Смотри, хоп Ну везёт, курьер, курьера надо прокликать Ну тут удобно, зато собрать Не знаю, что с МК сделать, но, наверное, фэйзы по стандарту Ну хорошо бы Андрюш, ты уверен, что ты мясо прожарил? Я без рофла Ну конечно Точно? Конечно Я не знаю, что это за хуйня, у меня просто пиздец, как у ёва Ну вот Макс тоже ел И я откусил один кусочек Грамотно? Я один кусочек мяса прям съел, прям маленький Да не, оно долго, оно долго зашло Просто я ничего такого не хавал, я не знаю Чего смеются сейчас, блядь, человек, ох, хуй, блядь, они смеются Опа Это ты уже коленчик-то не пиздец? Чего, писяешь, Али? Да, сиди, сиди Надо прочитать, что нужно, напишет подруга болеет гонер начнут пятая минута 0 нас его по кайфу чисто объем крипов xm опять топ-1 на творчество в этот раз лара ваще не отстает у них разница сколько 10 голды реально хорошо где ты хай ложись на реально кассе как иди отдыхать черт одному то я лежу просто блять может компресс не помните по появляется такая резь и впаду короче вообще пути полежать такой начинаешь ходить что-то делать еще за гуглим где-то срезка и более шашка но как понял короче резь вот тут вот ну вот именно в кишечнике рвейс до резкая боль на хуй за это резкая не резкая короче она как ножик какой-то чик и жога немного появилась язвы были когда вот это первая правда много стрит я думаю есть по-любому не даст и я думаю дохуя гастрита эти обострение гастрита у меня было там очень другое там прям я крючат так что но он орешь и я никогда не буду жрать эти чипсы с ума вот он у меня после чипсов такая хуйня была дома для такого большого я прям помню дико орал типа я никогда больше не буду это говно если я после того случая не ем чипсы сухарики прям общение в общем ну как бы в исключительных прям пару чипсинок в месяц может быть уже мы возьмем для никита есть этот же какого правда поможет ли он нет порошок по лесу отдох стать вали ссор а так далее реальная тема пиздец я выпил уже столько таблеток для это не таблетка это порошок короче ты его выпиваешь он всю гадость забирает а потом ну как бы выход его полиция важно же перед пить нет есть еще интерес гель или что-то вот гель именно знаешь такой в пакете а у нас его римба реальная он тебе сейчас они подчеркивают я согласен пусть кто-то сходит за полисорбом в аптеку м тарасом бабушек ну вот и я интерес если болит то это быстрее помогает просто танк ты врач что там у тебя точнее не врача тоже блять грач какой-то пока цены гигаря ну возможно хорошие мба да 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 просто рисор перед обычно нет такие не помню если ты хуёй это какая разница просто ебашки все если мы можем полисорб намутить я не по моему полисорб после че какая разница ты пьешь в тебя это вот эта ерунда вода плюс это белая субстанция и она дальше проходит поэтому по организму я посмотрю до конца катки не поможешься скорую вызвать на это хуйня давай приду два сяду не могу лежать нормально блять бесит эта хуйня обучите полисорпу альберт в любой аптеке продается на можно заказать еще с аптеки доставку еще и заставка аптеки его я себе короче ничего не им не сладкая блять не газировки нихуя и пи воду и суп на эти воду газированную норм чем-то газированную пешку нет обычно она просто но провоцирует так сказать пищеварение чтобы прошло чё фб наверно наконец-то нет да без вересов на мере сюда на двоих как он на самом деле тоже убил и как не бывает эту камбу тем более еще приключился к свиньки вот это прям моментик такой знаете которые 8 минут 7 минут терпели и проебали фб и что-то смита такой так на нас фбс легкой линии посмотрел такой так фб на нас с другой стороны других коров все любить вам на коллапса сказать да нормально у меня нормально все ну фарм есть есть чуть-чуть да есть фарм там правда тусик догоняет понтворзе и астасин и 4 0 проблемка ребят возможно действительно спирита просто устали уже есть такая вероятность но мечта квина исполнится он же сказал что типа моя мечта чтоб спирит не выиграли третий раз к чай мечта квина он же сиси странная мечта зацените бизнес скрип гудку перебрался за стол у нас по на проекте god bless you guys спасибо товарищ рыба иншей заблочили спиритом смекту надо это что-то трек рейка на и я минимум или кто-то смейк на печать и сверху против нет а смерт это тоже там типа читала вала ну да 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 не все парусмены похоже но конечно лучший вариант это сходить к врачу ну врача это самый для его какая-то уже так но спирита если нацепь дают запейте еще на этого синьки просто снесите а сегодня какой день недели сегодня вторник уже закончился или уже всегда до улицу не видели отница суббота с ксения это игровые дни значит четверг среду мы отдыхаем защита в томе какой год сейчас 24 точно альберт дружище держись вырос на твоих стримах так сказать это мои годы и блин люблю тебя спасибо 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 большое от спасибо что переживает я вижу каждого спасибо огромное не знаю вот а сука чахлы блять мне 34 года почти а я внутри блять лет на 70 по организму ай бизнес криппа не добился суха как баузы твортла медуза это еще здоровенная блять он опять он не прочекал за цвету сантре он подумал что может что-то не получилось не бы да чё-то поплыли как будто бы немножечко ну понятно рано хоронить еще но что-то видно что что-то не так так смачки пошли на никого нет и джи все прочитали кредера так или заберешь ассасины улья не переживай я поваром работаем сегодня внимательно смотрел как эндрю готовил мясо там было полностью приготовлено он его натурально с минут десять варе а вот то что он нож не помыл после сырой курицы а просто салфеткой протер это факт макса сильно просрешься ща курицу можно сырой жрать минус лар сандреем сырой врач ранее держись я не знаю где ты парням так насолил что тебя весь алткаст пытается убить чат за тебя и твое здоровье блять если короче не думать что это шутка то это пиздец из ура развить может теории заговоров пошли в натуре типа потом если человек с ума сходит звуча никого нету на мне просто болячки тестят какие-то нахуй так номера сам по стакал сам пофармил это хорош но при этом мира сам последний натворс ну да очень-очень плохо все будто на батюшке огромный натвор 3 тысячи чат разъебал да нет я не считаю что-то максимум просрешься жестко пишет но вообще не все говорит а только андрей пытается его убить вот с андреем уже на диване никто не сидит опасно устраняет по очереди еще по факту да умею заразил мне шаурму дал сегодня были как-то хуйня происходит так не нашла только не нашла и кикает лежит 5 самое главное я делаю все еще кольчугу чтобы дефаться потом я там холодно ароматы мальчик 05 500014 спириты видит понимают при 05 я думаю что играл такая вот сон код 05 ни черта не делают команды пока только ром чувствуется ночь и последним обожаю понятно дело что последний игра там волнуется когда коленки трясутся все дела но совершенно ничего не делать просто фарминг крипов бить пока вы не наберете на творчеством до гират бака башки и прочее что ли но это вот такая типа до уверенно дота зачем рисковать какие-то там могут делать когда мы просто vision поставим будем фармить поделим мапу все довольны опять когда спирит твои экстримы виду до 4 6 6 6 иначе и рада она коллапс на спецнете на помощь и успел успел и арену поставила копьё пригласили кого-то получу к синькию в таверну синькию допить важно да да пейте уже мира выйти я понимаю ладно что коллапс тоже страдает и сексес говорит этого до конца рано не стоит рада на то даже зажала если что пока сейчас можно посмотреть я чуде не бьет вещь только одного один таргет бил а может быть у него был включен выключен спичок потому что до вряд ли за чем я убил одного 1 до 1 до 1 выключена стойка на или но размин не очень хороший все равно на пизду пусть бы в туалет колледжу миндаль в калике это циани чат предупредить прощаюсь на сегодня солян но андрюха реально убица блять шаурмист нахуй спасибо всем работаем потный был день до прожарил прожарил курит хиль все живи спасибо да я к тебе спасибо что пришел сейчас я люблю завтра мы не увидимся увидимся 13 числа уже да у нас 11 выходной 12 медиа день ну короче всем спасибо давай бертик да после после за ходу та защитная пуговица все таки не выдержала она поднимала щиты чат притопин за новую пуговицу и здоровье альберта у андрея есть универсальное лекарство под названием хуй будешь я все ждал когда это донат залетит но такое знаешь предсказуемый без печальника ситуация в игре конечно преимущество растет потихонечку что делать не совсем понятно снайперс дд прячется нападение на как он вышел из арены то а у него не было значительно не был изначально так одевать это бейте хотя бы нет суперного ставится мира уже легенда и суперного взрывается окей но одного гусика застанила ксиньки заслужил да все ой да уже что-то поплавил кустер над xxs и чей забирала уже с подветренной заходит нет да я не знаю но тут чо где тимфа тимфайта нету договоримой экстримой просто ебут зачем тимфайт если вы просто не бьет алебастр ладно он кольчугу делает когда за черную маску возьмется вот тогда я бы насторожился а не вернулся к синьки умылся тяжело сыграть оставшиеся трое на своих сигнатурах да и учитель проект превзошел ученика получилось но ами превзошел радана амира у нас ой 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 как же у него а почему так плохо по на творчестве 2700 у него зеленые ботинки цирк летка стикность на 18 и до даггера 1200 да но спиритом вообще противопоказан брат не на парка листа на еще и опять тут ксинкью как обычно т.б. т.б. добить бы хотя бы сенью добьют точно не этого добьют ладно мне 30 лет закончил смотреть стримы когда андрей женился начал худеть и встал на лыжи спустя много лет я захожу и вижу как комьюнити обновилась и теперь олдов смотрит мало но самое преданное получается я пес алик легенда гав гав а гудочек сидит рядом и радуется что альберту нехорошо но оно и понятно ведь если он просрится то гудочек наконец-то сможет удовлетворить свои темные постельные желания алик жюри сарир гибаллы ужасный донат вначале хотел ругаться а ну верхнюю башню силы это используют сканирование видно что эти спирит уставший но да это расписание такое что достался матч пустого на перелома зачем такое расписание сделали вот все и сходится гости не повторяются город так и не приехал а уезжал и он термалют калт на тот и я вообще молчу на него и народа на ряда в целом хотя бы выйти да выйти просто но тут же не подраться уже медуза xm всех расстреляют но рода вот просто бежит диву поэтому мне дали зомби просто над зомба реально но он что-то нормальным пак я чего не там у него solar наверно до головы у него мега аркана и solar летит и почти грызть но и он и творчество как у кого-то на творчество огромное все да где-то тоже гибали жалко конечно спиритов жалко да хорошую очень форма служили они больше чем 12 какой-то да ну ебанно вот вторую игру с таким перерывом просто не осилили тут видно что они сильно не доигрывают и это как по мне не то чтобы из того что там важно играть что блять очко сжимается я думаю что тут именно в этом проблема то что ами вернулся к синке умылся альберт просрался андрей оподливился гудок помассажировался а горох на матрасе на горохе почему тут матрас который на кухне он был в кадре его все вибрации на это раздавленный бакин был просто он такой он но колоритный я бы сказал матрас это мира по-прежнему пытается добить свой дайвер до корба напишет в телеге что за ну типа за доджили рафлотуре кончить такое ну все тут берем значит аегис и берем кому вопрос может вытащи снайперы возьмем аегис не будем брать медузе и будем пробить снайпером и медузы потому что обоих героев никак не сотруд есть не будет сгореть вместо винленд сейчас можно взять баттерфля и все идти в хайграунд герои спиритов наверно не смогут два раза убить медузу не потратив при этом арену форму т.к. лассо ренди по ходу перепутал колонию или андрею поры прокачивать скил готовки но это бэш диффузом типа против медузы на как бы вы хотите законтрить медузу старается закон медузу но вы забываете обо вот этом черексе с мамом бкб и драгон лэнсом также дарит дарит стампит пошел ну и тут ну конечно девая рядом радан по их всем подходит сеньки подходит минус радан без шансов просто просто даже терпеть нечем они видно что просто стали до утра где оказывается радан торти в чужом лесу без вижу на за такое конечно наказывают экстрим преимущество только 10000 она была боль давайте ради интереса прошлый раз примерно 10 процентов показывала так 5 4 я еще даже это оптимистичный прогноз дата еще на медузе а там ба для вижу на умом ну да зачем оставить нападение попробовать его забрать его ай забрали арену поставили снайпер не может пока что бить коллапс по краю арены выходит xm идет до конца шаркнель есть подсветить но далеко уже правильно не пошел просто отступить дали арену чтобы забрать что зомби который лес нас моментальный аспекта точно и т.п. штанса на взятые заранее ван пост на яссор безболезненная сада на медузу не напасть вот шарт купил лару чтобы отпушивать типа крипов убили может так был оранжевой барак ротяна радан неплохо делает он уйдет скипать крипов на не да а их стрим не готовы бараки не сломает получается ну то есть вот этот у вас все дальше крипы не придут радан скидну не хватает Надо расходиться, идти по боту. Еще раз скипает, но здесь уже XXS. Да не, не стоит того. Гудок, привет, ты классный. У меня к тебе вопрос, ты когда женику не делаешь, и твоя щетка и лобок щекочет, а она хихикает. А в чем вопрос? Я не буду. Блядь, я не буду отвечать на золото. Блядь, горячее сырым быть не может. Центральная казарма сил света атакует. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Центральная казарма сил света разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Нижнюю башню сил света атакуют. Курьер сил тьмы был убит. Ну опять, довели крипов по миду, да, забрали в миду барак, а все, дальше-то не можем. Дальше опять там крипов скипнули. Но преимущество не падает. Хоть и бетрайдер я видел там уходил далеко в топ, далеко двигал линию. Ародан пытается найти какой-то фарм. Спириты вроде не дефают, но при этом они сокращаются преимущества. Но классический спирит. Выигрываем инт. Дальше отлетаем на след в начале. Им надо менять мидера на колодока. Кстати, символично, что гудок капрофил, а альберт сред, как и с ведра. Подстроено. Сейчас гудок насладится. Грибы не скипнут. Там кидешка еще едет. На самом деле то, что мир 1%. Это мало. Это лунные факты уже. 1% это маловато на победу, конечно. Хватит сравнивать меня с говном, с хуями. Нижнюю башню силы тьмы и прочие непотребщины. Да, это ты байкиш. Я тоже сама подумала, ты байкиш. Я прошу, это байки. Хватит сравнивать меня с говном, с хуями и непотребщиной. Верхнюю башню силы света атакуют. Какой задувательный? У меня микрофон выше услов находится. Я не могу задувать физически. Да, я думаю, что это кальяны просто. Типа звук кальянов залетает. У нас вот такая уже тишина немного, грустная начинается. Звуки продувания кальянов. Но они тоже, да. Смок от экстрим. 14 тысяч перевес. Спириты стоят на базе боятся куда-либо пойти. Не видят на своих вардах, которые они поставили в своем рису никого. Видят только две иллюзии на топе. Готовы к атаке на топе, но экстрим в это время. У Алика живот точно болит из-за шелухи. Не думаю, что от 20 кальянов за один день. Пачка, сигарет, 10 банок калы. Думаю, все таки шелуха. Ну, плохо, конечно, смеяться, но... Так, это что это? У нас попытка выйти, что-то сделать в 30. Ну, а что им сидеть на базе? Они проиграют так 100%. Максимум. Подловили в локс, он уже не застанет. Суксессу забрать. Мира погибает. Никого забрать не получается. Радан подставляется. И к всем... Ну, просто стреляет. Просто стреляет. Есть, конечно, у него Сандер. Возможно, даже заберут Медузу. Медузу забрать. Да пробейте кто-нибудь. Медузу арену поставили. Копьену дайте кто-нибудь. Ну, дэмэджи чуть-чуть. Супернова, кайфовая. Но Радан уже в таверне. Ларл тоже, скорее всего. Пойдя, не все здесь останутся. Это ГГ. Ну, все. Все, все. Пишите. Ну, это тяжело. Тяжело осознать. Ну, и спирит до конца. Я не буду писать тебе. Пока трон не упадет до конца. Тяжело, все равно. Тяжело, несомненно. Я смотрю, как Радан на избивали. Да, он не мог повернуться и дать сдачу. Нижние казармы сил света разрушены. Третья сторона падает потихоньку. Ну, из приятного сперед низкие левела не быстро рессуются. Куда-то прыгнули. А, коллапс в спине. Хочет скрип скипнуть. А вообще сейчас все рессуются. Байбэк от Драгон Найта. Ну, последний файт принять. Так, Дивай пока что впитывает. Но там мир опять погибает первый в тимфайте. Ничего сделать не может. Ларл зашел. И так же просто получает тычки. Отправляется в таверну после байя на 75 секунд. Радан бежать. Это мега-крипы. Радан. Да нечем. Ну, с такой игрой экстрим заслуженно. Вот последние две карты. Они прям хорошие показали. Согласен. Понравилось. Но, опять же, они играют своими героями. Но никто не будет им банить снайпера. Зачем это надо? Гага. 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 Бай-бай, Спирит. Да, ну что, Спирит у нас, ребята, показали неплохое выступление. Не повезло где-то. Что ж, Гага. Завтра, ребята, послезавтра у нас выходные. Сегодня уже будем заканчивать. Время ровно полночь. Ебать какой долгий день. Увидимся уже мы с вами, получается, 13-го числа. Пятница. Да. Подготовим энное количество видеоконтента. И будем дальше смотреть Интернешнл. Наслаждаться происходящим. Альберт будет лечиться. Мы будем чилить. Сейчас немного отдохнем. Посмотрим вообще на улицу. Да, походим, подышим воздухом, а не кальяном. И увидимся с вами, дорогие друзья. 13-го числа. Приходите посмотреть. Рады были для вас трансляцию эту вести. До свидания, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok